Добрый день, друзья! Меня зовут Чапихин Орек. И сегодня этот день мы проведем вместе с вами. Мы рады вас приветствовать на онлайн-форуме «Бизнес-старт». Я бизнесмен, предприниматель, маркетолог, основатель нескольких стартапов. У нас четыре параллельных потока, между которыми вы сможете переключиться и выбрать интересные вам темы. Внизу экрана вы видите кнопку «Скачать программу». Это программа на два дня. Сохраните ее. Вас ждут лекции, мастер-классы, дискуссии, практические занятия, деловые игры, воркшопы, еще много полезного и интересного. Своими знаниями и опытом с нами поделятся предприниматели и федеральные эксперты в разных областях. Мы готовы начать. Сейчас мастер-класс «Ошибки начинающих предпринимателей и как их избежать». Роман Орловский, антикоуч, автор программы «600 каналов продаж» и «Метода прорыв». Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Орловский. Я рад вас всех приветствовать. Ну что, нам сегодня предстоит хорошо поработать. Сегодня мы поговорим про разные темы, в том числе мы поговорим про ошибки предпринимателей. Ошибки предпринимателей – это очень важный момент, который мы должны учитывать. Скажите, а можно кликер, чтобы работал? Ошибки предпринимателей – расскажу о себе. Я предприниматель, который занимается бизнесом, и я часто сталкиваюсь с разными ошибками. Ошибки в бизнесе бывают разные. Бывают ошибки, что мы занимаемся какими-то разными, многофокусируемся на чем-то. У нас бывают разные увлечения и так далее. Но самое главное, что бы я хотел вам сказать, первую ошибку, которую мы все с вами допускаем, что мы иногда в позиции учителя или ученика. Вот есть две позиции – учитель и ученика. А в чем отличие? Когда мы находимся в позиции ученика, мы постоянно учимся, это выгодная позиция, это готовность воспринимать информацию и сразу же ее внедрять. Я всегда нахожусь в позиции ученика, потому что я беру опыт успешных предпринимателей, бизнесменов, которые делятся, рассказывают, что у них получается, что не получается и так далее. Поэтому рекомендую вам сейчас именно одеть эту шапку ученика, потому что позиция учителя – это когда воспринимается информация, знаете, как инсайт, он пропускается. То есть вам говорят что-то, ну, про какой-то канал продаж, про какой-то лайфхак, а вы говорите, да нет, это не работает, а хотя это не попробовали, не внедрили на 100%. Я могу вам привести пример. Один из моих клиентов раскачал только один ВКонтакте, и, знаете, вот сказать, что он суперумный, вот, ну, как бы, ну, нет, я не могу сказать. Знаете, какая у него суперспособность? Быстрое внедрение. Быстрое. Он просто постоянно что-то внедряет. Он может вызвать грузовичков или Газелькин и сделать из этого транспортную компанию. Может взять, увидеть какую-то бизнес-модель и сразу же ее внедрить, сразу же сделать. Поэтому у него много бизнесов, и в его случае супер такая история – это не допускать вот эту ошибку, а быстро внедрять. То есть у него нет ни одной идеи. Что такое гипотеза? В бизнесе гипотеза – это когда, вот, мы же не волшебники, мы не знаем, что в бизнесе пойдет, какой канал продаж, какой метод подойдет. И в бизнесе очень решает, когда мы начинаем быстро все внедрять, мы начинаем действовать. Вот самая ключевая ошибка – это бездействие, вот как раз надо действовать. Третья ошибка – это ошибка, когда мы развиваемся в каналах продаж. Ошибка номер три – это мы с вами никуда не идем, у нас нет четкой стратегии, четкий план. Можно кликер мне решить вопрос? Итак, давайте еще, смотрите, я вам расскажу пример, как можно сделать бизнес, да, как можно вообще. Есть, существуют вообще разные модели, вы можете посмотреть свой бизнес у конкурентов, например. Второй тип людей – это, вот, кстати, 0,8 – это цвет красный, то есть это красный цвет моей компании, как только я вижу человек 0,8, я его сразу же увольняю. Второй тип людей – 1,0 – это люди, которые, знаете как, это люди, которые, вот вы пришли на это совещание, все то же самое сделали, и здесь 10 человек, вроде вашу задачу идеально выполнил. То есть она позвонила жене того человека, который не берет телефон, предупредила, что будет совещание, и вызвала такси тому человеку, который, ну, там, пришел, этот, он вовремя приехал. То есть вы приходите и реально спрашиваете, слушайте, ты так всех собрала, она говорит, да, действительно, я вызвала тому такси, и позвонила жене. Вроде идеальная выполнена задача, так вот, я вам открою секрет, вот это не идеально. Идеально 1,0 – это люди, которые, вот, знаете, роботы, они вот что сказали, то и сделали. Что такое идеально? Идеально – это 1,2. Вот задайте вопрос, что же такое 1,2? 1,2 – это когда вы приходите, у вас сидит 10 человек, 10 заместителей, только у вас стоит кофе, как вы любите, всем водичка расставлена, флип-чат стоит, чтобы вы могли пописать свое, о чем будут совещания, диктофон стоит, чтобы можно было всем участникам совещания выслать, тебе на 15-й минуте задание, тебе на 20-й и так далее. У всех ручки и листочки блокноты стоят. Понимаете, то есть докручивает максимально вашу задачу. То есть вы становитесь максимально суперпродуктивны. Я вот, например, даю задание своей команде, и команда сама начинает штурмить, сама начинает делать. Поэтому я могу привести пример, как можно быть 1,2 самому в жизни. Когда вы, например, приходите в ресторан с девушкой или девушкой с парнем, и с родителем, неважно, приходите и даете официанту на чай вперед. Потому что в конце давать смысла никакого нет. Потому что понравится вам или не понравится, уже смысла никого нет. А если вы дадите вперед, тем самым, скорее всего, официант вас будет обслуживать лучше. Понимаете, вот что такое лайфхаки. Когда вы докручиваете сами себе все процессы. Кликер опять у нас. Поэтому, что еще, кстати, есть еще. Это три типа людей. Здесь еще есть тоже такие пункты. Бывает, знаете, как, я встречаю очень часто, когда люди рассказывают про свои проблемы. Ну, какие-то, да, у меня там нет денег, например, да, мой бизнес плохо работает, он в минусах. Дальше они спрашивают, а почему, ну, что делать? И люди останавливаются в трех позициях. Вот вы можете на этом слайде посмотреть. Это виноваты окружающие. Например, я вам конкретный пример приведу. Я обратился к таргетологу, который, ну, прям по рекомендации очень серьезного человека, там, с мира, там, инфобизнеса. И этот человек мне порекомендовал, говорит, супер таргетолог, прям обращайся, там, прям, плати любые деньги вперед. Ну, я заплатил 300 тысяч. Я заплатил 300 тысяч и договорился, что он мне даст много лидов. Значит, у меня появилось действительно 300 лидов. Я так обрадовался, так вот, думаю, классно, 300 лидов. И, соответственно, даю своему отделу продаж, чтобы они прозвонили. И на следующий день мне отдел продаж делает сводку, говорит, все они неэффективные лиды. Все лиды по рекламе пришли, и все, нету ни одного, за что там зацепиться даже. И я, знаете как, расстроился так, вот, знаете, ну, и в позицию, знаете, какую хотел пойти. Потому что виноват этот таргетолог, да, вот это 0,8 позиция. Это виноват таргетолог, вот это он виноват, он неправильно рекламу мне настроил. Потом я пошел, думаю, да не, это я виноват, я же неправильно выбрал. Виноват я, да, это позиция 1,0, да, то есть, ну, моя вина, я там, не должным образом договор с ним не заключил и так далее. А знаете, что такое 1,2? 1,2 из этого факапа сделать урок, сделать решение, перейти к решению. Я извлек урок, что мне не нужен таргетолог и маркетолог, и перешел к решению. Сейчас я вам расскажу про решение, вы очень удивитесь. Решение как раз-таки, вот, я автор метода прорыва. Метод прорыва, это когда мы делаем большое количество лидов в компанию, в компанию за счет удаленной команды. Можно с кликером следующий слайд поставить? Благодарю вас. Ошибки следующие. Еще, еще, вот, смотрите. Я начал анализировать, как вообще стать лидером рынка, да, то есть, я допустил такую ошибку, у меня таргетологи и маркетологи поработали. И, соответственно, допустил ошибку и думал, как вообще стать лидером рынка. И нашел один очень, ну, хороший пример, когда, есть один банк, да, не буду его называть, но этот банк, он сделал акцент как раз на том, что он быстро развивался, но при этом у него нет инфраструктуры в виде отделений, еще чего-то. То есть, он не сделал на этом акцент, сейчас, конечно, есть, но раньше не делал на этом акцент. То есть, он раздавал, сделал приложение и дальше начал развиваться. И я начал смотреть, в чем его суперспособность была. Суперспособность была брать быстро людей, быстро их обучать и брать людей недорого. И, в итоге, у этого банка сейчас работает 800 ассистентов, зарплата всего 5000 рублей, представьте. 800 сотрудников, зарплата 5000. И я, узнав об этом, сделал свое направление. И у меня сейчас работает 42 ассистента, зарплата 5000 рублей. То есть, я внедряю в эту методику, когда у вас становятся ассистенты, когда у вас есть возможность, например, сформировать свою команду. Что мы делаем? Мы делаем, развиваем комплексно прокачивание. Что такое прорыв? В чем мой продукт? Я прокачиваю комплексно 600 каналов продаж. То есть, я понимаю, что их 600. И вместе с этим я делаю большой поток заявок в отдел продаж. За счет того, что мои ассистенты с разных аккаунтов, у каждого ассистента по 5 аккаунтов, они отправляют сообщения целевой аудитории. То есть, они просто пишут по разным туннелям. Туннели существуют, мы нашли 18 туннелей. Это могут быть организаторы мероприятий. Это могут быть прямые эфиры с блогерами. Это могут быть заказы рекламы на ваш бизнес и так далее. Плюс самое важное, что мы делегируем все задачи, и наша команда сама все развивает. Поэтому, друзья, хотел бы перейти дальше. Да, перейти дальше. Значит, что еще я хотел бы сказать. Существуют разные типы задачи. Экран пропал. Существуют разные типы задачи. Есть задачи трех типов. Я решаю в своей компании только задачи трех типов. Первый тип – это задачи класса А. Это где есть деньги. Это создание франшизы. Это развитие каналов продаж. Привлечение инвесторов и так далее. То есть, задачи, где есть максимальные деньги. То есть, на них нужно фокусироваться. Задачи класса Б, где денег нет. Там средние деньги – это продажи, это развитие какого-то сервиса и так далее. И задачи класса С – это пост в Инстаграме. Это встреча какая-то с подрядчиком. То есть, смотрите, вы можете фокусироваться только на задачах класса А, где есть деньги большие. На всех других задачах фокусироваться необязательно. То есть, наше время, у нас его время – это сколько? 10 рабочих часов в день. То есть, мы можем это время потратить на то, чтобы согласовывать какой-то пост. А можем это время потратить, чтобы создать инфопродукт, записать какой-то курс, сделать какую-то коллаборацию с блогером, какую-то мощную, которую принесет 100 клиентов. Инвестируйте свой 1 час времени в 100 клиентов. Сделайте так, чтобы у вас было большое количество клиентов, при этом ваше время было ваше, предоставлено вам. Вы лучше смотрите, можно час по-разному провести. Вот я, например, свой час общаюсь с вами, с большой аудиторией. То есть, я провожу его так. А некоторые проводят консультацию одну в Zoom. Представьте, да, вот разница. Вот вы также можете. То есть, выступить, например, на какой-то большой конференции. Это своего рода инвестиции. Вы правильные инвестиции сделаете. И если ваше время будет состоять как раз-таки из этих часов, то вы сможете правильно вырасти. У меня, знаете, пример такой был. У меня один мой клиент пригласил меня в офис. И мы начали с ним работать, общаться. И он говорит, что про меня скажешь. И я, знаете, как начинаю с ним разговаривать. И он такой мне спрашивает, а вот про Инстаграм что скажешь и так далее. Я начинаю ему углубляться в этот Инстаграм, все ему показывать. Говорит, вот здесь это не то, тут не то и так далее. И, а знаете как, а он мне в конце, знаете, так вот останавливает, говорит, вот посмотри. Вот видишь у меня здесь, там, там, показывает, ну там суммы называет. Вот здесь у меня такая сумма на карте, на этой карте такая сумма, на этом счету такая. Вот открываешь недвижимость, у меня 200 помещений, 100 квартир. Какой Инстаграм? То есть он мыслит именно глобально. Он мыслит, как можно бизнес сделать, какие точки роста. Например, ему мы, вообще я ему порекомендовал создать свою криптовалюту, свой токен. То есть его точка роста. Он там выпускает одну продукцию, которая позволяет, ну не знаю, инновационная. То есть как точку роста развития, привлечения инвесторов. То есть создание как раз-таки таких моделей, чтобы стать вот как раз-таки топ-лидером рынка. Чтобы была возможность завоевать все. То есть тратьте свое время с пользой. То есть не делайте те действия, которые не приносят результатов. Занимайтесь только задачами класса. Если бы я это понял в свое время, то многие процессы, я бы даже в них не тратил в свое время. Инвестируйте свое время правильно. Делайте, если есть возможность, делегируйте. Очень важно, когда вы делегируете все свои задачи, что у вас нет ни одной задачи, которую вы делаете. Я, например, если взять мой образ жизни, я ничего не делаю сам. У меня все процессы делегируются, абсолютно все. Начиная от заказа автомобиля, гостиницы, написания письма, организации встречи, проведения прямого эфира, выступления. Все абсолютно. То есть у меня есть, существует у меня 42 менеджера, которые каждый менеджер у меня курирует какое-то направление. У меня есть чек по отзывам, у меня есть чек по инстаграму, по фейсбуку, по телеграму, по яндекс.директу, по гугл.дворцу. По организации оффлайн мероприятия, онлайн мероприятия. Целая система. То есть я разгружен. Я даю возможность себе заниматься задачами класса А. Потому что задачи класса Б и С, они не приносят никакого результата. Поэтому, друзья, опять кликер у нас тут что-то. Поэтому, друзья, мой совет, это как раз таки не допускать ошибки, которые мы проговорили с вами. Плюс действовать с позиции, смотрите, есть позиция альфа, позиция бета на любых переговорах и так далее. Делайте с позиции альфа. Сейчас я вам расскажу про свой кейс. У меня сейчас работает 40 ассистентов. Каждый из них курирует свое направление. Лучший ассистент приносит мне в компанию 1,6 млн рублей. А плачу ему всего 40 тысяч. То есть представьте, я с процентами назвал. То есть вот это реальные девочки, которые работают у меня, и вы их тоже можете также найти. Это всего лишь нужно сделать первый шаг, дать объявление, разместить и, соответственно, нанять такого человека. Зарплата 5 тысяч рублей. Для многих моих слушателей это, наверное, шок. Все не понимают, что это за деньги. Такие деньги невозможно платить. Нет, действительно, это так и есть. Здесь на этом слайде пример текста объявления, что действительно сотрудник работает за 5 тысяч. И посмотрите, какое количество желающих прямо здесь сейчас откликнуться на эту вакансию. Больше 2 тысяч. То есть это 2 тысячи человек в Санкт-Петербурге готовы стать вашими ассистентами всего за 5 тысяч рублей. И вы тем самым покупаете свое время. То есть вы тем самым делаете это. Я сейчас вам покажу на этом слайде, как они выглядят. Это реально мои девочки, которые у меня работают. Каждая из них курирует какой-то канал продаж. Кто-то по Trello. Кстати, Trello, кто-нибудь знает, что такое Trello? Trello – это суперпланер, бизнес-планер, который вы можете использовать. Он вообще бесплатный. Вы можете прямо сегодня скачать Trello и вести все свои дела, все свои команды. Здесь могут быть и ваши подрядчики, здесь могут быть и ваши сотрудники, ваше само расписание. У меня, например, расписание все там. У меня приходят уведомления, когда у меня какая встреча, с кем, описание, я подвожу итог. То есть это по сути СРМ только легкой форме, которая быстро внедряется. У меня, кстати, сертификат Trello, что у меня лучшая компания. Я его внедрил, я его внедрил, давно, знаете, как его внедрил? Тоже инсайт. Я просто поставил девочку, которая била в это Trello. Она постоянно развивала Trello, Trello, Trello. То есть она каждый день занимала задачи, зарплата всего было 5000 у нее. То есть и она мне за три месяца сделала такие результаты. Поэтому вот, друзья, как это работает. Опять кликер. Что можно, следующий слайд можно. Что же мотивирует сотрудников работать за 5000 рублей? Первое. Я нашел ту целевую аудиторию, которая готова работать за небольшие деньги, при этом они получают перспективы развития. Я вам приведу пример, когда у меня сотрудница работала на франшизе. Я ее поставил администратором по франшизе, зарплата 5000. И она начинает заниматься франшизой. Бьет, 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 разбирается, смотрит YouTube, как сделать брендбук, как найти франшизе партнеров, как сделать бибосик, как сделать франшизу.ру, какие рекламные кабинеты, как таргет на инвесторов, как вести переговоры с инвесторами. Ну, все абсолютно по франшизе. Только он бьет в эту франшизу. И получился такой момент, даже логически подумать, если вы человека посадите, например, в среду какую-то, ребенка маленького, посадите в какую-то китайскую семью, например, через какое-то время он заговорит на китайском языке. Здесь происходит то же самое. То есть мы садим девочку в франшизу, и ее задачи были по франшизе. За это время она мне принесла в компанию порядка 700-800 тысяч рублей. И била по франшизу. И через 3,5 месяца создала огромную методологию по франшизе, прям, ну, очень большую, подробную. И в этой методологии я передаю всем клиентам, они говорят, слушай, как ты это собрал вообще? Мы там в разные компании, экспертом, профессионалом обращались, даже у нас половины такого нет. Самое интересное, что эта девочка пошла устраиваться на работу в крупную компанию по продаже готового бизнеса, которая занимается франшизами каждый день. И вышел коммерческий директор, позвал собственника этой компании, и вообще спросил, кто ты, откуда ты все это знаешь? У меня 50 человек в компании работает, мы половины не знаем, что ты там нам рассказываешь. Говорят, мы хотим тебя пригласить на должность нашего партнера за 350 тысяч рублей оклада. То есть она выросла, они спросили, где ты раньше работала, потому что ее знания вообще уровня 80. Это первая мотивация, то есть они постоянно растут. У другой моей девочки, у нее маркетинговое агентство свое, у третьей СММ, то есть я их выращиваю, то есть у меня делают так. Вторая история, что они, знаете, как представьте, если девочки находятся в декрете, у них все время с ребенком, они хотят выйти из этого, знаете, как из домашних дел, им надо отвлечения чем-то на работу реальную их не устроить, поэтому им только такой вариант удаленной подходе. И второе, третье еще, это новое окружение, это окружение женщин, которые тоже, кликер, следующий слайд, это окружение людей, которые тоже мамы в декретном отпуске, чтобы эти мамы могли взаимодействовать друг с другом. У меня, представляете, каждый день, каждую ночь у меня по 300 уведомлений в телеграме идет, что моя команда что-то штурмит, что-то внедряет за меня, понимаете? То есть вот в чем кайф, когда люди работают за тебя, и они живут твоим продуктом. Какая у меня миссия? Моя миссия, это помогать предпринимателям, нашим клиентам автоматизировать все эти процессы, развивать 600 каналов продаж, нанимать таких сотрудников недорогих, делать потоки в их каналы, в их отдел продаж. И вторая моя миссия, это устраивать на работу мам в декретном отпуске. Это очень важно, потому что этот, следующий слайд, да, это очень важно. Поэтому, друзья, я вам сегодня подготовил сюрприз. Я вам подготовил сюрприз. Сегодня я вам дам, расскажу сейчас еще про несколько клиентов. Сегодня я вам дам сюрприз, полезные материалы. Вы в самом последнем слайде, где у меня будет. В этом сюрпризе вы можете скачать полезные материалы по Trello, гайды и так далее. То есть там будет этот, расскажу про кейсы моих клиентов. Кейс моего клиента это 200 ассистентов. Он создал компанию из 200 ассистентов, его расходы родные 1,74. Среди моих клиентов есть и VIP-клиенты. Это Алексей Воронин, это известный парень, он мужчина, он зарабатывает за одну консультацию 2,5 миллиона рублей. Поэтому достаточно серьезный эксперт. Ему понравилось, что его зарплаты на сотрудников будут сокращаться. Это первое. Второе, он может добавить к топ-менеджерам своей компании, где зарплаты по 500 тысяч рублей. Он может добавить ассистентов недорогих, которые могут разгрузить топ-менеджер. То есть этот инструмент достаточно интересный. Ну что, друзья, у нас здесь есть блок вопросы. Мы можем сейчас, если есть возможность, техническая с чата посмотреть вопросы. Если не можем, мне написали в директ вопросы по как внедрить эту систему. Значит, внедрение происходит следующим образом. Мы с вами работаем на протяжении какого-то времени и внедряем пошагово, постепенно. Но это уже не тема нашего сегодня. Ну что, друзья, я вам сегодня подготовил специальный бонус. Наводите на этот QR-код, который есть на экране, и скачивайте полезные чек-листы от этого мероприятия. От себя я хочу сказать последнее. У вас будут сейчас 2 минуты на этом. Кто не скачал, те 0.8. Так что, друзья, обязательно скачивайте. Что хотел бы вам пожелать. Так как вы наше подрастающее поколение, вы на наши, знаете как, на наши надежды. Я вам желаю искренне создать бизнес, тот, который будет первое экологичный. Чтобы у вас была миссия именно экология, чтобы вы не делали бизнес ради денег, а делали бизнес, который вас будет зажигать, который будет давать вам энергию, которые будут люди, ваши клиенты будут говорить вам спасибо. Это очень важно, когда мы делаем то, что нужно нашим клиентам. Второе, что я хотел бы вам пожелать, это сделать так, чтобы вашим сотрудникам было комфортно работать. Потому что, представьте, сотрудники проводят большую часть жизни своей у вас на работе. Создайте им всю инфраструктуру, создайте для них разные путешествия, разные обучения, повышение квалификации. Будьте один и два для своих сотрудников. Создайте, сделайте, чтобы вы были лучшим руководителем. Выстроите систему. И третье, что я вам хочу сказать, это начните действовать. Начните действовать, возьмите и просто делайте. Просто делайте. Вспоминайте вот этого человека, который имеет огромное количество помещений, квартир и миллионов, может быть миллиардов. Только потому, что он действует. Он не откладывает на завтра. Он не говорит, что я тут ошибся, виноват кто-то. Он просто берет и действует. Просто начните действовать. Делайте, и у вас все получится. Поэтому, друзья, я заканчиваю наше выступление. И хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пожелать вам и вашим близким только всего хорошего. И с вами был Роман Орловский. До встречи в следующий раз. Трек продажи. Практическая лекция. Шесть ключевых инструментов управления отделом продаж. Система в отделе продаж. Спикер Иван Тюрин. Основатель Big Sales Boss. Соучредитель SBK Capital Group. ВИП-аналитик в ДНК-система. Эксперт по управлению продажами. Бизнес-тренер. Бизнес-консультант. Я хочу выразить вам свою благодарность. Задумайтесь на секунду о том, какие вы все молодцы. Вы сейчас находитесь в том моменте, когда занимаетесь своими знаниями, занимаетесь развитием. Вы большие молодцы, и я вам вооружаю свою благодарность. Вы вкладываете в время, самый ценный ресурс, в свое развитие. Поэтому поставьте плюсик в знак уважения самих себя и тех людей, которые также смотрят эту трансляцию. Кстати, умение ставить плюсики сегодня нам пригодится. Мы с вами будем общаться в таком интерактивном режиме. Итак, как я сказал, меня зовут Иван Тюрин. И моя миссия – это помогать руководителям и собственникам компаний получать удовольствие от управления отделом продаж. Кстати, первый вопрос. Как вы думаете, что приносит собственнику или что может принести собственнику или руководителю максимальное удовольствие? Поставьте, пожалуйста, свои варианты в комментариях. Что приносит собственнику удовольствие? Итак, получаем комментарии. Спасибо. Важно понимать, что основные способы доставить собственнику удовольствие, в принципе, как и любому другому человеку, это два всего лишь элемента. Первое – это время. Второй элемент – это деньги. Так вот, система в любом деле, в бизнесе или конкретно в отделе продаж – это как раз тот самый инструмент, который повышает прибыль, то есть добавляет деньги, без увеличения затрат. Да, это важно. И точно так же может высвобождать время. То есть, смотрите, вы собственник, вы работаете, и раз, вы ничего особо вроде бы не изменили, но у вас стало больше времени. Или вы ничего особо не изменили, не добавили денег на рекламу, но у вас стало больше прибыли. Вот это и есть система. Маленькие всякие штучечки мы вставляем в процесс, и процесс дает большую эффективность. Вот об этом мы сегодня поговорим. Кстати говоря, сегодня у нас тема 6 ключевых инструментов управления отделом продаж. Смотрите, коллеги, всего инструментов гораздо больше. Но сегодня мы поговорим про 6, 6 самых важных, без которых, в принципе, невозможно представить управление. Поэтому это как такие ясли, да, это базовый уровень рельсы. То есть, если вот этих инструментов, о которых мы сегодня с вами говорим, у вас нет в отделе продаж, значит, можно точно сказать, что ваш отдел продаж не системный. Итак, поехали. Кстати, следующий вопрос. Поставьте, пожалуйста, плюс те, кто так или иначе связан с продажами. Либо вы менеджер по продажам, и наверняка хотите стать руководителем. Либо вы руководитель, и у вас есть подчинение сотрудники, и вы управляете отделом продаж. Либо вы собственник компании, в которой есть отдел продаж, и вам тоже близка эта тема. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мы понимали, сколько у нас аудитории, кому интересна данная тема. А мы начинаем. Точнее, продолжаем. Так, а вот что-то не работает. Так, у нас технически небольшая проблемка. Надо нам переключить дальше слайд. Сейчас он переключится. Так, сейчас мы решаем проблемку, вот, небольшую. Нам нужно починить кликер. Пока мы занимаемся устроением этой проблемы, еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что мы сегодня говорим про 6 ключевых инструментов управления отделом продаж, без которых представить систему в отделе продаж, в принципе, невозможно. Вот вы видите на этом слайде небольшое представление обо мне. Всю информацию обо мне подробно можно почитать в Инстаграме. Не хочу сейчас ваше драгоценное время тратить. Важно отметить следующее, что я практик. Я не тот человек, который там, начитался книжек или насмотрелся фильмов и пришел вам рассказывать, как правильно жить. Я человек, практик, у меня сегодня 3 действующих бизнеса, в которых я выстраиваю отделы продаж. У меня есть очень большой пул клиентов. И я, будучи менеджером по продажам, вошел в топ-30 продавцов России и СНГ в компании и в России. Вот видите, даже на фотографии я тоже поднимаю руку. Итак, идем дальше. Значит, следующий момент. С чего начинаются основные элементы или первый инструмент? Мы сегодня говорим про 6 инструментов. Первый инструмент – это ключевые показатели. Если мы с вами не понимаем, как оценивать, точнее даже, что оценивать в отделе продаж, мы не можем управлять. То есть, если мы не понимаем основную метрику, то очень тяжело управлять. Поэтому первое, с чего начинается работа в отделе продаж – это управление на базе показателей. То есть, соответственно, следующий слайд у нас идет про то, что ключевые показатели… Смотрите, важно понимать, ключевые показатели – это как счетчик квартире, как панель приборов. То есть, если вы не понимаете температуру в своей квартире, например, или в автомобиле, вот у вас датчик работает, то вам тяжело понимать, как работает эта система. То же самое с ключевыми показателями. Нам очень важно понимать, как они работают. Кликер у нас до сих пор не починился, к сожалению. Да, сейчас кликер заработал. Итак, смотрите, коллеги, показатели бывают трех видов. Это финансовые показатели, это деньги в кассе. То есть, обычно показатели финансовые смотрят все. Все их знают, это деньги в кассе, выручка. Но вот дальше уже интереснее. Следующие показатели – это качественные. Качественные показатели – это те показатели, которые определяют эффективность. Например, конверсия, средний чек и так далее. И следующий тип показателей – это количественные показатели. Для того, чтобы нам с вами понимать, можем ли мы выполнить план по деньгам, нам нужно понимать, сколько нам нужно сделать звонков, сколько нам нужно отправить коммерческих предложений, сколько нам нужно сделать сделок и так далее, и так далее. То есть это промежуточные показатели, какой у нас прогноз по этим показателям. И, конечно же, процент выполнения плана. Вот когда по каждой циферке, по каждому ключевому показателю, который мы на предыдущем шаге с вами определили, вы получаете каждый вечер три такие магические цифры в пассивном режиме, да, помните, то у вас уже начинает вырисовываться управляемая система. Идем дальше. Смотрите, важно понять, какие есть плюсы. Ну, для руководителя мы уже все плюсы обозначили, но сотрудник, который каждый вечер заполняет отчет о своей работе, он каждый вечер смотрит на ту планку, которой он придет в конце месяца. Только вдумайтесь, сотрудник, я сам был сотрудником, я сам был менеджером, я все равно не так часто анализировал свои показатели. Здесь же с помощью отчетности каждый сотрудник будет смотреть на свои цифры и понимать, куда он придет. Поэтому отчеты это второй инструмент, он очень важный. Идем дальше. Следующий инструмент, третий, это планерки. Планерки в отделе продаж. Это регулярные, ежедневные собрания. Следующий инструмент у нас планерки. Регулярные собрания, без которых нельзя представить дисциплину в отделе продаж. Дисциплина в отделе продаж это основа работы. Очень часто я слышу, а зачем проводить планерки, мы будем лучше это время тратить на работу с клиентами, мы будем это время продавать. Но с планеркой та же самая история, как с отчетами. Смотрите, если мы говорим про структуру планерки, то она очень короткая по времени, но очень важна. Там всегда есть разбор тех цифр, которые мы с вами разобрали на предыдущем этапе, на отчетности. То есть каждое утро я начинаю с того, что я смотрю отчеты, которые я получил и их анализирую. Буквально 5-10 минут для того, чтобы мне разобраться, что мне как руководителю сегодня нужно будет делать. Второе это разбор основных полетов, назовем их так, скрипты, возражения, текучка такая в отделе продаж и конечно же мотивация. Мы как руководители должны мотивировать сотрудников на то, чтобы они работали, чтобы они были заряжены на работу. Особенно это важно в отделе продаж. В отделе продаж нельзя просто на ровной энергии делать результат. В отделе продаж всегда должен быть драйв, всегда должна быть энергия. Поэтому мотивация здесь обязательно важна. Но при этом 15 минут в день и вы синхронизируетесь с командой, у вас есть ежедневные точки и у вас есть хороший качественный синхрон с командой. Как-то один из клиентов мне говорит, ну у нас раз в неделю нам достаточно. Но раз в неделю недостаточно, друзья. По одной простой причине, что вы узнаете о каких-то проблемах только через неделю. Представим, вы провели в понедельник такое собрание, во вторник происходит какая-то ситуация, менеджер там как-то начинает проседать, еще что-то. И вы только через неделю об этом узнаете. Если вы с ним встречаетесь каждый день, вы видите, что он выгорает или там болеет или что-то с ним происходит. Поэтому очень важно проводить планерки. Особенно, особенно, если у вас удаленный отдел продаж. Итак, двигаемся дальше. Что еще нам важно знать? Следующий инструмент, уже четвертый. Это система мотивации. Вот это, друзья, смотрите, давайте сделаем небольшой, как сказать, подыток. Подведем, да? Смотрите, мы с вами определили ключевые показатели. Мы с вами определили отчеты, которые нужны по этим ключевым показателям. И мы с вами сделали планерку, которая позволяет дорабатывать отчеты, дорабатывать работу на базе отчетов. Вот эти три блока, показатели, отчеты и планерки, это и есть первый треугольник такой, системность, да, в отделе продаж. Идем дальше. Для того, чтобы сотрудники были эффективными. Потому что нужно понимать, сотрудник это человек, который тратит свое время на вашу компанию. Он хочет получать какой-то взамен результат. Поэтому мотивация должна соответствовать целям компании. Теперь вопрос. Вам, пожалуйста, напишите, какие цели компании. Напишите прямо в комментарии, какие цели у отдела продаж бывают. Вот какие цели. Мы с вами уже разобрали немного. Интересно, сможете ли вы догадаться, какие цели есть в отделе продаж. Или какие вы ставите цели. Пока вы думаете, я скажу небольшую подсказку. Цели это и есть ключевые показатели. Вот и все. Смотрите, как все просто. Мы с вами определили ключевые показатели. Мы их и должны ставить в мотивацию. То есть сотрудник отдела продаж, он должен быть заинтересован в том, чтобы выполнять те цели, которые мы с вами поставили для отдела продаж. Поэтому мы ключевые показатели все переносим в мотивацию. И дальше у нас идет следующая история. Смотрите, важно еще в мотивации понимать, что в мотивации могут быть грейды. То есть в любом, в любой должности. Например, один из моих клиентов говорит, а какие у меня могут быть грейды? У меня просто менеджер и все. На самом деле все достаточно просто. Первый грейд это грейд стажер. Второй грейд, который может быть, это обычный грейд, как раз менеджер. И третий грейд это грейд эксперта. То есть человека, который уже достиг больших результатов и он уже может идти дальше. То есть, соответственно, таким образом мы получаем готовую систему, в которой сотруднику сразу понятно, что у него есть перспективы. То есть он заходит на стажера, но он понимает, что ему там нужно побыть менеджером, потом стать еще каким-то экспертом. То есть текучка в таком отделе продаж, она сильно ниже, чем если у нас просто человек приходит и ему там дают менеджера. Сейчас мы с вами вернемся на один слайд назад. Я хочу рассказать, как выглядит структура мотивации. Это очень важно. Значит, смотрите, в структуре мотивации есть следующие блоки. Так, сейчас, да, вот смотрите. Это фикс. Фиксированная часть оклад. Это ведро. Кстати, поставьте плюсик, кто знает, что такое ведро. Обычно никто про это не знает, никто это не делает. И очень часто меня спрашивают мои клиенты, ученики про то, нужно ли штрафовать менеджера отдела продаж. Кстати, еще один интерактивный вопрос. Как вы считаете, нужно ли вводить штрафы в отделе продаж? Пока вы отвечаете, я вам сразу даю подсказку. Штрафы вводить не нужно, но должен быть обязательно, обязательно бонус за бескосячную работу. Смотрите, это по сути, если так разобраться, тот же самый штраф, но он работает совсем по-другому. Мы даем ведро, некоторую финансовую часть, из которой мы потом вынимаем уже денежки. То есть, менеджер в начале месяца получил 5000 рублей, и если он совершает ошибки, нарушения, то мы из этих 5000 потихонечку вычитаем. Дальше у нас есть KPI. Это промежуточный результат. Опять возвращаемся к нашим ключевым показателям. Это звонки, встречи, количественные и качественные показатели. И бонус от продаж это финансы, то есть деньги. Смотрите на слайд, как происходит распределение 20% фикс, 10% ведро, 30% KPI и 40% объем от бонуса продаж. То есть, вот таким образом мы должны распределяться. Итак, идем дальше. Пролистываем все слайды и возвращаемся к пятому инструменту, который уже говорит про качество работы самих менеджеров. Обратите внимание на эти три волшебных слова. Топ преимущества, банк возражений и скрипты. Топ преимущества обычно никто не знает, что такое. Хотя это самое главное. Смотрите, друзья, вот эти три инструмента, они как раз здесь запечатлены в порядке приоритетности. То есть, первое преимущество, это то, что должно быть описано в вашем отделе продаж. То есть, если вы продаете продукт менеджер, знаете, как раньше говорили, как отче наш. То есть, менеджер должен наизусть знать все преимущества своего продукта и уметь их объяснить. Теперь банк возражений. Банк возражений это такой файл, в котором собраны все возражения. Смотрите, вы же знаете, если вы связаны с продажами, вы знаете, что все возражения в отделе продаж повторяются. Но нет такого бизнеса, где каждый раз новые возражения возникают. Есть какая-то группа возражений, которые повторяются раз от раза. И для того, чтобы мы с вами стали более системными, мы просто берем, выписываем все возражения. На каждое возражение даем несколько отработок, минимум 2-3. Если у вас нет для этого опыта или таланта, наймите человека, который занимается скриптами. Он вам это сделает за какой-то смешной бюджет, но у вас будет готовый файл. И вот эти два документа, преимущества и возражения, мы с вами и обсуждаем на планерках. То есть у нас простая ситуация на планерке. Я говорю, Маш, какое у нас главное преимущество? Папа-папа рассказал. Петь, возражения дорого, как отрабатывать? И все. Вот таким образом и должна каждое утро происходить летучка в отделе продаж. Итак, сейчас мы подробнее разберем эти все инструменты, идем дальше. Значит, смотрите. Топ преимущества. Это документ, в котором собраны все основные преимущества компании. Но не только преимущества компании, как там типа то, что нам понятно и так. Ну, например, компания 20 лет на рынке. Это преимущество? Ну, вроде бы да. Но, допустим, я клиент, мне менеджер говорит, у нас компания 20 лет на рынке. Я говорю, а мне-то что? Ну, 20 лет, здорово, а мне 30 лет, и чего? Вот преимущество, это когда характеристика превращается в выгоду. То есть, мы пишем в один столбец характеристики, например, 20 лет, бесплатная доставка, гарантия возврата. То есть, там, я не знаю, только проверенные поставщики. Это ваши преимущества, это то, что у вас есть в бизнесе. А другой столбец, это выгоды. Почему это преимущество, почему это характеристика? Будет интересно клиенту. Например, мы работаем более 10 лет, значит, у нас уже есть опыт решения самых сложных кейсов, там, так далее, так далее. Вот это все и должен знать менеджер. Поэтому первый документ, без которого просто нельзя вообще запускать, а для продаж работы, это то преимущество. Поставьте плюсик, у кого есть такой документ, то преимущество. Обычно мои клиенты говорят, что такой документ есть где-то на сайте, либо в презентации какой-то, ну, либо его вообще нет. Вот если он у вас есть где-то, возьмите, сделайте его отдельно и каждый день, каждое утро менеджеры должны прогонять этот документ, чтобы это отлетало от зубов. Это первое. Поэтому, когда мы строим отделы продаж, когда мы добираемся до уже работы с людьми, сотрудниками, с менеджерами, то я всегда говорю, дайте мне преимущество. Если менеджер плохо знает товар, он, но знает хорошо преимущество, он сможет продать. Но если он не знает преимущество, ему будет тяжело, он сам не верит в продукт, ну, в общем, это большая проблема. Идем дальше. Банк возражений. Вот, кстати, пример, как выглядит преимущество. Итак, идем дальше. Банк возражений. Банк возражений, как я и сказал, это таблица, в которой видно все основные отработки возражений. Подумайте только, как сильно это экономит энергию вашу и ваших менеджеров, когда вы видите, что все возражения собраны в одном месте. Я часто вижу такую проблему и в вашем отделе продаж, если вы не делали никогда тайного покупателя, вот просто попросите своего знакомого, чтобы в ваш отдел продаж кто-нибудь позвонил. И дайте возражения, вот смотрите. Да, у вас все круто, но это была самая лучшая презентация, Иван, но я пока буду думать, я пока не готов покупать. И 90% менеджеров говорят следующую фразу. Хорошо, Иван, как надумаете, звоните. Почему? Потому что они не умеют отрабатывать возражения. И мне клиенты часто говорят, мои менеджеры не умеют работать с возражениями. Я говорю, окей, а у тебя есть файл, в котором все возражения собраны, и ты им показал, как это делать? Он говорит, нет. Я говорю, так сделай. И вы то же самое сделайте, друзья, если у вас нет. Если у вас есть, поставьте плюс у кого есть, я эти плюсы обязательно скопирую, потому что вы суперкрутые, молодцы, вы красавчики, если у вас есть такой документ. Идем дальше. Смотрите, следующий документ у нас это скрипт. Все знают это слово. Если посмотреть на Яндекс.Запросы, наверное, скрипт это самая популярная история. Мы не будем глубоко сюда залезать. Это отдельный тренинг, отдельный семинар, отдельная тема про скрипт. Но очень важно соблюдать структуру. Смотрите, в нашем скрипте всегда должно быть приветствие. Это основа. Вот я часто, когда делаю, провожу аудит отделов продаж, я звоню в компанию и вижу, что приветствие происходит по-разному. Кто-то говорит, добрый день, здравствуйте, меня зовут Иван, компания такая. Кто-то говорит, компания такая-то, я менеджер такой-то, работаю с тем. То есть это всегда то в лес, то в огород. Если вы потратили какое-то время, но выбрали идеальное приветствие, как в вашей компании должно быть, и заставили, обучили менеджеров, чтобы они всегда начинали одинаковый разговор, это сильно повышает конверсию. Это сильно помогает увеличить результат. Следующий момент, это выявление потребности и задавание вопросов. Здесь обычно проблем не бывает, это ваш профильный список вопросов. Следующий момент, которого почти нигде нет, это резюмирование, вообще просто про него забывая. Что такое резюмирование? Смотрите, друзья, мы с вами, допустим, созвонились, вы там оставили заявку, или я вам звоню по-холодному. Я говорю, добрый день, здрасте, здрасте, меня зовут так-то, так-то, я помогаю, то-то, то-то, с кем можно об этом поговорить? Вот со мной, отлично. Я говорю, скажите, у вас есть отдел продаж? Да, сколько человек, то-то, да. И дальше, когда я выявил потребность, я должен обязательно сделать резюмирование. Что такое резюмирование? Я говорю, и так и вам, мы с вами поговорили и выяснили, что вам, у вас вот это, вот это, у вас вот это, вот это, вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Верно? Вот этот вопрос очень важен. Я говорю, верно? Правильно я вас вообще понял? И клиент говорит, да. Да, и теперь это такой, знаете, как вот в играх, кто играет, компьютерные игры, есть такое понятие чекпоинт, вот это мы здесь сохранились. Все, вот та предыдущая работа сохранилась, мы зафиксировали, мы сделали что. И потом мы говорим клиенту, Иван, вы сами сказали, что вам надо вот это, вот это. Хотя он просто сказал, да, это и есть резюмирование. Ну и дальше презентация по потребности, не будем сюда углубляться. Когда мы сделали резюмирование, мы говорим, Иван, как вы и говорили, и вам нужно там, допустим, вот это, у нас в продукте это есть. Иван, вы говорили вот это, вот эта характеристика продукта закрывает вот эту потребность. То есть презентация, она и идет на базе резюмирования. Если вот это все сделано правильно, то возражений уже будет меньше. Ну, конечно же, возражения, возражений не бывает там, где нет продажи. То есть вот в Ашан приходишь, кладешь на вот эту ленту, пик-пик, да, это обычная отгрузка, это не продажа. И если вам клиент звонит и говорит, куда перевести деньги, это не продажа, это отгрузка. А там, где клиент говорит, я буду думать, я буду выбирать, вот там и начинается продажа. Поэтому возражения, это неотъемлемая часть любой продажи. Но мы уже с вами поговорили, как работать с возражениями, сделайте банк возражений. Ну и идем дальше. Финальный инструмент, вишенка на торте, которого практически вообще ни у кого нет. Но он настолько легкий, настолько необходимый. И для меня несколько лет назад это было просто безумным открытием. Я тогда был директором розницы. У меня было более 10 руководителей отдела продаж. И я, представьте, сам контролировал работу менеджера. Ну как контролировал? Частично. Но это было настолько неэффективно. Сегодня мы уже четко понимаем, что в бизнесе, в отделе продаж должна быть система контроля. Система контроля это менеджер, который системно. Что значит системно? Руководитель как контролирует? Сегодня есть время, прослушал звонок. Или у менеджера упали показатели, начинаю туда слушать. То есть это не системно, это по наитию, по вызову. Стихийно еще это говорят. Но системный отдел продаж это когда есть менеджер. Как правило на удаленке. Который несколько часов в день тратит на то, что он прослушает разговоры, заносит результаты прослушки в таблицу. И это и есть системный контроль. Руководителю теперь не нужно бежать кого-то контролировать. Смотрите, он открывает таблицу и видит все контрольные точки. Причем стоимость такого менеджера может быть 5000 рублей в месяц. Смотря какая у него нагрузка. То есть если у вас небольшой отдел продаж, и вы думаете, ой, нам это дорого, нам это не надо. Это не так. Вы можете нанять менеджера на проектную работу за 5000 рублей в месяц. Он будет там 2-3 часа в неделю прослушать. Но это будет системно. И у вас перестанет болеть голова по этому поводу. Поэтому смотрите, друзья, резюме. Если в вашем отделе продаж нет какого-то из этих инструментов, включая последний, да, система контроля, то ваш отдел продаж просто нельзя назвать системным. Это и были все главные инструменты контроля. Да, еще важно сказать, ну, наверное, чуть-чуть сделать акцент на том, что естественно, естественно, контроль, чтобы был, да, необходима инфраструктура. Это телефония обязательно. И важно, смотри, друзья, поставьте плюс, или, ну, давайте плюс, раз мы его сегодня ставим. Поставьте, пожалуйста, плюс у кого нет телефонии в отделе продажи. Посмотрите, друзья, те из вас, кто сейчас поставил плюс, вам срочно нужно ставить телефонию. Телефония ставится легко, это очень доступно по деньгам и это очень эффективно. Потому что телефония это прослушка, это количество звонков, это время звонков, это аналитика. И телефонию сделать легко. СРМ сложнее, да, СРМ сложнее сделать, но тоже нужно. Тоже нужно обязательно. Нет такого бизнеса, в котором СРМ будет неэффективно, не рентабельно. Конечно, нужен хороший настройщик, это обязательно. Но, тем не менее, СРМ необходимо. Вот, если мы с вами поговорим про систему еще раз, вот если вы посмотрите на табличку на предыдущем слайде, вы увидите, как выглядит система контроля в отделе продаж. То есть, это обычная табличка, туда заносятся данные и она выдает вот такой результат. Смотрите, там Иванов, Петров, мы видим у Иванова эффективность, у Петрова, у Сидорова на каких этапах. Представьте, как круто. Вы руководитель, у вас каждый день такая табличка есть, вы видите, кто из менеджеров проседает, у кого на каком этапе проблемы. Это очень здорово, это очень удобно и самое главное, это безумно эффективно и абсолютно доступно, как я и сказал. Итак, друзья, мы с вами подошли к концу. Вот это и были 6 главных ключевых инструментов в отделе продаж. Обязательно заходите в мой инстаграм, вот здесь вот есть ссылка, меня можно найти. Мой аккаунт называется Big Sales Boss, понимаете, как это переводится. Мы очень любим продажи, очень любим помогать и в моем инстаграме очень много полезной информации про систему в отделе продаж, про фишки разной в отделе продаж, поскольку я практик, этого очень много. Не забывайте подписаться на аккаунт Росмолодежь Бизнес. Это аккаунт нашего организатора, который позволяет вам абсолютно бесплатно, доступно получать информацию от самых топовых, самых лучших спикеров современности нашей страны. Поэтому, друзья, я вас жду в своем инстаграме. Подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Росмолодежь Бизнес. Встретимся с вами в онлайне. Пишите мне в директ, если у вас есть какие-то вопросы по моему сегодняшнему выступлению, либо по вашим каким-то ситуациям, кейсам. Я с удовольствием всем отвечаю. Не всегда быстро, понимаете, загрузка. Но, тем не менее, всегда рад любому интерактиву, любому общению. Поэтому, друзья, я вам жму руки. Очень рад сегодня был быть с вами. И еще раз выражаю вам свою благодарность за то, что вы свое бесценное время тратите на развитие. Друзья, мои аплодисменты вам. Спасибо большое. До встречи. На связи. Пока-пока. Друзья, мои аплодисменты вам. Сегодня мы разберем с вами два кейса, которые типовые, на примере которых вы поймете, что это все не случайно. Так зачем же те люди, которые и так известны, которых вы видите с экранов телевидения, зачем они еще и издают книги? Казалось бы, уже все их знают. Казалось бы, что нового может дать им книга? Давайте разберемся. Если мы посмотрим на издания, которые стоят на полке, то все они сделаны с определенной целью. Причем цель это двоякая. Есть цель, которую преследует автор, когда издает книгу. И есть цель, которая учитывается при написании книги или любого текста, и которая рассчитана на получение определенного результата от той целевой аудитории, которая увидит либо книгу и купит ее, либо увидит текст. То есть в идеале книга должна быть полезной и для автора, и выполнять его цели, и для читателя, который ее купил. То есть она должна быть в первую очередь полезной и не рекламной ни в коем случае. Поэтому то, что мы говорим сегодня, это не рекламные каталоги, это не информационные какие-то вещи. Мы говорим в первую очередь о полезных текстах и о полезных книгах. И если мы делаем именно такие тексты, то на самом деле не обязательно сразу делать задел на то, чтобы написать сразу готовую книгу и выпустить ее за два, за три месяца, как сейчас в очень многих марафонах. На самом деле книгу можно писать на протяжении года. И возможно вы это уже делаете. Если вы сейчас пишете посты в Инстаграме или в Фейсбуке, то в принципе объединив эти статьи и грамотно их обработав, через год у вас может получиться очень качественно хорошая книга, если вы заранее об этом задумываетесь. Тот же самый спринт и тот же самый марафонская дистанция. Потому что браться за книгу это страшно. Особенно когда вы заходите в книжный магазин и кажется, что там есть все, и вам не место рядом с вот такими могучими человечищами, которые там уже стоят, авторы бестселлеров, которые там на протяжении многих лет продаются. У многих авторов в этот момент, во-первых, появляется страх, то есть такой синдром самозванца. Во-вторых, появляется такое непонимание, что же я еще могу сказать, чем же я могу еще привлечь читателя. И если вы четко знаете, зачем вам нужна книга, то вам написание отдастся на самом деле очень легко. А для того, чтобы вас замотивировать это сделать, я вам расскажу сегодня о нескольких преимуществах, которые дает издание книги той же самой компании или просто автору, менеджеру, руководителю компании. Если мы говорим о компании, то в книге можно дать прямую рекламу продукта. Просто это должно быть не более 5% от объема. И человек может купить, например, книгу по дыхательным гимнастикам и увидеть там рекламу вашего центра, где вы дышите. Или он может купить книгу по холотропному дыханию. И там в том числе увидеть информацию, где он может получить более подробную консультацию, встретиться с вами лично или задать вам дополнительные вопросы. То есть книга, она может играть роль воронки, куда, собственно, падает ваша клиентская база, и она напрямую приводит к вам клиентов. Если вы вспомните, сколько книг было, например, у Андрея Парабеллума, и сколько людей пришли к нему на мероприятие через эти книги, то здесь, собственно, выгода от этого мероприятия станет для вас очевидной. Если вы занимаетесь каким-то новым продуктом, которого не было на рынке, то книга может играть роль, или это брошюра какая-то информационная, или это даже электронная книга небольшая, которая висит у вас на сайте, она может играть роль такого гида и рассказывать людям, что это, собственно, за продукт, и почему они должны им пользоваться. Мы в свое время, например, делали книгу для мамы, в котором в том числе было описание нового бренда подгузников и описание, чем именно этот бренд отличается от остальных. У него были определенные конкурентные преимущества. И реализовывали мы эту книгу не по классической сетке книжной, а мы реализовывали ее через детские магазины, где, собственно, и продавался сам продукт. Плюс, если вы пишете книгу, то автоматически вы становитесь лидером мнения, вы или ваша компания. Просто зачастую очень трудно отделить руководителя компании от его бизнеса. И книга бывает, что продвигает одновременно и вас, и ваш бизнес, а бывает, что это нужно разделять. Дальше в кейсе мы посмотрим, каким образом это грамотно сделать. И если вы издаете книгу, вы однозначно становитесь лидером мнения, лидером отрасли, потому что традиционно считается, что книга, она несет знания. Книги пишут умные люди, авторитетные люди. Поэтому вам не нужно делать ничего дополнительного. Получается, что книга, как книг и продукт, она работает на вас. Причем работает гораздо лучше, чем та же самая журнальная статья. Работает гораздо эффективнее, при этом стоит гораздо дешевле. И поэтому ваш вход в этот мир избранных людей или избранных компаний, которые берут на себя смелость учить своих клиентов и распространять знания, он достаточно простой и достаточно дешевый, если даже вы это делаете за свой счет. Но если у вас есть уже аудитория, если у вас есть раскрученный телеграм-канал, если у вас есть инстаграм-аккаунт или в тик-токе клиентская аудитория, то в принципе в качестве автора вас будет рада видеть любое издательство. И в этом случае за ваше же продвижение издательство вам еще заплатят в виде гонорара, в виде процента от проданных книг. И тогда получается, что это рекламная компания, которая еще и вам приносит прибыль. То есть это вообще очень редкое предложение на рынке, когда вам платят за вашу рекламу, за рекламу вашего продукта. Если мы говорим о книге именно для бренда личности, потому что очень многие компании, как вы видите, они построены на бренде одного человека. И есть книга у Александрова, который делает цирки, есть книга у Тинькова, есть книга у массы руководителей бизнеса. И это не случайно, потому что если у компании есть яркий запоминающийся лидер, то гораздо проще продавать на харизме этого лидера все, что производит его компания. Более того, очень много бизнесов построены на коучинге, на консалтинге, там, где в принципе сумма выручки, она зависит от того, насколько люди знают и доверяют тому или иному тренеру. И в данном случае получается, что бренд личности равнозначен бренду компании, и в принципе это одно и то же. Это как раз второй кейс, который мы с вами рассмотрим. Двигаемся дальше. Есть еще несколько неочевидных преимуществ издания книги и написания текстов. Вкратце коснемся этого. Первое, что вы должны знать, что если у вас есть какие-то наработки авторские, если у вас есть какие-то вещи, которые вы хотите, например, запатентовать, то сейчас патент это достаточно хлопотно, это долго и это дорого. И для того, чтобы зафиксировать какие-то свои авторские, это может быть технология, это может быть какой-то алгоритм обучения, это может быть производственный алгоритм. Мы издавали, например, книгу по технике быстрого чтения с школы Олег Андреева. И там как раз были методики образовательные, которые позволяли ускорить чтение. И с помощью издания книги, вернее серии книг, мы как раз вместо патента зафиксировали вот эти авторские наработки. И в дальнейшем, когда были случаи копирования, автору удалось их защитить, как раз потому, что у него на руках было первое издание книги. И мы грамотно его оформили так, что оно могло являться доказательством того, что именно это авторская методика, и она защищена. Поэтому учтите, что копирает в книге, в принципе, может любые ваши мысли, любые ваши наработки таким образом защитить. Бюджет издания книги сегодня, почему-то все думают, что это очень дорого. На самом деле, дорого продвигать книгу совершенно неизвестного автора с не очень трендовой темой и не очень хорошо изданную или написанную. Ну, как и любой продукт, не очень качественный. Когда вы начнете заниматься бизнесом, или если вы уже занимаетесь, вы всегда знаете, что есть определенная дискуссия между теми, если фирма занимается и производством, и продажами, то всегда продажники считают, что производственники не доработали и сделали что-то не так, а те, кто занимаются производством, в нашем случае редакторы, они считают, что не дорабатывает торговля, и этот бестселлер можно было бы продавать не 5 тысяч в год, а 100. Поэтому, если мы с вами говорим о не очень популярном авторе и не очень качественной книге, то, конечно, продвигать ее будет дорого, да и незачем, потому что, в принципе, никакое продвижение не может взять человека за руку и книгу, которая ему не нужна, положить к себе в сумку, еще и заплатить за нее деньги. Точно так же, как прочитать неинтересную статью в Фейсбуке. Здесь есть некий миф о продвижении, но вот в нашей отрасли так не работает. Вы можете ввалить миллион рублей в продвижение, но от этого толку никакого не будет. Поэтому лучше изначально продумать, кто у вас читатель, как написать нужную ему книгу, по какой цене ее поставить, так чтобы она с конкурентами как-то была сопоставима. Как ее правильно оформить, в том числе с учетом того, как потребляет информацию ваша целевая аудитория. Если она с утра до вечера сидит в ТикТоке, то им нужен комикс. Если она сидит в Фейсбуке, то нужна макетная верстка с какими-то врезками, в том числе, возможно, с какими-то выводами и заданиями в конце каждой главы, с интерактивом. То есть здесь нужно учитывать еще вот такой момент. И если мы говорим о действительно полезной книге и о том, что автор на самом деле занимается раскруткой бренда своего и бренда своей компании, то издание книги ему обойдется в совершенно смешные деньги. Если мы говорим о тираже 100-200 штук, просто для того, чтобы обозначить себя и просто для того, чтобы даже прийти на любое мероприятие, где есть ваши клиенты и раздать свои книги как визитки, то это может составлять от 20 тысяч рублей. Если вам нужны услуги предпечатной подготовки, то есть целиком макет нужно сделать, верстка, редактура, корректура, а я очень рекомендую этим, это доверить именно профессионалам, а не заниматься самостоятельно, то вам придется заплатить 50 тысяч рублей. Но это все равно те деньги, которые несопоставимы даже с одной рекламной статьей вашей в журнале. А журналы люди выкидывают, а книги они не выкидывают. Поэтому книга будет работать на вас долгое время. Затем книги передаривают. Поэтому мы считаем, что если вы, например, издали книгу «Тысяча экземпляров», то через год-два ее прочитают 2-3 тысячи людей. Просто потому, что кому-то книга понравилась, кому-то не понравилась, кому-то она так понравилась, что он купил еще 10 штук и раздал своим знакомым, а кто-то свою книгу поставил на полку, к нему пришел друг или его жена прочитала. Поэтому в среднем считается, что одну книгу читают 2-3 человека. И, наконец, если мы сравниваем книги и статьи, то для того, чтобы приобрести некий вес с помощью статей, для того, чтобы, например, раскрутить свой аккаунт в Яндекс.Дзен, вам нужно сделать 30-50 качественных статей с хорошим иллюстративным материалом. Книгу вам достаточно издать одну, поэтому здесь есть определенная разница. Книга, конечно, она сразу придает вам некий вес и авторитет. Сейчас займемся конкретными кейсами, на которых вы увидите, это наши книги, которые я непосредственно издавала, на которых вы увидите, каким образом делается позиционирование, каким образом выбирается, как именно причинить ту самую пользу целевой аудитории. Итак, кейс номер первый – это компания ЕКФ. Мы сделали две книги с этой компанией на иллюстрации как раз Евгения Истачер. И вот та красная книжечка, на которой он показывает, это его книга масштабирования бизнеса, это его наработки как менеджера. Как видите, мы торгуем во всех книжных магазинах, всех известных книжных магазинах, сетях, плюс Валберес, Озон. То есть есть возможность издать книгу и везде сразу ее увидеть и похвастаться друзьям. Вот Евгений как раз рядом с Портнягиным стоит книга, он для своих соцсетей использует это как некий рекламный ход, что он автор известной книги. На самом деле книга получилась очень качественная. Она соответствует его менеджеру, как руководителю компании ЕКФ, которая занимается электрооборудованием. И очень крупная компания, в пятерку крупнейших входит наряду с Леграндом по бытовой электрике и промышленной. И Евгений, когда пришел в эту компанию, он как раз занялся вопросом масштабирования и увеличения выручки прибыли. Ему это удалось, и книга как раз является таким классическим кейсом управленца, в котором он рассказывает, каким образом ему это удалось. Я сама ее с удовольствием читала и могу вам рекомендовать. Но параллельно на совершенно другую целевую аудиторию клиентов этой компании, совершенно с другими целями, была издана книга «Настольная энциклопедия электрика». Она цветная, внутри есть масса схем, масса примеров того, как правильно монтировать электрику, как правильно выбирать. То есть это такое законченное руководство, в принципе, либо для очень рукастого мужчины, который сам это все делает дома, либо для мастера, который должен следить за этим рынком, должен понимать порядок, алгоритм, как это рекомендуют профессионалы. И эта книга не является прямой рекламой. Но когда все иллюстрации в книге сделаны с товарами с пометкой «ЕКФ», то единственное, что остается человеку после прочтения этой книги, это пойти и купить как раз товары соответствующей марки. Поэтому здесь получается, что мы сделали с одной компанией, но две совершенно разные книги. Одна работает на бренд ее управленца, руководителя. Вторая работает на бренд продукции. И в том числе эта книга была разослана по всей дистрибьюторской сети, и она является неким справочником, руководством к действию. Второй кейс, который мы сегодня рассмотрим, это, как я люблю говорить, книга «Лучшая визитка». И это когда вы приобретаете связи, которые работают долгие годы, когда ваши клиенты вас не забывают, и когда вы всегда стоите у них на полке, когда у них возникает какая-то потребность. Они в первую очередь вспоминают о вас, просто потому, что ваша книга с вашими контактами, вот она у них стоит в кабинете. Я, правда, иногда пугаюсь, когда я захожу к врачу, и там стоит справочник скорой помощи, который я издаю уже на протяжении 10 лет. И в этот момент мне хочется все перечитать и еще раз проверить. Но, поверьте, это очень приятно, когда вы приходите в серьезную компанию, и видите, что они уже с вами знакомы. Так вот, второй кейс – это как раз книга «Лучшая визитка» и книга для тренера и консультанта. Вот как в моем случае, я, например, не тренер и консультант, я владелец бизнеса. Но так как ты постоянно работаешь с авторами, постоянно работаешь с заказами, а это самое увлекательное как раз в моей профессии, то по неволе ты занимаешься вот этой культурой книговиздания и рассказываешь людям о тех выгодах, которые они приобретают, вот написание текстов и книг. Поэтому у меня уже как раз деятельность тренера и консультанта, она вторична. И это, наверное, даже ближе к хобби, чем к зарабатыванию денег. Но здесь речь пойдет о человеке, который профессионально занимается, с одной стороны, консультированием кандидатов для различных компаний, с другой стороны, профессионально занимается именно подбором персонала, причем это топ-менеджеры, это люди с зарплатой от 150 тысяч, а чаще всего больше 250 даже. И Ильгиз Валинуров как раз яркий пример автора, который из одной книги, первая книга была рекрутинг на 100%, вот она по центру, выжал все, что только можно. Во-первых, мы каждое издание делаем с логотипом разных компаний, и автор в том числе зарабатывает на размещении рекламы в книге. То есть мы делаем брендированную продукцию. Это еще один такой неочевидный момент от издания книги. Когда ваша книга становится бестселлером, люди готовы сами размещать в ней рекламу и информацию о своих продуктах. Во-вторых, из одной книги у нас была задача сделать Ильгиза рекрутером номер один. Мы сделали вместо одной книги серию из шести книг, и сейчас уже несколько книг переведены на английский, на сербский, продаются в том числе на Амазоне. То есть мы заняли лидирующее место на полке за счет расширения ассортимента и как раз за счет того, чтобы закрыть всю целевую аудиторию. Мы делали продукт и на тех, кто занимается непосредственно рекрутингом, и на тех, кто ищет работу и хочет увеличить свою стоимость на рынке труда. То есть здесь вы увидите как раз книги, которые вроде бы об одном, о найме персонала и рекрутинге. Они стоят на одной полке, но покупают их совершенно разные люди. И это вот пример того, как имеет смысл работать со своим брендом. Может быть, применительно к вашему продукту будет иметь смысл сделать пять книг на разные темы, напечатать их тиражом по 200 экземпляров или по 500 экземпляров, чем печатать одну книгу тиражом 5000 экземпляров. И она зато целевую аудиторию вам приведет четко ту, которая вам нужна. В каждой книге вы сможете разместить именно те ссылки на свои ресурсы, которые вам нужны. И таким образом у вас получится четко ваша целевая аудитория. И бывает, что один клиент, вот в случае у Эльгиза, он еще сам успешно со своим автографом продает книги, вот в его случае может один клиент окупить стоимость тиража. И это, конечно, вот когда речка идет о тренерах и консультантах, у меня всегда, как у издателя, есть такая легкая зависть, потому что, ну сколько я могу заработать с книги? Вы же не можете, если другие книги на полке стоят, там, по 600, по 700 рублей или 500, вы же не можете ее поставить 3 тысячи, а консультант может. И его услуги после издания книги тоже начинают стоить дороже. И в этом плане, конечно, приятно смотреть на развитие тех людей, которых ты издаешь. И, по сути, мои авторы, они меня вдохновляют на то, чтобы идти с ними дальше, к новым горизонтам. Наша встреча сегодня подходит к концу. И в конце мы поговорим о том, как же писать статьи и книги. Какие полезные советы, очень коротко, очень вскользь, выбрать статью или книгу, выбрать какое направление. Вот я бы какие вам советы дала. Во-первых, ни в коем случае не занимайтесь плагиатом. Это может сыграть вот сегодня, когда вам нужно копипастом что-то себе сделать. Но в отдаленной перспективе вы никогда не сможете отличить те статьи, которые вы писали сами, от того, где вы копировали. Потом они попадут к вам в книгу. И потом к вам придет человек, которого вы копировали, и скажет, давай с тобой судиться. И минимальный иск у вас будет 200-300 тысяч. Поэтому вообще забудьте о копипасте. Забудьте о любом копировании. Если даже вы что-то где-то прочитали в книге, вы это прочитали, закрыли книгу, переписали своими словами. Если вы прочитали где-то на сайте, перещелкнули на программу Word, несмотря туда, написали своими словами. Так можно. И это как раз то, что называется компиляция или рерайт. Но лучше писать авторские статьи. То есть те статьи, которые содержат непосредственно ваш опыт. Опыт в вашем бизнесе, в вашей какой-то сфере. Опыт использования того или иного товара. Если вы торгуете на маркетплейсе, можно писать о том, как вы торгуете на маркетплейсе именно вот этим. И тогда у вас будет некая специализация, у вас будет некое свое лицо. Обязательно делайте фото всего чего. Приучите себя как полезную привычку. Вы куда-то идете, вы чем-то занимаетесь. Вы на складе, себя сфотографировали. Вышел новый товар, вы себя сфотографировали. Это все создание единого контента. Текстового, аудио, видео, любого. Когда у вас есть база контента, вы начинаете на ней зарабатывать. И в принципе не важно, куда ее перекачивать и в каком виде. Если у вас есть тексты, вы всегда можете сделать аудиокнигу. Если у вас есть аудиокнига, вы ее фрагменты всегда можете сами или с помощью кого-то надиктовать в ТикТоке и снять подходящий аудиоряд. Не нужно разделять вот эти все источники. Да, вы можете разделять каналы, потому что одна аудитория любит каналы в Телеграме, другая аудитория любит тот же самый Инстаграм, особенно то, что касается красоты. Третья аудитория, если у вас молодежь, это ТикТок. И мы сдавали, кстати, книгу известного блогера Матвея Северянина, который занимается обучением продвижения бизнеса в ТикТоке. И это отдельная тема. То есть канал вы можете выбирать любой совершенно, но если у вас есть вот эта база контента, то вы в любой момент как из волшебного ящика оттуда извлекаете это, и у вас дальше все уже готово. Вы дальше можете это как угодно миксовать. Один из наших авторов, кстати, Александр Евсегнеев, у него есть портал Азбука Денег. И вот он очень успешно это реализует, у него есть и канал на Дзен, у него есть и рассылки своим постоянным клиентам, постоянно канал он пополняет на своем сайте, у него появляются новые статьи. И вот этот контент, в том числе и в виде книг, мы сдали с ним более пяти книг, он работает на автора постоянно, и он постоянно генерит ему лиды, генерит ему новых клиентов. Поэтому, если вы не ждете вот прямо завтра быстрого результата, если вам нужен быстрый результат, вы проплачиваете рекламу, вы привлекаете известных блогеров, и дальше вперед ваш продукт. Но если вам не нужен моментальный результат, если горизонт это год, два, три, то начинайте накапливать вот такой контент в любых формах, в любых видах, и дальше он вам пригодится. В том числе можно нанять, например, профессионального журналиста, редактора, который соберет вот этот весь ваш массив, мы тоже работаем с такими кейсами. Когда автору совершенно некогда этим заняться, он нам сгружает все, что у него есть, мы за него пишем тексты, книги, и дальше у него получается на несколько месяцев вперед, на заполнение его, например, канала, либо в Телеграме, либо в Фейсбуке статьи, плюс книжка, плюс какая-то там статья для журнала, и получается, что вот такой практически закрытый кейс. Но если у автора нет никакого контента, то это все сделать гораздо дольше и дороже, это делается тогда через интервью и через привлечение еще других экспертов. Поэтому не экономьте на редакторах, не экономьте на журналистах, если вам нужен быстрый результат, вы можете очень быстро заказать и статьи на нужные вам темы, потом сами их подкорректировать, и даже написание книги. И если вы до сих пор думаете, книга вам нужна или статьи, то учтите вот те моменты, которые я обозначила в презентации. Есть ли у вас, например, на издание книги партнер или спонсор, или может быть известный автор, которого вы можете привлечь, который уже имеет опыт издания книги, или может быть у вас есть известный блогер, у которого есть миллион поклонников, которые купят вообще любую книгу, даже если в ней будут чистые страницы. Вы можете его взять к себе в соавтор и написать качественную книжку, от него будет аудитория, от вас будет контент хороший. Есть ли у вас некий уникальный опыт? Знаете ли вы, кто стоит на книжной полке, кто является лидером мнения в вашей области? Не важно, это продажа памперсов, или это консалтинг, или это маркетинг, вы должны всегда четко понимать, кто играет в ту же игру на том же поле, где вы собираетесь продавать свои товары или продавать свои услуги. И как раз изучение рынка книжных изданий и изучение, например, больших мероприятий, где выступают те или иные эксперты, оно даст вам понимание, посещение, кстати, профильных выставок тоже, оно даст вам понимание, в какой мир вы собираетесь зайти. Потому что по моему опыту очень многие авторы и очень многие бизнесмены, они как раз пребывают в неких своих иллюзиях или мечтах, и они не видят всех остальных, кто успешно уже играет на этом поле и не видят даже правил, которые вот в этой игре. Поэтому из этой игры они очень быстро вылетают. Написание статей, оно даст вам очень быструю обратную связь, и дальше вы это сможете использовать при написании книги. В принципе, на сегодня, наверное, это все, что я хотела вам рассказать. Нарабатывайте аудиторию, нарабатывайте будущих лояльных покупателей. Книга – это прекрасный способ создать, если не любовь, то хотя бы доверие. То есть человек имеет возможность, как в сенсорном маркетинге, попробовать вас на вкус. Если он не согласен купить какой-то ваш товар еще или вашу услугу, это может быть потому, что он вас не знает или потому, что он вам не доверяет. Покупая за те же самые 300 или 500 рублей или даже 1000 рублей вашу книгу, он уже заинтригован, и он может прийти к вам и купить что-то более дорогое, и он становится уже вашим клиентом. И вот в этом очень большое преимущество книги, то, что она такой именно доверительный продукт. Поэтому вы всегда можете написать, и в чем ваше отличие от конкурентов. Естественно, никого не подставляя, никого не критикуя, вы можете писать о своих преимуществах, вы можете писать о своих планах, потому что если у вас нет выдающихся достижений в текущем моменте, то ценность человеку, знаете, как обычно говорят, смелые планы, они повышают вашу стоимость. И точно так же можно извлечь какие-то полезные истории из вашего прошлого, даже если это негативные истории, преподнести их так, как будто это ваша победа, и описать в том числе это в книге. На самом деле идей масса. И главное, садитесь и пишите. Это не творчество, это не какие-то исключительные возможности, просто вам нужно взять это в привычку. Вот вы встали утром или наоборот вечером, у кого какой график, и 15 минут вы сидите и что-то пишете. И так каждый день. Поэтому и старайтесь читать другие книги, тогда у вас будут тексты более качественные, более гладкие, просто потому что вы вот в эту книжную среду, атмосферу окунетесь, и вы будете и качественным читателем, и качественным писателем. Поэтому просто вырабатывайте в себе привычку писать, и она непременно вам сослужит добрую службу, если не завтра, то обязательно послезавтра. Игра. Интерактивная игра по генерации бизнес-идей через работу с кейсами. Шомисов. Индивидуальный предприниматель, бизнес-тренер, T&D, консультант, коуч, игропрактик. И у нас с вами сегодня завершающая тема, и мы наконец-то с вами поиграем. Я игропрактик, меня зовут Александр Шомисов. Вам уже представили меня, и там много-много было сказано разных слов про меня, это все правда, но это было до того, как я открыл для себя игры. И сейчас я занимаюсь исключительно игровыми технологиями, для того, чтобы быстро, легко и эффективно достигать бизнес-целей. И прямо сегодня мы с вами поработаем над тем, как вообще находить идеи для бизнеса. Напишите, пожалуйста, в чат, я знаю, что есть вообще чат, напишите туда, даже если я сейчас это не увижу, кому важно вообще какие-то идеи для бизнеса находить регулярно, кому важно придумывать, как завоевать внимание аудитории, кому важно понимать, как продвигать продукт новый, который вы вводите на рынок, как запускать вообще бизнесы, да, если у вас стартапы. Вот для всех этих вопросов у нас с вами есть ответ, и он называется «Фабрика впечатлений». Мы сегодня с вами этим и займемся. Что такое «Фабрика впечатлений»? Это прямо игра настольная, но у нас она сегодня будет, конечно, не настольной, а в экспресс-варианте таком. С помощью презентации и меня, как модератора всего процесса, вы все-таки сможете немножко погрузиться в игровой момент и для себя наловить кучу идей. Ну, давайте начинать. И смотрите, с чего мы начнем. Здесь у вас на слайде, я не знаю, насколько вам видно, есть картиночка с фотографией книги. Буквально пролистывал в кафе эту книгу, наткнулся на очень интересную цитату, и если вам видно, можете ее прочитать, она выделена там квадратиком таким. Что там написано? Что герой этой книги ехал на автомобиле куда-то, остановился на светофоре, повернул голову направо или налево, я уж не помню, и увидел человека в определенном образом одетом, необычно, уникально, интересно. И у него тут же возникла идея, как он может это применить, потому что человек, который ехал в этой машине, это Амансио Артега Гаона. Возможно, вы не знаете, кто это такой, но вы точно знаете те бренды, которые он сделал и в которых вы, собственно, можете прямо сейчас и быть. Это человек, у которого больше 6000 магазинов по всему миру в 88 странах. И, возможно, вы даже уже догадались, кто это. Смотрите, что про него говорит человек, который занимается продвижением Луи Витон. И компаний, например, США, и даже ведущие компании России, хотя у нас очень сильно развит именно сырьевой сектор, мы увидим, что там, например, есть Яндекс. Есть ли у Яндекса какое-то сырье и доступ к нему? Нет. Совершенно нет. Точно так же и в американских компаниях, и в европейских компаниях, и везде. После того, как сырье было распределено, экономика шагнула вперед, и появился такой товарный бум, который привел, на самом деле, к кризису 30-х годов, когда люди увидели, что они могут покупать какие-то товары, когда люди увидели, что они могут покупать, например, автомобиль. И если в семье не было машины, люди стремились купить машину. Так ли это сейчас важно? Большинство людей либо уже у них есть автомобиль, и они выбирают явно следующий автомобиль не потому, что у них его не было, либо они вообще отказались от автомобиля. Я думаю, вы тоже знаете таких людей, которые вообще отказались от использования автомобиля, особенно в крупных городах. И мы с вами тоже перешагнули этот этап развития бизнеса, этап развития экономики, производства товаров, и вообще удовлетворение каких-то первичных потребностей таких. Они уже удовлетворены. Дальше настала эра сервиса. Сервис проник во все, как сказать, сегменты рынка, рыночные какие-то направления, сферы. И мы с вами это как раз застали, мы это прекрасно помним, когда мы выбирали, например, кафе, в том, в котором обслуживание лучше. Или мы выбирали с вами, например, магазин, в котором нам нравилось находиться, где было чисто комфортно и аккуратно, и не ходили там, где было неряшливо. Это как раз эпоха сервиса. Но и она подходит к концу. Сейчас уже выровнялся примерно уровень сервиса в большинстве сфер, в большинстве сегментов рыночных, и люди ищут что-то новое, и хотят что-то новое. И, собственно, этим новым становится впечатление. Если вы прямо сейчас вспомните даже себя, свой опыт как потребителя, вы наверняка со мной согласитесь, что сейчас реально совершенно точно вы не выбираете машину, просто потому что одна прям лучше другой, а та вторая совсем хуже. Обычно машину вы в одном сегменте, которым выбираете, они примерно совпадают по техническим характеристикам, то есть по качеству, по товарным признакам. И уже сейчас, в принципе, не сильно различаются автосалоны по уровню сервиса. Если вы придете в один сегмент автомобилей, то примерно одинаковый уровень сервиса вы получите во всех салонах. Согласны? То же самое, на самом деле, с любой сферой. С продуктовыми магазинами, с кафе, с ресторанами, даже с производственными площадками, на самом деле, похожая история. Там просто немножко другое, по-другому называется, по-другому действует. Но, тем не менее, все равно, даже в B2B отношениях, когда бизнес работает не на потребителя конечного, а на другой бизнес, и поставляет, например, сырье, или оборудование, или какое-нибудь программное обеспечение, или еще что-то такое, там тоже был такой момент, когда выбирали по сервису, по тому, насколько качественно предоставляются услуги, и вообще есть ли они какие-то услуги сверху того, что приобретается, например, оборудование. Да, обучают ли работе на этом оборудовании, ремонтируют ли, входит ли это в стоимость, ну и так далее. И вот сейчас даже там, даже в B2B продажах, а уж в потребительском секторе давно, идет охота за впечатлениями. Все мы с вами ориентируемся на впечатления. Нам продают не машину, а возможность управлять своей мечтой. Нам продают не какие-то там, например, духи или туалетную воду, а продают образ, в который мы превратимся, да, если возьмем и купим это что-то, что нам продают. Все превращается в такие впечатления. И если вы найдете нужные для вашего продукта, для вашей идеи, для вашего бизнеса впечатления, ну тогда вы, собственно, можете завоевать весь рынок. Надеюсь, вы со мной согласны. Я потом обязательно посмотрю чат, если он сохранится, и посмотрю вопросы, может быть, если какие-то у вас будут, смогу ответить, например, в социальных сетях. Ну а мы двигаемся дальше. И да, такой вопрос очень интересный, что будет дальше, я на него в конце отвечу. Что за впечатлениями, что нас ждет потом. Но тренд на впечатление, он точно сохранится еще как минимум в ближайшие 30-40, а то и 50 лет. Так что вы смело можете сейчас стартовать и разрабатывать свой бизнес-проект именно с учетом того, что мы живем в экономике впечатлений. У экономики впечатлений, как у любого термина, у любой концепции, есть, конечно, свои закономерности. И существует 4 закона в экономике впечатлений. И мы с вами сегодня рассмотрим и поищем те самые впечатления в каждом из этих 4 законов. Первый закон тут немножко у нас сплющено на слайде, но я думаю, что вы разберетесь. Первый закон – это желтая карточка, это развлечение. Ну, я думаю, вы все согласитесь, что развлечение всегда нам дарит какие-то впечатления. И именно поэтому, например, игровая индустрия, индустрия видеоигр так активно и бурно развивается. Но на самом деле не только видеоигры являются развлечениями. Развлечения сейчас включают и крупные сети, и крупные бренды. Может быть, вы заметили, была очень большая серьезная игра, которую Попсикола запускала по всему миру. В коллаборации с блогерами блогеры теряли цветность в своих фотографиях в блогах. И чтобы цветность эту вернуть, нужно было покупать большое количество газировки, выпивать ее, фотографировать чеки. В общем, да, и целая игра такая развивалась. И это, конечно же, было развлечением. Но никто просто так не будет спасать какие-то цветные фотографии, ставшие черно-белыми в чьем-то другом блоге. Да, это очевидно, какое это было развлечение. Следующий закон, это закон обучения. И тут не пугайтесь, это вообще не про школу, не про университет, не то обучение, к которому мы все с вами привыкли. Длительному, сложному, нудному, может быть, где-то, да, когда нужно там пять лет отучиться, чтобы чего-то, в чем-то разобраться. Нет, конечно же, тренд в экономике впечатлений не на такое обучение. Возможно, вы даже слышали такой термин «edutainment». Это что такое? Это мы взяли «education» термин и прибавили «entertainment». «Education» — это обучение, а «entertainment» — это развлечение. То есть мы их соединяем и получаем такое обучение, которое развлекает. Почему такой тренд? Ну, потому что на самом деле, если вот мы, положа руку на сердце, да, посмотрим на все происходящее, мы можем видеть, что сейчас обучение конкурирует за ваше внимание с чем? Не с другим каким-то обучением, не с работой, а с сериалами. И, конечно, если это классический формат обучения, естественно, обучение проиграет. Поэтому задача для любого обучения становиться все более развлекательным — это с одной стороны. Но на самом деле вот этот закон, он не только про сферу обучения. Как это реализуется в других кейсах, мы обязательно посмотрим. Ну, например, вы, возможно, замечали, что ряд магазинов, супермаркетов, продуктовых магазинов предлагает своим покупателям рецепты. Казалось бы, зачем? Они не являются продавцами поваренных книг или там, да, не составляют, но почему-то они рецепты предлагают своим клиентам. Или даже просто производители товара на самом товаре пишут рецепты. Почему? А это как раз они включают в закон обучения экономики впечатлений. То есть задача ваша — придумать, как вы с помощью своего продукта, своего товара, своей идеи можете очень быстро, буквально в TikTok формате, за одну минуту, чему-то обучить ваших потребителей. И это очень круто работает. Людям нравится узнавать новое, людям нравится быть экспертами, нравится делиться со своими друзьями и знакомыми какими-то штуками, которые эти друзья и знакомые еще не знают. Стать, например, звездой вечеринки, потому что приготовить крутой салат. Это вот реально круто, и людей дарят им впечатление. Третий закон экономики впечатлений — это эскапизм или уход от реальности. Есть такой термин, прям научный эскапизм, но для того, чтобы было понятнее, на карточке у нас написано уход от реальности. И здесь как раз выступают всякие VR-технологии, дополненная реальность и все остальное. Но на самом деле сериалы — это не что иное, как уход от реальности. Различные такие движухи в интернете, когда вы в какой-то группе что-то такое делаете. Вот, как знаете, в пандемии была очень популярна в Фейсбуке группа, где люди делали шедевры мировой живописи, из подручных средств собирали. Очень популярная история. Это, конечно, позволяло отвлечься от текущей реальности. Да, с чем связан этот тренд? Ну, с тем, что текущая реальность многих не устраивает. Многие переехали в большие города. В больших городах сложно, требуется много чего делать. Устает очень сильный человек любой. И, конечно, хочется сбежать хотя бы ненадолго в другую реальность, красивую, в яркую, которую, например, в сериале. Или захватывающую, если вы офисный сотрудник и у вас рутина. И вот в этом плане, конечно, ваш продукт должен быть тоже таким мостиком в другую реальность. Он должен иметь возможность как-то уводить от серых будней ваших потребителей. И четвертый закон экономики впечатлений – это эстетика. Ну, тут не знаю даже, что добавить. Потому что, если мы посмотрим элементарно главную соцсеть, которая по-прежнему все еще является главной, и ТикТок ее только чуть-чуть иногда перебивает, это Инстаграм. То, конечно, это соцсеть, которая создана исключительно из законов экономики впечатлений, в том числе эстетики. Не зря не просто блогеры, у которых это работает, понятно, но даже обычные, простые пользователи этой сети стараются делать красивые фотографии, стараются делать их в одной форме, в одном контексте. Почему? Потому что мы, конечно, очень ориентируемые. Так как у нас есть большой выбор, мы стараемся выбирать что-то более красивое, когда есть такая возможность. И, конечно, вы можете поражать просто воображение ваших потребителей, ваших партнеров, делая красивые, невероятные, эстетичные, очень яркие вещи. Собственно, мы сейчас с вами и займемся поиском разработки идей. То есть вы прям сможете набросать как минимум 4 идеи для своего дела, для своего бизнеса или для своего какого-то продукта. Или для себя, если вы, например, эксперт или сотрудник, специалист, который себя продает, то тоже вы можете впечатлять вашего работодателя. Ну что, поехали, да? Для того, чтобы все сработало, то вы должны хотя бы на оставшееся время, на 20 минут, стать ловцами впечатлений. Ну, то есть как-то погрузиться вообще вот в эту игровую историю. Как это сделать? Опять почему-то у меня не работает кликер. Да, спасибо. Нужно достать какие-то блокноты, открыть заметки, в общем, да, подготовиться, чтобы у вас было под рукой то, куда вы будете записывать все идеи, которые будут вам приходить за сегодняшнее короткое выступление. Если вы готовы, то мы, собственно, начинаем, да, поехали. Первый закон – закон развлечения. И здесь у вас на экране есть карточка. Я не знаю, я не уверен, что там вообще можно что-то прочитать. Я специально вынес еще отдельно ник того кейса, который мы разбираем. Но у меня тут под рукой есть эта карточка, я вам ее зачитаю. Парень с табличками называется. Кейс. Житель Нью-Йорка выходит на улицы города с картонными плакатами, выражающими повседневное недовольство. Например, да, бабушка, я все еще одинок. То есть он стоит где-то, и у него плакат такой, да, бабушка, я одинок. Или почему такое ощущение, будто Меркурий всегда ретроградный. Как вы думаете, почему он стал таким популярным? У него больше 7 миллионов подписчиков, у него рекламная интеграция стоит от 150 тысяч долларов. Вот самое главное, да, то есть мы можем просто перенести, скопировать то, что он делает. Просто, да, сделать серию фотографий, где вы с табличками стоите. Но лучше сработает, если вы поймете, как это устроено. В чем секрет? Почему он так популярен? К сожалению, я не могу видеть ваши комментарии в чате, но вы можете найти меня, например, в инстаграме Александр Шомисов. И написать свой вариант, отметив мой аккаунт. Я тогда после уже выступления смогу посмотреть и прокомментировать, насколько вы попали и угадали. Как мне кажется, почему он так популярен? Ну, потому что он выражает мнение, которое вы, ну, мы с вами боимся выразить. Ну, то есть, да, вот если даже сейчас прям зайти на его страницу, я перед выступлением зашел, у него там стоит «Мой список желаний на Рождество». Первая табличка. Листаем карусель, и там всего одна табличка. Как вы думаете, что на ней написано? Что он желает на Рождество, и это является тем, что мы все с вами желаем на Рождество получить, но не решаемся сказать. Там написано одно слово – деньги. Вот. И, конечно, каждому очень хочется вот, ну, развлекаться, да, угадаю я или не угадаю, что будет сегодня на его табличке. Да, это такая игра в угадайку, и она очень классно работает. Вот можете зайти прямо на его страницу, посмотреть, полистать, повдохновляться. Как вы можете этот кейс для себя использовать? Ну, я подготовил, так как я понимал, что вряд ли у меня будет возможность с вами взаимодействовать. В игре, например, да, как это происходит? Прямо участники придумывают свои кейсы, как они со своим продуктом, со своим товаром или там, да, со своей идеей могут реализовать вот этот механизм угадалки, угадайки, да. И вот, например, Вася начинающий стилист. Как ему можно использовать такой закон, да, такой кейс? Он может, например, не делать красивые модные луки, как это делают все остальные стилисты, да, и подписывать просто фотографии, текстом. Он может делать эти луки, например, с обычной картонной вот этой вот штукой, да, на которой будет что-то закрыто, и он будет переворачивать. То есть, например, да, например, так. И может играть в угадайку со своей аудиторией, для каких целей сегодня у меня вот такой именно лук. Может такое быть? Может. Как вы думаете, это повысит интерес к его блогу? Мне кажется, да. Мне кажется, он будет выделяться на фоне всех остальных стилистов. Вот примерно таким образом это происходит. Двигаемся дальше. Закон номер два, это закон обучения. И здесь не кейс, здесь просто для вас такое задание, потому что в игре тоже бывают разные карточки, не только с кейсами. Например, да, чему вы можете научить ваших собеседников или клиентов прямо сейчас, вот в самом обычном процессе. Вот просто клиент покупает, не знаю, торт. Вы печете торты, и он покупает у вас торт. Чему вы можете его прямо научить, пока он покупает? Или вы ремонтируете машины. Вот чему вы можете клиента научить, пока он ждет свою машину на диагностике? Очень классная штука, да, то есть за короткое время чему вы можете научить? Опять же, кейс, который я подготовил. Вот Петя, он программист, и у него очень крутой какой-то проект, какая-то очень классная идея, да. Как ему использовать второй закон экономики впечатлений? Ну, например, он может в процессе презентации своего проекта обучить какому-то лайфхаку простому, всю аудиторию. Ну, какое-то что-то там, как защитить свои данные, да, неважно. Если он чему-то сможет обучить аудиторию во время своей презентации своего проекта, его точно запомнят, потому что, ну, так он и устроен, мы любим узнавать новое. Двигаемся дальше. Третий закон уже посложнее. Это эскапизм, это уход от реальности. И здесь мы, может быть, с вами чуть-чуть подольше зависнем. Пишите обязательно в чат вот ваши идеи про первые двум законам по обучению и по развлечению. Можете тоже в Инстаграм, как я сказал, скидывать с отметкой. Я тогда точно смогу прокомментировать, да, и, может быть, направить вас немножко в другое русло. А мы переходим к третьему закону, это эскапизм. Как вы помните, это уход от реальности, да. И здесь у нас тоже карточка, которую вы вряд ли сможете прочитать, поэтому я ее приготовил, чтобы я смог это сделать для вас. Кейс называется «Сказочная царевна». Алена Ахмадулина, это такой дизайнер российский известный, дизайнер женской одежды, она придумала такую коллекцию. Можно даже сейчас, коллекция, по-моему, уже не свежая, да, ну, не этого года, но можно посмотреть в интернете. В коллекции не просто какой-то свитер, да, а он сделан в виде, там, например, лебедей. И Алена заявляет, что героиня ее коллекции, вот, то есть, да, девушка, которая покупает ее вещи, это сказочная царевна, наделенная магическими способностями. Сказочные образы раскрываются в принтах, вышивке, мозаике из разных тканей, фурнитуре, неожиданных элементах одежды, например, рукавах-крыльях. Помните, да, как в этой сказке взмахнула она, одной рукой у нее там озеро образовалось, другой рукой она взмахнула, у нее там лебеди прилетели, да. Вот, как вам кажется, много ли девушек хотят быть сказочными царевнами? Ну, честно, мне кажется, что в определенной возрастной категории практически все, да, и это не дети, это не до 13 лет, я имею в виду совершенно. И, конечно, возможность получить какую-то вещь, которая для вас станет таким якорем, да, таким олицетворением вашего волшебства, того, что вы являетесь сказочной царевной, ну, мне кажется, это круто. Это стоит действительно дороже, чем просто какой-то свитер или просто какая-то юбка. И, собственно, на этом Ахмадулина и делает свои продажи. На самом деле у нее есть еще более крутой кейс, если вам интересно, напишите мне в личке, я расскажу, что такое, ну, может быть, в сторис, да, снимем дополнение такое. Он вообще классный, улетный, и он прям точно про уход от реальности. Как вы можете это использовать, да, в чем секрет, в чем секрет вот этого кейса? Не просто же из-за того, что Алена разместила каких-то героев сказок на принтах своих, своей одежды, правда же? Это, ну, никого не впечатляет, куча одежды с разными принтами. Нет, она придумала целую историю, правда же? Она придумала, что человек, который покупает такие необычные вещи, он сам по себе необычный. И надевая эту вещь, вы попадаете как будто бы в другой сказочный мир. Да, вот подумайте, как вы можете развернуть ваш продукт для потребителя таким образом, чтобы он стал такой дверцей в нармию, да, дверцей в другой совершенно мир, в другую реальность. Здесь игры, конечно, хорошо работают, да, не зря я занимаюсь играми, потому что, может быть, вы уже догадались, они включают в себя все четыре закона экономики впечатлений. Ну, давайте вернемся все-таки к третьему, и мой кейс, который я для вас подготовил, вот представьте себе Колю, он начинающий иллюзионист. Кстати, тоже то, что иллюзионистов становится больше, и они захватывают рынки развлечений, это, мне кажется, тоже тренд экономики впечатлений, да. Мы хотим восхищаться, удивляться, это что-то необычное видеть. Но, тем не менее, да, он сам по себе уже необычный, но как он может еще сильнее использовать тренд, именно вот этот закон эскапизма? Ну, например, он может погружать, делать тематические какие-то, да, представления, погружать всех людей в какой-то мир. Ну, например, да, как, с помощью чего? С помощью декораций, с помощью каких-то атрибутов, которые он в том числе может раздавать прям участникам процесса, да, сделать из зрителей непосредственных участников того, что будет происходить, тех иллюзий, которые он представляет. Например, так, да, тем самым он создает отдельную реальность, новую, в которую многим захочется вернуться и захочется нашего Колю приглашать чаще. А мы с вами двигаемся дальше, я надеюсь, что вы пишете активно в чате и пишите мне, да, потом, да, в инстаграме тоже, чтобы я мог вам ответить. Мы переходим к четвертому закону, это закон эстетики, и здесь, смотрите, вообще много очень текста, да, поэтому я, конечно, его вам зачитаю, чтобы вы не пытались его разглядеть. Кейс называется «Китаянка Лидзин», Лидзи Ци, прошу прощения. Это очень популярный YouTube-канал, на котором, я коротко давайте, да, не буду зачитать, коротко расскажу, на котором девушка снимает очень длинные ролики. Ну, вы знаете, наверное, да, что вроде как тренд в YouTube на то, чтобы ролики сокращать, никто длинные не смотрит. Так вот, у нее очень длинные ролики, и, например, ролик начинается с того, что она хочет испечь для бабушки печенье. И как вы думаете, что происходит потом? Потом все, она начинает печь печенье не просто с того, что замешивает муку, нет, она сеет пшеницу, дожидается, когда пшеница вырастет, собирает эту пшеницу, молотит ее там, изготавливает муку, все это снимается очень красиво, эстетично. И огромное количество, миллионы подписчиков, миллионы просмотров. Почему? Как вы думаете, почему? В чем секрет? В чем вот этот внутренний механизм? Мне кажется, он очень связан как раз с эскапизмом, с уходом от реальности, потому что это все, конечно же, еще снято с красивыми фонами. Китай вообще довольно богат на различные ландшафтные особенности, это тоже интересно. Но мне кажется, что здесь как раз можно подсмотреть за чужой жизнью, с одной стороны. А с другой стороны, большинство людей вообще не представляет, откуда берется печенье. И здесь эта возможность увидеть в еще и красивом виде, как это происходит. И вот подумайте, как вы можете использовать тоже этот кейс, как вы можете снять что-то красивое, эстетичное, о том, как, например, производится ваш продукт, о том, что стоит за витриной, за тем, как вы показываете свой продукт. Давайте посмотрим, какой вариант, какой кейс я для вас подготовил. Это Катя, она бариста и мечтает открыть свою кофейню. Как она может использовать экономику впечатлений и конкретно закон эстетики? Ну, например, она может снимать таймлапсы, как она готовит кофе, да, и выкладывает сториз. Реально это очень залипательный контент. Люди очень любят смотреть таймлапсы, любят подсматривать за чужой жизнью. А если это еще и красиво, обычно кофе это красиво, то это точно привлечет больше внимания. Но она может снимать и более длинные ролики, да, где показывать, например, как она вообще открывает кофейню, включает все оборудование, да. Вот вам может казаться, что это никому не интересно. Поверьте, если это снято красиво, если это снято действительно, ну, классно так, что приковывается взгляд, например, вы на акцентах на каких-то делаете, да, фокус внимания концентрируете, то это действительно будут люди смотреть, и даже это может вызвать вирусный эффект. Ну, собственно, за такое короткое время, которое у нас сегодня с вами было, мы с вами познакомились очень коротко, да, очень поверхностно со всеми четырьмя законами экономики впечатлений. Я надеюсь, что вы вдохновились и набросали для себя кучу идей, как это обычно происходит на играх, которые я провожу, для своего продукта, для своего бизнеса, для своей бизнес-идеи, может быть, для себя как специалиста или эксперта. И, собственно, поделитесь с вами вашими поименными впечатлениями. Наконец-то, вот, да, вы можете посмотреть мой ник, шомисов.ру. И если вы прямо сейчас... Кстати, да, вот хороший слайд, я про него забыл, что я его поставил. Если вы до сих пор не в Инстаграме, я знаю, что очень много людей не любят эту сеть, да, Инстаграм, не понимают, как в ней продвигаться и так далее. Но вот если вы все еще не в Инстаграме, срочно регистрируйтесь туда, потому что там все тренды экономики впечатлений в действии вы можете наблюдать. Только один есть, одно исключение из правил. Только в одном случае вы можете не бежать и не регистрироваться в Инстаграме, если вы уже в ТикТоке. Потому что в ТикТоке это уже полностью сделанная, изначально спроектированная под экономикой впечатлений социальная сеть. Там все четыре закона экономики впечатлений уже в действии. Обучение за минуту, пожалуйста. Впечатления какие-то, да, ну, в смысле развлечения, развлекательный контент, да, все эти танцы под одну и ту же музыку, пожалуйста. Уход от реальности тоже замечательный, да, когда вы делаете склейку, там это много, да, таких роликов, когда происходит монтаж определенный и возникает волшебство, пожалуйста. Ну и эстетика тоже там присутствует. На самом деле в Инстаграме это тоже есть, да, но немножечко может быть не так концентрировано, не так размазано. В общем, в любом случае, вы поняли, да, меня, Инстаграм и ТикТок – это главные соцсети, в которых вы можете наблюдать экономику впечатлений во всей ее красе. Ну и не зря, а именно они являются максимально популярными сейчас социальными сетями. Что еще я для вас приготовил? Если вы подпишетесь на меня, да, и даже если вы не поделитесь вашими впечатлениями, но напишите мне в личку слово «фабрика», то я пришлю вам анкету, заполняя которой вы сможете понять, может ли ваш бизнес стать фабрикой впечатлений. То есть не просто один раз вы какую-то вот идею из того, что я говорил, внедрите, а может ли ваш бизнес, ваша бизнес-модель, ваш продукт стать вообще фабрикой по производству впечатлений, то есть все время это производить, все время впечатлять ваших клиентов. Более того, вы не просто сможете узнать «да» или «нет», да, может или «не может», но заполняя эту анкету, вы поймете, на что делать можно ставку, да, вот что у вас уже прямо сейчас есть и внедрено, а чего вам нужно добавить к вашему текущему бизнесу, к вашему маркетингу, чтобы вы уже стали действительно фабрикой впечатлений. Собственно, я постарался максимально быстро все вам рассказать об экономике впечатлений за короткий промежуток времени и как бы вообще-то здесь предполагались какие-то вопросы от публики, в том числе оффлайновой, да. Ну, на самом деле, тут есть у меня несколько человек, и если есть вопросы, если есть какие-то идеи, я могу на них ответить коротко и обсудить их. Есть у кого-то какие-то вопросы по экономике впечатлений? Нету? Ничего нету? Ну, прям можно коротенечко, прям одинаково. Сколько я зарабатываю? За какой период времени? За месяц. За месяц? Ну, разные месяцы по-разному, от 300 до 500 тысяч рублей. Не впечатляет. Не впечатляет? Ну, нормально, да. Я точно знаю, что нас смотрят люди, которые точно это впечатляет, и которых даже заработок в 100 тысяч рублей впечатлит. Так. То есть, вся жизнь — это игра, как Homo Ludens, Tessal, Хёйзинга. Например, да. Вообще, игры — это очень крутая штука, и если вы сейчас создаете игру, то любой эксперт, кстати, может создать свою игру и продвигаться через нее. То это как раз очень бьет в экономику впечатлений, и вы можете зарабатывать значительно больше, чем это делаю я, проводя чужие игры, не разработанные мной. То есть, кто-то продвигается, например, через storytelling, но сейчас именно вот этот партнерман, как вы говорили, сочетание слов «иджутеймент». «Иджутеймент», да, да, да. И игра как раз является иджутейментом. То есть, вы обучаетесь в игре, и при этом это развлечение. Так что, да, очень крутая штука. Спасибо большое за внимание. Я очень буду рад вашим вопросам, которые вы напишите. Ну и пока-пока, будем дружить в социальных сетях. Сегодня был прекрасный день. Спасибо, что провели его вместе с нами на форуме «Бизнес Старт». Благодарим организаторов «Росмолодежь Бизнес» за возможность получить опыт бизнес-практиков из первых рук. Будем рады видеть вас, ваши отметки в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Нас можно найти под ником «Росмолодежь Бизнес». Вы видите его сейчас на экранах. Уверен, что для многих молодых людей сегодняшний день станет отправной точкой в открытии и развитии собственного бизнеса. А мы с вами не прощаемся, потому что завтра в 10.00 мы встречаемся здесь же. Вас ждут интереснейшие деловые сессии, бизнес-дискуссии и мастер-классы. Ссылка на завтрашнюю трансляцию придет на вашу почту. Благодарим вас за участие и до встречи завтра в 10.00. Доброе утро, друзья! С вами снова я, Щепихин Орек. И мы продолжаем онлайн-форум «Бизнес-старт». Вас ждет насыщенный день, интереснейшие мастер-классы, разбор кейсов и практические занятия. Напоминаю, что сегодня также будет 4 параллельных потока, между которыми вы сможете переключаться и слушать интересный вам контент. Внизу экрана кнопка «Программа». Скачайте ее, чтобы знать, что мы подготовили вам сегодня. Итак, начинаем. Трек-маркетинг. Пошаговый план в формате лекции. Как построить эффективный интернет-маркетинг в бизнесе. Спикер Ален Багабо. Основатель компании по покупке и продаже интернет-бизнеса Интера. Руководитель комиссии по электронной торговле в ОСМП «Опоры России» Санкт-Петербург. Руководитель комиссии по электронной торговле в ОСМП «Опоры России» Санкт-Петербург. Со стороны собственников бизнеса, руководителей проекта, предпринимателей, в общем, всех тех, кто возглавляет проект. Следующий слайд. Руководитель комиссии по электронной торговле в ОСМП «Опоры России» Санкт-Петербург. Итак, что нужно по этому проекту для того, чтобы устраивать интернет-маркетинг успешно? Многие думают, что нужно уметь что-то делать, запускать своими руками. Делать сайты, запускать интернет-рекламу и так далее. Для кого-то это действительно справедливо, то есть кому-то это интересно, кто-то это может делать, умеет, хочет и в этом плане развивается. Но, насколько я знаю, в основном руководители, они занимаются другими телами. Они занимаются организацией всех процессов, стратегий, конкурс-магров, работающими клиентами. То есть более значимыми процессами, чем просто настройка каких-то рекламных инструментов. В связи с этим, я не рекомендую вам, если вы не хотите заниматься сами руками интернет-маркетинга, я не рекомендую вам этому даже учиться. А что же на самом деле важно? Первое – это маркетинговая стратегия, ее наличие. Второе – это понимание ключевых показателей эффективности и понимание того, как на них влиять. То есть как вы можете влиять на команду штатных исполнителей или внешних подрядчиков для того, чтобы добиваться этих ключевых показателей. Ну и, собственно, какие они вообще, как и где из них смотреть и почему это важно. Третий момент – очень важно научиться подбирать специалистов, подрядчиков и уметь их контролировать. Это такой процесс. К сожалению, большинство предпринимателей от этого процесса абстрагируются почему-то. Мне кажется, что маркетинг – это что-то, лежащее за пределами его бизнеса, за пределами его, может быть, даже понимания. Но, поверьте, коллеги, если вы в это погрузитесь, то это достаточно просто. Как и любой другой процесс, который едет у вас в проекте. То есть чем бы вы ни занимались, это найм, это настройка производственного процесса или предоставление услуг. Или вы, например, если вы занимаетесь товарным бизнесом, логистика, любой процесс требует от руководителя погружения и понимания того, как он работает. Когда у вас есть это понимание, когда вы вовлекаетесь, погружаетесь, инвестируете свое время, свою энергию, то все получается. Интернет-маркетинг здесь не исключение. Ну и четвертое, что вам нужно понимать, это ресурсы, которые нужно задействовать для того, чтобы интернет-маркетинг был эффективным. Дело в том, что многие предприниматели имеют четко какую-то цель, понимание, что они хотят, как должен вырасти их бизнес, но они не планируют для этого ресурсы. Исходя из этого, возникают ошибки, потому что часто цель не совпадает с ресурсами. Ну что, мы об этом еще поговорим. Итак, погнали. Так, что у нас тут? По поводу маркетинговой стратегии. Давайте поговорим о том, как ее составить, почему она важна и как это вообще работает. Значит, я уверен, что каждый предприниматель, каждый руководитель проекта имеет стратегию. Стратегию развития. Она достаточно общая. К сожалению, немногие ее описывают, создают из этого какой-то серьезный документ, формализуют. Но, тем не менее, эта стратегия есть. Она есть в голове собственников бизнеса, она есть где-то в ваших заметках. Она присутствует. Но я рекомендую вам отдельно еще прописывать маркетинговую стратегию, которая, по сути, показывает, как будет строиться маркетинг компании. Что это должно содержать в себе? Во-первых, описание целевой аудитории и всех ее возможных сегментов. Независимо от того, где вы сейчас находитесь, начинаете вы бизнес или у вас уже какое-то время работает предприятие, вы четко должны знать все о своем потребителе. Я не боюсь этого слова, потому что чем больше вы знаете о том, кто может приобрести ваш продукт, тем лучше вы этот продукт будете продать, тем быстрее вы будете расти. Что все-таки важно знать о своей целевой аудитории? Давайте раскроем. Помимо того, что есть банальные демографические факторы, то есть пол, возраст, может быть, должность, вы знаете, что примерно такого возраста у вас клиент, вот примерно такие у него интересы, это окей, это здорово. Но давайте заглянем чуть поглубже. Давайте подумаем вот о чем. Давайте подумаем, как ваши клиенты вообще выбирают ваш продукт. То есть как они в интернете ищут то, чем вы занимаетесь. Что они мониторят, какие сайты они смотрят. Они это делают в социальных сетях или в поисковых системах. Смотрят ли они отзывики. Если они сидят в интернете без привязки к вашему продукту, чем они занимаются еще? Какова сфера их интересов, где они обитают, какой материал они смотрят, а какой контент им интересен. Ну и конечно же, как они проводят свой досуг, какие у них любимые бренды, какие-то стратегии принятия решения. Это все можно описать и эту информацию всю можно узнать. Итак, если у вас действующий бизнес, самое простое, что вы можете сделать, это посмотреть на тех, кто у вас уже покупает или покупал за тот период, когда вы существуете. Это самая объективная информация. Глядя на тех, кто у вас уже покупал, вы можете четко построить стратегию, не ряд гипотез о том, кому еще вы можете продать. И даже используя инструменты интернет-маркетинга, например, в таргетинге, в социальных сетях это доступно. Есть возможность загрузить свою клиентскую базу, например, в рекламный кабинет, и система сама подберет пользователей, в общем, аудиторию, которая будет похожа на тех, кто у вас уже покупает. И можно будет настроить рекламу именно на эту аудиторию, на похожую. Так называемая технология look-a-like. Резюмируя про целевую аудиторию, когда я говорю про маркетинговую стратегию, я действительно рекомендую расписывать целевую аудиторию подробно. И да, еще один момент, у вас, скорее всего, какой бы у вас ни был проект, несколько целевых аудиторий. И если вы продаете несколько продуктов, то есть у вас, например, если это товары, несколько товарных категорий, если это услуги, несколько услуг и так далее. У каждого из продуктов будет тоже несколько целевых аудиторий. И чем подробнее вы для себя составите описание целевых аудиторий, для какого продукта, какая аудитория и так далее, тем лучше вы будете себе представлять, что делать дальше пошагово. То есть как продвигать каждый из продуктов, который у вас есть, кому вы будете его предлагать, где обитает эта аудитория, что, собственно, делать с теми данными, которые есть, маркетологи разберутся. Главное, чтобы у вас была четкая информация, достаточно подробная. Далее идем. Что еще должно быть в маркетинговой стратегии? Должно быть описание рекламных каналов. То есть каналы, через которые мы планируем продвигаться. Откуда их взять, если вы, например, никогда не продвигались. Нужно посмотреть на то, как это делают конкуренты. То есть посмотрите на те компании, на которые вы ориентируетесь. Вы можете ориентироваться на компании, у которых схожие продукты. Вы можете ориентироваться на компании, которые вам нравятся с точки зрения результата. Вы хотите такого же результата, как у них. То есть у вас одна сфера деятельности, продукты отличаются, но вы хотите пройти их путь. Да, посмотрите на то, как они продвигаются, в каких рекламных каналах можете себе часть стратегии забрать. Также вы можете проанализировать, и такая возможность есть, разные сервисы. Уже можете обратиться в различные маркетинговые агентства, для того, чтобы это сделать. Такой более глубокий анализ. Но есть сервисы, которые позволяют отдельно промониторить ваших активных конкурентов в социальных сетях. Посмотреть, как они рекламируются, вплоть до того, какие картинки они публикуют, какие тексты объявления и так далее. То же самое по поводу поисковых систем. Есть возможность посмотреть, кто активный там. Итак, получается у нас есть два подхода. То есть есть конкуренты, которых вы знаете, на которых вы ориентируетесь, и есть конкуренты, которых вы не знаете, но тем не менее они активные. И можно посмотреть, как они рекламируются по разным рекламным каналам. Используя всю эту информацию, вы уже для себя определяете, какой канал вам интересен. А можете записать все эти каналы и дальше запускать их там последовательно, либо все сразу. Здесь уже насколько быстро вы хотите двигаться, вы определяете сами. Далее. Вы расписываете в стратегии продукты, которые вы будете продвигать. Под продуктами, как я уже сказал, подразумеваются конкретные ваши товары, возможно товарные категории, ну или услуги, которыми вы занимаетесь. Для чего мы это делаем? И что именно конкретно по продукту нужно будет расписать? Дело в том, что каждый ваш продукт решает конкретную проблему вашего потребителя. Или задачу, или некую ситуацию. Это именно то, за что вам платят деньги. Потребители платят деньги за решение своих проблем или задач. Соответственно, если вы четко понимаете, какую задачу решает ваш продукт, вам это легко донести, и ваши продажи будут строиться легче. Если вдруг вы не понимаете, какую проблему решает ваш продукт, вам кажется, что вы продаете исключительно продукт, да, или оказываете услугу, и за этим ничего не стоит, пересмотрите свое видение. Посмотрите, обсудите с теми клиентами, которые у вас уже есть, если вы уже на каком-то пути находитесь, да, в плане построения бизнеса. Еще раз, обратитесь к своей целевой аудитории, к тем, кто вас уже покупал, и спросите у них, почему они купили ваш продукт, какую проблему или задачу они решали с помощью вашего продукта. И здесь имеет значение и сама задача или проблема, и то, как формулируют это, ее формулируют ваши клиенты. Общаясь по роду деятельности с большим количеством предпринимателей, я вижу, что часто то, как клиенты видят проблему, да, или ее произносят, отличается от видения предпринимателя. И нужно научиться говорить на языке клиента, да, это уже, скажем, следующий шаг, он будет больше относиться к реализации, но забегая вперед, сразу скажу, что вам потребуется описывать свои продукты, да, может быть, вы будете делать сайт или готовить площадки в социальных сетях, и там очень четко нужно людям доносить информацию, какую свою проблему или задачу они смогут решить, почему ее решить лучше с вами, почему лучше обратиться к вам, почему это сделать нужно быстрее и так далее. То есть закрывать какие-то возражения, это все в будущем вас ждет. Но пока, когда вы будете описывать продукт внутри маркетинговой стратегии, напишите, какую проблему этот продукт решает, и постарайтесь это сделать словами клиента. Ну и, конечно же, да, должны быть в стратегии цели, да, я рекомендую прописывать такое более долгосрочное видение на год 3-5. Если вы так далеко не хотите заглядывать, в принципе, на год вам стратегии достаточно. При этом более детальную стратегию я рекомендую прописать на первые 3 и 6 месяцев. И дальше по мере движения вы можете детализировать остальные периоды, и вообще, в принципе, данный документ, он живой. То есть вы можете эту стратегию постоянно дополнять, корректировать, в зависимости от того, как у вас строится реализация. Может быть такое, что вы запланируете конкретно рекламные каналы, запуститесь, например, в Инстаграме, там вам очень понравится, там будет хороший отклик, и клиентов будет достаточно много, и вы решите остальные рекламные каналы отложить, например, на будущий период, на второй год. Такое возможно. То есть здесь вы уже сами корректируете свою стратегию по ходу движения. Следующий момент. Сама стратегия, наверное, последнее, что я скажу о маркетинговой стратегии сегодня, сама стратегия, она базируется или исходит из стратегии развития компании. То есть у вас, как я уже сказал в начале, скорее всего, есть какое-то видение развития вашего проекта. Вы в любом случае думаете об этом, и если у вас уже есть бизнес, вы думаете, скорее всего, об этом каждый день. Не бывает ни дня, когда предприниматель не придумывает какие-то идеи про развитие своего проекта. Моя рекомендация все-таки стратегию, если она общая, и касается не только маркетинга, все равно записать и сделать из этого отдельный документ, но маркетинговая стратегия должна биться с общей стратегией вашего бизнеса, в том числе по цифрам. Если вы планируете какой-то рост, а любой рост случается, только если он запланирован, вам нужно посчитать цифры и, соответственно, запланировать ресурсы. Как я сказал в начале, главная ошибка предпринимателей – несоответствие ресурсов запланированных тем целям, которые вы можете ставить. Ну что ж, двигаемся дальше. По стратегии проговорили. Ключевые показатели эффективности. Значит, есть несколько ключевых показателей, которые я рекомендую учитывать. Первое – это стоимость лида или обращения. Когда вы будете запускать те или иные рекламные инструменты, к вам будут обращаться ваши потенциальные клиенты. Кто-то будет звонить, кто-то будет писать, кто-то будет оставлять заявку на сайте. Любым доступным способом они будут к вам стучаться. Так вот, это называется обращением или лидом. Стоимость обращения – это конкретно стоимость, сколько в среднем стоит одно обращение из инвестированного рекламного бюджета. Например, вы инвестировали 10 тысяч рублей и получили 20 обращений. Получается, что лид стоит 500 рублей. Но я рекомендую двигаться чуть-чуть детальнее. То есть нужно считать не просто стоимость лида или стоимость обращения, а нужно еще считать стоимость цельвого лида или квалифицированного лида. Потому что не все, кто будет к вам стучаться или обращаться, в принципе к вам. Не все, так сказать, ваши клиенты, не всех вы сможете обслужить. Кто-то ошибся адресом, кто-то думал, что у вас продукт, например, из другого сегмента, вы занимаетесь премиумом, а он хотел эконом. Или наоборот. То есть будут клиенты, которые целевые, тех, кого вы гипотетически могли бы обслужить, и будут те, кого вы обслужить не сможете. Поэтому считаем отдельно стоимость цельвого лида. Следующее – это стоимость привлечения клиента. Это, наверное, такой главный показатель, от которого зависит ваш рост. Дело в том, что любому предпринимателю нужно четко определиться с тем, сколько денег он готов инвестировать в привлечение клиента. Или, как я говорю, цинично звучит, но это правильно – покупку клиента. То есть вы четко понимаете, сколько денег вы инвестируете в рекламу, чтобы к вам пришел один клиент и заплатил деньги вашей компании. Если у вас есть понимание этой цифры, вы можете запланировать рост. То есть вы можете, например, решить, что теперь вы будете двигаться быстрее. Просто инвестировать больше бюджет и привлекать больше клиентов в единицу времени. В месяц у вас их было, не знаю, 10 новых, вы решаете, что их будет 20. Просто инвестируйте, например, в два раза больше. Теперь, есть еще промежуточные показатели или показатели, на которые не так обращают внимание предприниматели, но они очень важны для формирования всей картины. Смотрите, есть конверсия, так называемые, на вводные продукты. То есть, давайте попроще я объясню. Есть промежуточные действия. Есть компании, которые продают не в лоб, не сразу. То есть, не сразу бывает такое, что кто-то оставил заявку и требует, говорит, счет мне, пожалуйста, выставите, оплачиваю и так далее. То есть, есть какие-то предварительные переговоры. Возможно, какой-то расчет или требуется вообще живая или онлайн-встреча. То есть, есть какое-то промежуточное действие, некий этап в продажах, который нужен обязательно для того, чтобы совершить эту продажу. Так вот, нужно считать конверсию и смотреть, сколько стоит промежуточное действие. Ну, давайте на примере, который я уже озвучил. Вы инвестируете 10 тысяч в рекламу, получаете 20 обращений и, предположим, вы агентство недвижимости, вам обязательно встречаться с клиентом для того, чтобы четко понять его потребности. Ну, возможно, встреча нужна в офисе. Получается, что инвестировав 10 тысяч, получив 20 обращений, вы, например, назначили и провели 5 встреч. Супер, неплохая конверсия, 25% из заявок пришли на встречу. А сколько стоила нам эта встреча? То есть, мы инвестировали, получается, 10 тысяч, провели 5 встреч, то есть, каждая встреча стоила 2 тысячи. Да, такая простая математика, простой пример. Но эти промежуточные показатели важны и их стоимость тоже очень важно считать. Для чего? Для того, чтобы не иметь каких-то иллюзий относительно того, как именно устраиваются продажи и от чего зависит результат. Потому что часто предприниматель смотрит, я инвестировал 10 тысяч, получил там 2 продажи, классно. Или наоборот, не устраивает. Но, что было посередине? Что мы сделали отлично, а где мы могли бы доработать и сделать это лучше? Где можно что-то откорректировать? То есть, здесь у вас создаются точки роста. Когда вы знаете такие детали, детальные промежуточные показатели, у вас есть точки роста. Вы знаете, как их улучшить. Например, если у вас плохо назначаются встречи, низкий процент, люди не соглашаются приезжать. Можно что-то докрутить в звонке, в том, как вы это предлагаете, как это делают ваши сотрудники. Если, наоборот, встречи вы проводите хорошо, а контракты не закрываются, ну, значит, сами встречи можно тоже докрутить. Возможно, вы на какие-то вещи не обращаете внимания, не закрываете возражения, не заинтересовываете и так далее. То есть, здесь создаются какие-то точки роста. Еще промежуточные показатели, которые очень важны. Это жизненный цикл клиента и суммарная ценность, которую, ну, или там суммарное количество денег или выручка, которые за жизненный цикл клиент оставляет в компании. Сложный немножко показатель, называется он английская аббревиатура LTV. По сути, означает с момента того, как клиент у вас пришел в компанию, как долго он с вами, то есть, сколько времени он остается вашим клиентом, какая периодичность покупок, ну, и итоговая сумма, которую он на этих покупках, соответственно, вашей компании оставил. Чем выше эта сумма и чем больше этот цикл, тем больше вы зарабатываете с каждого клиента. А значит, если ваш бизнес способен делать клиента постоянным и делать так, чтобы клиент покупал много и часто, то значит, вы можете привлекать этих клиентов по более интересной для себя цене или привлекать их больше. То есть, вы уже по-другому смотрите, например, вы, зная, что клиент вам за жизнь приносит там 500 тысяч, уже по-другому смотрите на то, сколько вы готовы инвестировать в его привлечение. Обратите на это внимание, к сожалению, многие российские компании, да, ввиду того, что конкуренция у нас ниже, чем на западных рынках, чуть-чуть не смотрят туда. Но надо смотреть, потому что конкуренция у нас тоже усиливается и нужно делать акцент на именно работу с постоянными клиентами, клиент-ориентированный подход. Следующий момент. Так, про стратегию мы поговорили, про ключевые показатели мы поговорили. Теперь наймы, контроль подрядчиков. Важная тема, как их вообще подбирать, как их контролировать, как с ними работать. Значит, во-первых, отнеситесь к процессу подбора серьезно. У меня были разные случаи, они достаточно, некоторые из них достаточно комичные. Я сейчас не буду подробно рассказывать, если в двух словах многие предприниматели, пытаясь нанять маркетолога или любого специалиста из сферы интернет-маркетинга, неважно, в штат или на аутсорс, подряд, настолько абстрагируются от тематики, что просто выбирают так, что кто умнее рассказал, кто убедительнее звучал. Но нужно использовать и другие, более объективные критерии. Во-первых, нужно смотреть на опыт работы, на кейсы, на портфолио. То есть были ли похожие задачи, которые данная команда или специалисты уже решали, как они ее решали и какова была эффективность, какой был результат. Конечно, нужно посмотреть также на отзывы тех, с кем уже работал специалист. Естественно, нужно попросить некий план, некую стратегию для вашего проекта. И на этом этапе вы смотрите, насколько вовлечен специалист, насколько ему интересно то, чем он занимается, насколько до того, как он вступил с вами в финансовые отношения, ему интересно погрузиться в то, что вы делаете. Дело в том, что результат в маркетинге – это в том числе результат вовлечения со стороны как специалистов, так и представителей компании. И вот такая синергия, такая общая вовлеченность, если хотите, такая страсть, которая создается, и обеспечивает результат. Если специалист относится к задаче формально, возможно, есть какой-то шаблонный подход, что мы для всех все делаем одинаково и точка. Скорее всего, результат будет средним. Если вы хотите результат выше среднего, если вы хотите большую эффективность, смотрите на то, как специалист погружается, насколько он делает вам индивидуальные предложения, насколько он вообще способен генерировать те или иные идеи, и насколько они адекватны. Если ваше видение, например, совпадает на этапе идей, и вы видите, что у специалиста горят глаза, и он хочет заниматься вашим проектом, это хороший сигнал. Следующий момент, это то, как взаимодействовать с специалистами. Ну, во-первых, если у вас будет стратегия, а после сегодняшней лекции, я думаю, что вы какие-то вещи себе подкорректируете, добавите, а может быть и составите документ полностью, то у вас родится четкий и конкретный план. Например, в стратегии прописано, что вы хотите двоить количество клиентов по отношению к тому, что у вас сегодня есть. Супер. А как это сделать? Можно примерно посчитать, какое количество заявок или обращения лидов вам нужно для того, чтобы выполнить эту цель. Исходя из этого, можно поставить достаточно конкретную задачу исполнителя. Например, это может звучать так. Так, коллеги, мы хотим выйти на 50 заявок в месяц из, ну, допустим, если они занимаются Инстаграмом, из Инстаграма и сделать это за 3 месяца. То есть через 3 месяца у нас должно быть в месяц 50 заявок. Дайте нам четкий план, распишите нам ресурсы, распишите четко, что вы будете делать и как вы этого будете добиваться. Ну, и сколько в среднем, возможно, будет стоить заявка, когда мы этого добьемся в нашей теме. Вот это уже звучит как план. Если вы нанимаете специалиста примерно так. Слушайте, вы занимаетесь Инстаграмом, да. Какой результат будет, если вы настроите мне рекламу? Специалист скажет, ну, я не знаю, какой будет результат какой-то, он зависит от многих факторов. Нет, 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 скажите, какой будет результат. Видите, немножко не с той стороны получается подход и диалог в связи с этим получается неконструктивный. Идите от обратного. План должен быть у вас. Задача у вас в бизнесе, а исполнители ее решают. Никак не наоборот. Следующий момент. Это взаимодействие уже на этапе, когда вы начали сотрудничать. Предположим, вы договорились, поставили планы, коллеги расписали, как они будут эти планы выполнять. Вас это все устроило, ресурсы вы запланировали. Вы начинаете двигаться, проходит неделя, другая, третья. Что-то вы видите, что мы буксуем, где-то какие-то недопонимания. Может быть результат ниже, чем запланированный. Что делать в этом случае? Я рекомендую проводить постоянно, в нашем случае мы это делаем еженедельно с нашими заказчиками, еженедельное совещание. То есть мы еженедельно обсуждаем наши движения по проекту. Результаты за неделю, что мы сделали за неделю и наши планы на следующую неделю. Это делает движение более прогнозируемым. В этих точках можно обсуждать, что идет не так, что каждый может улучшить со своей стороны. Ну и дальше уже улучшать совместно то, что мы делаем. То есть результат в итоге зависит от того, насколько обе стороны погрузились, насколько они готовы к конструктивному взаимодействию и насколько этот процесс вообще контролируется с обоих сторон. Ошибкой здесь будет просто пустить все на самотек. Ребята классные, они опытные, умные, сказали, что все сделают, все ребята делайте, я приду через 3 месяца. Нет. Какой бы профессиональной ни была команда или специалист, с ними нужно будет работать. Если по роду своей деятельности вы не готовы этим заниматься, то тогда функцию взаимодействия можно поручить кому-то из ваших ответственных сотрудников. Для них это точка роста, для вас это возможность делегировать эту обязанность, но все равно нужно присматривать, все равно нужно контролировать. Ну и конечно смотреть, как проявляется другой сотрудник во взаимодействии. Здесь такая проверка может быть хорошим фундаментом для дальнейшего карьерного роста вашего сотрудника. Итак, резюмируя по исполнителям, это должны быть опытные исполнители с подтвержденным опытом, им должно быть интересно работать с вашими специалистами, с вашим проектом, прошу прощения. И вам нужно будет с ними совместно двигаться и вот так в синергии рождается в итоге результат. Хочу вам дать одну рекомендацию, один полезный совет здесь. Очень часто я встречаюсь с тем, что предприниматели, ну не сразу они видят результаты, не сразу он такой, какой бы им хотелось. Коллеги, во-первых, это нормально. То есть когда вы начинаете любую маркетинговую активность, если вы с этим раньше не сталкивались, или у вас были неопытные специалисты, или невовлеченные специалисты, если к вам пришли толковые люди, да, все равно с самого начала может не пойти так, как вам хотелось бы. То есть результат будет слабее, чем у вас в голове. Это нормально. Но этот результат постепенно, в течение времени, должен улучшаться. Так вот, рекомендация. Когда вы работаете со специалистами, вот так еженедельно садитесь и обсуждаете проект, главный вопрос, который должен прозвучать, это что мы с вами вместе можем сделать на следующей неделе для того, чтобы улучшить результаты нашего проекта. И именно в такой формулировке. То есть, когда мы двигаемся из категории улучшений, что мы можем улучшить, что мы можем еще сделать, здесь рождается конкретный план по улучшению. Когда мы идем только через критику, мне не нравится, меня не устраивает, ну-ка делайте и так далее, это рождает деструктив, это демотивирует команду, ну и в итоге у всех плохое настроение. Когда мы двигаемся через улучшение, это поднимает планку, поднимает стандарты и дает всем мотивацию. Используйте именно эту формулировку, и если у вас, повторюсь, толковый исполнитель, если вы настроены на позитивный результат, в итоге знаете, от чего этот результат зависит, ребята знают, как его сделать, все будет в итоге в порядке, просто нужно для этого время. Из недели в неделю вы будете видеть прогресс. Ну что ж, по поводу ключевых ошибок собственника, да, еще хотелось бы добавить здесь, в отношении интернет-маркетинга, то есть, что может являться ошибкой. Мы уже какие-то вещи с вами проговорили, например, отсутствие стратегии. Если вы сразу нанимаете специалистов, у вас нет стратегии, соответственно, нет плана, нет конкретной задачи, вы просто говорите, сделай классно, сделай результат, сделай, чтобы заявки были, чтобы клиенты были. Здесь эта работа получается на удачу, да, то есть, вы, не имея четкого плана, четкой стратегии, вы, получается, и процесс контроля теряете. Сделайте стратегию, из нее будет план, ну и, собственно, дальше все, как мы с вами сегодня обсудили. Следующий момент, это непонимание своих ключевых показателей эффективности, отсутствие их подсчета и вообще понимания, зачем это нужно. Коллеги, цифры, еще раз цифры. Цифры, это самый объективный инструмент, самый объективный свидетель, если хотите, того, что вы делаете. То есть, цифры показывают реальность. Есть мнение, а есть факты. Цифры, это всегда про факты. Поэтому, когда у вас есть цифры, у вас есть уже точка роста, потому что, зная четко свой факт, вы можете составить план и дальше двигаться по нему о том, как этот факт улучшить. Когда у вас есть просто мнение о том, что, ну, нам звонят. Ну, или, наверное, у нас два клиента новых в месяц. Или в прошлом месяце, по-моему, не было новых клиентов. То есть, вот часто я общаюсь с предпринимателем, такое слышу. То есть, я задаю конкретный вопрос и получаю абстрактный ответ. Это мнение. Чем меньше у вас мнений в вашем проекте, тем лучше и быстрее вы будете развиваться. Потому что развитие возможно только на фактах. Следующий момент. Отсутствие необходимого подхода при подборе подрядчиков. То есть, мы уже говорили с вами, выбрал тех, кто поумнее, кто лучше говорил. Проигрышная стратегия. Так это не работает. То есть, нужно немножко погрузиться и понять, как специалистов выбирать. Ну, и немножко мы с вами этот момент не проговорили. Я здесь сейчас скажу. Нужно знать, от чего зависит результат в каждом из рекламных инструментов. То есть, что конкретно влияет на результат. И что может делать или, наоборот, не делать исполнитель для того, чтобы добиться результата в каждом из возможных рекламных инструментов онлайн. Это важно. Опять же, это не говорит о том, что вы завтра должны бежать и обучаться рекламным стратегиям, стать специалистом по трафику, по работе с Яндексом, с Фейсбуком и так далее. Нет. Вам нужно всего лишь понять, потратить небольшое количество времени на то, чтобы разобраться, чем отличается толковый специалист от бестолкового, что на самом деле приносит результат в том же Яндексе, а что на него никак не влияет. После этого вам будет сложнее что-либо втюхать, впарить, использовать вашу малограмотность и так далее. К сожалению, есть и такие специалисты, которые рассчитывают на то, что вы не квалифицированный клиент, вы не понимаете специфику, а значит, можно рассказывать, но не делать. Вот здесь очень важный момент. Вам нужно понимать, что они делают и к чему это приводит. Ну и, конечно, да, нужно работать в связке с исполнителем. То есть, если вы нашли толковых людей и знаете, от чего зависит результат, и видите, что они это действительно делают, то это уже половина успеха. Все тогда будет в порядке. Ну и, собственно, отсутствие системного или последовательного подхода к интернет-марксу. Это тоже часто распространенная ошибка. Дело в том, что предприниматель, да, по своему роду, он такой идейный человек. И идеи могут возникать, ну даже, да, вы присутствуете на какой-то конференции или тренинге, и вам дают идеи. И сегодня я делился идеями. Старайтесь любую идею, которая к вам приходит, ну, во-первых, критически оценивать, насколько она вообще нужна или не нужна, не прыгать между идеями в плане реализации и доводить уже идеи, которые вы собираетесь смедлить в жизнь, до конца. Потому что часто предприниматель прыгает с одного на другое. Сегодня занимаюсь личным брендом, завтра что-нибудь попробовали в Фейсбуке, ой, что-то в Яндексе нам нужно продвигаться, ой, сайт нам нужно переделывать. В итоге, если посмотреть на, там, год или два такой вот стихийной работы, получается, что не сделано ничего, точнее, не сделано нигде на пятерочку, да, или на десяточку. Доведите до конца процесс, убедитесь, что это работает, после этого переходите, там, к каким-то другим процессам. Системный подход, последовательность работает, ну и, конечно, все результаты возникают в течение времени. И его требуется инвестировать. Поэтому в отношении интернет-маркетинга это тоже справедливо. Берите идеи, которыми я сегодня поделился, ищите толковых специалистов, прописывайте стратегию, планируйте ресурсы и реализуйте последовательно, пока не будет так, как вы хотите. Желаю вам больших продаж и успешного бизнеса. Спасибо. Спикер Анастасия Федосова, основатель бренда натуральной косметики Эко Мэйк с оборотом 40 миллионов рублей в год. Член Гиндли маркетологов России, модератор Ирина Подповедко. Доброе утро всем. Меня зовут Ирина Подповедко, я действующий предприниматель. Моя компания занимается обучением персонала в сфере B2B. Тем интереснее сегодня она будет взять интервью у нашей сегодняшней гости, потому что она действительно молодая, классная, активная, уникальная. И поскольку нас сейчас смотрят много молодых людей, которые мечтают открыть свой бизнес, мы как раз зададим вопрос о том, как это сделать, когда ты еще совсем юн, когда нет опыта, где взять идеи, как собрать команду, как создать собственное производство, как начинать продавать свой товар. И что самое интересное, поговорим о том, что такое бизнес на самом деле, потому что очень часто молодые люди представляют его как большой руководитель, который не работает, за которого работает команда, который лежит только где-нибудь на лазурном пляже Пуэрто-Рико и потягивает коктейль под пальмой, и только считает деньги, которые приходят на карту. Но никто не видит того, что на самом деле происходит за кадром. Работать 24 часа в сутки, реально большие риски, кредитная нагрузка, поиск инвестиций, неработающие каналы продаж. Вот сегодня как раз поговорим о том, как начать бизнес, когда ты совсем юн и когда опыта нет. Привет. Итак, ну что же, доброе утро. У нас в гостях Анастасия Федосова, которая является, как уже сказал наш уважаемый модератор, производителем натуральной косметики. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Да. Ну, представь себе, пожалуйста, расскажи нашим слушателям, кто ты чем занимаешься, о чем и про что твой бизнес. Да, меня зовут Анастасия Федосова, мне 21 год. Два года назад я начала свое производство, свой бизнес. Это было чем-то из ряда хобби, когда я просто занималась тем, что мне нравится и даже не планировала зарабатывать на этом деньги. Потом как-то так случилось, что я увидела отклик от людей вокруг на свой продукт и поняла, что вообще-то мне хочется это развивать. И так появился эко-мейк, это бренд косметики. Мы производим и декоративную, и уходовую косметику, и она полностью натуральна. То есть она позволяет коже быть и красивой, и здоровой. И наша концепция рассказать всем девушкам, как оставаться частью природы в ритме мегаполиса. То есть мы говорим, что круто, если пользоваться натуральной косметикой, можно соединяться с собой, со своей природой, и это действительно очень вдохновляет и открывает такую любовь к себе. Это мой самый главный проект. Я пробую другие ниши, пробую до сих пор, и провожу обучение для предпринимателей. Но косметика – это не всегда в сердечке, потому что это бьюти, это красота, это про девочек, и меня это очень вдохновляет. То есть твоему бизнесу два года? Да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас нас смотрят молодые ребята, которые планируют открытие собственного бизнеса. Скажи, за два года на какой оборот вышла твоя компания? Да, сейчас у нас оборот 5 миллионов рублей в месяц. Мы к этому идем максимально органично, то есть у нас в принципе не было откатов, каждый месяц мы растем на какое-то количество процентов. Закладываем этот рост, планируем рекламный бюджет, и вначале это было очень интуитивно, то есть что-то там росло, я такая, прикольно, что-то делаем, значит хорошо. А сейчас мы уже подключили цифры, аналитику, и максимально глубоко исследуем, что мы можем сделать, чтобы вырасти. Да, я сейчас еще отдельно тебя поспрашиваю о том, собственно, как из такого ремесленничества и хобби вырос настоящий бизнес, который по-настоящему большой, но об этом немного позже. Скажи, пожалуйста, как вообще, вот я сейчас хочу позадавать тебе такие вопросы, которые скорее всего могли бы позадавать тебе люди, которые планируют открытие бизнеса. Вот такие же молодые ребята активные, которые хотят реализовать свою мечту. Скажи, пожалуйста, как искать идею? Вот если бы у тебя спросили сейчас молодые люди, какой бы ты совет дала? Я бы дала совет проанализировать, что вам нравится, что у вас получается, и прям выписать список своих умелок. То есть часто такое бывает, что, например, когда-то там пять лет назад я организовывала мероприятие, или там, не знаю, я участвовала в субботнике, и это тоже как бы такой скилл, который можно использовать, и в себе понять вообще, какие мои сильные стороны, и от этого уже отталкиваться. Но не всегда бывает так, что если вам что-то супер нравится, там, не знаю, играть в футбол, то нужно открывать футбольную школу. Нет, так не работает. Но все же иметь это в виду и понимать, как можно соединить вот эти твердые навыки и то, что реально зажигает. Очень здорово. А скажи, пожалуйста, вот где ты просто... Дело в том, что производство косметики – это не услуга, это прям реально продукт. Естественно, что закупка стоит денег, производство стоит денег, логистика стоит денег. То есть деньги нужны на всех этапах работы. Скажи, вот первые инвестиции ты их где брала? Я сама копила. У меня была повышенная стипендия, потому что у меня была золотая медаль. Откладывала. Плюс я тогда работала визажистом, тоже обучилась сама и красила девочек натуральной косметикой. В принципе, так и получилось, что я училась на химфаке, я работала визажистом, потом это все соединило, и мне уже люди вокруг сказали, типа, ну попробуй уже сделать что-то свое. Вот. И первая партия была там, ну, штучек 100. То есть на это я вложила там 1030. Где-то помогли родители. И для меня было важно просто попробовать, насколько я могу. И насколько вообще люди вокруг, ну, как бы не ошибаются. Получилась эта партия. Дальше я ее продавала через друзей, через знакомых, просто в Инстаграме рассказывала. И вот как-то так, реинвестируя постоянно, получилось вот создать то, что есть. То есть маленькими шагами, органично. Очень здорово. То есть через сколько времени сначала ты вышла в точку ноль? Или ты сразу работала из прибыли? И сама реинвестировала в свой же проект? Да. То есть у тебя вообще не было внешних инвестиций? Да. Потом единственное, мы брали займы на миллион рублей. Это было уже спустя год. И мы его тут же, собственно, вернули. То есть нужно было просто обернуть деньги, чтобы там мы взяли большую рекламу и выросли. Но каких-то кредитных займов из банка не было. А инвестиций как таковых, чтобы прям долю инвестору отдать, тоже не было. А что бы ты порекомендовала молодым ребятам, которые сейчас, опять же, планируют открытие бизнеса? Где взять первые деньги? И стоит ли начинать с кредита, например? Если нет опыта, я бы не рекомендовала… Или с поиска инвестора. Да, я бы не рекомендовала искать инвесторов и брать кредит. Если у вас есть бэкграунд, а-ля управление финансами и экономикой, возможно еще задуматься. Но так, как было в моем случае, я бы все-таки оставила тот опыт, который есть у меня. В общем, максимально учиться на своих ошибках, получать свой опыт. И уже потом, когда есть вот эта уверенность, когда есть фидбэк от клиентов, когда максимально совершенствованный продукт, уже брать кредиты. То есть он начинает со своих накоплений. То есть там не обязательно миллионы-миллионы вкладывать. Иногда достаточно начать просто с минимального образца, с минимального продукта. Ну, это такой максимально безопасный путь. Да, он простой. Он не простой как раз. Потому что когда ты начинаешь без денег и без инвестиций, у тебя нет денег ни на рекламу, ни на производство, вообще фактически ни на что. Это не самый простой путь, но он самый безопасный. Потому что, как минимум, вы рискуете только своим временем. И не рискуете заемными деньгами. И не придется потом продавать квартиру, чтобы это все компенсировать. Еще очень круто включается креативное мышление. Ты сам ищешь какие-то решения, как с кем договориться, чтобы максимально не тратить деньги, что-то создать. И это очень круто прокачивает именно эту жилку предпринимателя. Очень интересно. Я вот как раз хочу тебя спросить о том, что ведь у тебя на самом деле не было предпринимательского опыта. И вообще сейчас многие рекомендуют действующие предприниматели с опытом, те, кто в Forbes находится, что, ребят, сначала поработайте в каком-нибудь бизнесе, получите опыт, посмотрите, как устроены внутренние бизнес-процессы. И в это же время у тебя опыта не было совершенно. Вот к нам недавно обратилась в компанию девушка. Она в примерно аналогичной ситуации. Она говорит о том, что у нас было хобби. Мы сначала снимали, я начала вести Инстаграм и так далее. Сейчас она большой блогер, и у нее огромные обороты в компании. И говорит, в какой-то момент я поняла, что обороты очень большие, а внутренней системы нет. И возникла проблема роста. Вот расскажи о том, как ты перешла из вот такого ремесленного труда, где ты сама делала косметику, к тому, что у тебя появилась команда, реальное производство, как появились внутренние бизнес-процессы в компании, и как интуитивно вообще ты до этого дошла? Вот прям по пунктам. Один, два, три. Да, большой точкой роста было открытие ИП, когда я рискнула, и такая, ну вот уже точно как бы не время оставаться там на кухне, и самой что-то делать, уже надо идти дальше. Сняла офис, наняла первого сотрудника. Это просто была моя подруга, с которой мы договорились, что вот давай ты вот мне помогаешь на два-три часа, а я тебе вот тут денежку буду платить. И это были такие минимальные тоже действия, которые показали, что ну все, как бы я готова брать на себя ответственность. Дальше, что было дальше? Дальше как-то тоже все шло постепенно, то есть один сотрудник, другой сотрудник. Сначала это были такие дружеские отношения, типа вот серия 2, ты мне поможешь, и вот как бы договоримся. А потом уже начала постоянно обучаться. Была на наставничестве там у крутых предпринимателей, которые рассказывали, как автоматизировать, как систематизировать процессы, до сих пор этому обучаюсь. Это в любом случае непрерывный процесс. Мне кажется, не бывает такого, что ты вот раз обучился, и все, и дальше у тебя все окей. Вот это всегда меняется, тут нужно быть гибким, и как раз такие предпринимательства, это не про то, чтобы там 5 лет отсидеть в универе, а потом ты такой вышел и все знаешь, а про то, чтобы тестировать гипотезы и, собственно, пробовать новые. Да, ну так вот, первый поинт, это когда ты... Открыла ИП. Да, когда ты еще дома была, когда ты дома сама делала косметику, второй, это ты открыла ИП. Следующий шаг, вот потому что ИП и один сотрудник, и команда большая с оборотом 40 миллионов в год, это не одно и то же. Там нужны совсем другие процессы, регламенты, и вообще много чего должно быть организовано внутри. Вот этот вот путь очень интересен. Как ты подбирала команду, как менялась система управления, нет, потому что просто девочка, которая делает классную косметику, к бизнес-леди, у которой есть работающий бизнес с большим оборотом, это довольно-таки большой путь. Да, я всегда придерживалась бирюзовой системы управления, то есть когда человек понимает, что им от него нужно, и делает это, и сам берет ответственность. И, в принципе, начало было таким. То есть девочки, которые у меня работали, я их не контролировала, я им не писала регламенты. И тогда это было комфортно. То есть у нас все окей получалось, мы сохраняли качество, мы двигались быстро и получали необходимый результат. Затем, да, при масштабировании, вот сейчас у нас 20 сотрудников компании, возникла необходимость писать регламенты, максимально контролировать, ну, то есть внедрять точки контроля. И опять-таки, то есть когда-то это было ненужным, а сейчас это стало необходимым, и просто там уже, опять-таки, ну, понятно, что по-другому никак, что, ну, как бы, иначе будет хаос и беспорядок. Окей, а вот расскажи, пожалуйста, где находила первых клиентов. Это так интересно, потому что сейчас все, кто собирается открывать свой собственный бизнес, они очень озадачены тем, что нужно, чтобы кто-то покупал этот продукт. Вдруг никто не купит. Да, вдруг никто не купит, да. Мы часто, кстати, это разбираем, такие кейсы на моих обучениях, которые я делаю, и приходим к тому, что когда есть качественный продукт, стоит о нем только рассказать и донести ценность до клиента. И, по сути, сейчас во время, когда у нас куча соцсетей, Инстаграм, там все дела, просто там начинают, начинаем рассказывать, друзья на это реагируют, знакомые и так далее, там бывшие одноклассники. И опять-таки покупают, пробуют, вы получаете обратную связь. Дальше закупаем рекламу, вкладываем какие-то деньги, договоримся по бартеру, и вот так вот маленькими шагами. Если есть изначальный рекламный бюджет, то, ну, как бы здесь более понятно, уже конкретно планируем кому что мы там отправляем, каким блогерам, какой таргет мы закупаем. Вот, по крайней мере, у нас это так работает. Мы используем Инстаграм как основную площадку, которая у нас дает нам трафик, и получаем результат. Ты предугадала мой следующий вопрос. То есть, если первые клиенты были по сарафанному радио, правильно я понимаю? Сейчас какие каналы используются? Инстаграм, это таргеты-блогеры. Сейчас будем подключать контекстную рекламу. Инстаграму, Ютуб, Телеграм-канал. Ну, в общем, тут мы прослеживаем путь клиента, где наши клиенты вообще могут быть, и туда идем. Недавно мы разместили рекламу на сайте онлайн-кинотеатра. То есть, мы вообще разные тестируем гипотезы, и понимаем, что людей это много. Главное, чтобы они стригерились, чтобы им это было важно узнать, что есть такая минеральная косметика. Какой, если не секрет, бюджет рекламный в месяц? Сейчас у нас порядка миллиона. Что такое? То есть, получается, у тебя 20 сотрудников, рекламный бюджет около миллиона, плюс еще, ну, обслуживание производства, и из 5 миллионов мы это все вычитаем, и маржинальность, получается, бизнеса какая? Маржинальность для тех, кто сейчас нас смотрит, это те деньги, которые остаются после вычета всех накладных расходов. Да, сама косметика это достаточно маржинальный продукт, но так как мы вкладываем активно в маркетинг, развитие команды и так далее, чистая прибыль, в общем, моя компенсация как бы собственнику 15% от оборота, и чистая прибыль, которая остается, но это еще процентов 10, то есть, несмотря на то, что мы активно вкладываем, бизнес прибыльный. То есть, хватает на хлеб с маслом точно, да? И на сумочку тоже с игрой. Вот, ясно, хорошо. Вот, ты говоришь о том, что вы используете активный инстаграм, да, как главную площадку среди социальных сетей. Вы пользуетесь больше продвижением через блогеров или таргетом все-таки? Больше блогеров? Пока что так. Но мне кажется, что со временем перейдем к таргету. Там более прогнозируемый канал продаж, там, ну, гораздо проще. Там нет вот этого личного фактора. Нет человеческого фактора, да. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, на самом деле, сейчас многие ребята, которые заканчивают университеты, школы, они смотрят на вот эту красивую блогерскую жизнь, и они пытаются повторить успех. Вот, но повторить чужой успех очень сложно, потому что это другое время, это другие стартовые позиции, это другие знакомства, другие продукты, компетенции. Короче, все другое. На самом деле, можно совершить только свой успех и не повторить ничей другой. Соответственно, сталкиваются с такой проблемой, когда рекламный бюджет выделяется, ну, какой-то берется кредит, берутся деньги у мамы, у брата, свата, и не окупается. Как сделать так, чтобы рекламный бюджет окупался? На что нужно обратить внимание при даче рекламы у блогеров? Сначала тестировать рекламную подачу на маленьких блогерах, четко определить свою целевую аудиторию, чтобы понимать, что мы не просто рекламируемся у человека, потому что он блогер, а у человека рекламируемся, потому что у него есть наша аудитория, и она поймет вообще, о чем мы говорим. Ну, и постоянно держать руку на пульсе, отслеживать аналитику, какие вообще клики, какие конверсии, что мы получаем от этого. То есть, понятное дело, что реклама – это часто в долгосрок, но все же в моменте какие-то результаты важно чекать и смотреть на тот же CTR. Можно прокомментировать сразу, что такое конверсия, что такое CTR, потому что нас не смотрят предприниматели, которые имеют маркетинговое образование. А конверсия – это показатель, ну, то есть это соотношение, вот в данном случае про конверсию, которую я сказала кликов, да, например, мы берем количество просмотревших людей, допустим, сториз, и берем количество людей, которые кликнули. И понимаем, что, допустим, там 10% людей кликнули, соответственно, это наша конверсия. Это показатель, который показывает, насколько блогер классно прорекламировал наш продукт, насколько была эффективная рекламная подача и насколько люди стригерились, да, то есть захотели о вас узнать больше, нажать на кнопочку и кликнуть. Вот, то есть чем выше конверсия, тем лучше чаще всего. Но она не может быть 100%, это нормально, как бы, понятное дело, что не всем будет интересен ваш продукт. И еще какое у нас было понятие? Конверсия. Конверсия и еще какое-то? Истер. Да, CTR. Как раз-таки, да, отношение показов кликом, по-моему, да. Вроде. Да, ну это соотношение к тому, сколько люди увидели и, соответственно, сколько они отреагировали. Даже конверсия, просто да, у нее есть название. Да, ну, таким образом, я хочу задать следующий вопрос. Ты вот сейчас только что проговорила о том, что если ваш продукт интересен, вот, поэтому тут возникает вопрос, вот смотрит нас сейчас какой-нибудь условный, там, не знаю, Вася, Губкин из Сургута, и, скорее всего, он сейчас думает, блин, ну, а какой продукт мне продавать, как его сделать интересным, а как понять, кто моя целевая аудитория. И вообще, вот, ты рассказала про очень интересное позиционирование, да, бренд натуральной косметики, быть частью природы в мегаполисе. И это кто-то придумал. Может быть, это придумала ты, а может быть, ты придумала, а какие-то, какое-то агентство там обернуло это в нужную упаковку. Вот расскажи, как создать концепцию продукта таким образом, чтобы это было интересно конечному потребителю. Да, придумала я, и вообще я за то, чтобы каждый предприниматель изначально сам придумывал вообще, что он будет продавать. Сейчас такой век, что, в принципе, изобилие всего, типа, очень много всего, и тут, ну, как бы сложновато выделиться, скажем честно. И пока мы не возьмем фокус на создание ценностей, а не просто, там, купить в Китае и продать тут, мы не будем получать больших результатов. По крайней мере, вот, мир к этому идет. Поэтому изначально задавайте себе вопрос, что классного я могу сделать для людей, что сейчас я могу усилить, какие есть боли у клиентов, да, то есть что их беспокоит. Может быть, вы по себе что-то судите, и понимаете, что там, не знаю, вам неудобно покупать яблоки. И вы такие, я придумаю, как покупать яблоки еще удобнее. И об этом заявляете, то есть подсвечиваете, да, вот эту вот проблему, и говорите, что я решила ее вот так, и вам это будет удобно и полезно. Соответственно, да, и также в каждом бизнесе, и в каждом продукте должна быть своя миссия, то есть, ну, вы не просто продаете, вы продаете результат, да, какие-то ощущения клиента. И, соответственно, изначально, на этапе еще до закупки вашего товара или его создания, это все прописываете для себя, продумываете, и создаете такой фундамент, на котором будете расти. А скажи, ну, вот я, например, тот самый Вася Пупкин, и, к примеру, я придумала продавать, например, духи, или косметологические услуги, или шиномонтаж, на самом деле неважно. Как определить целевую аудиторию? Потому что, когда, ну, мы все прекрасно знаем, для того, чтобы маркетинг был эффективным, чтобы деньги с рекламой вернулись, и желательно с прибылью, нужно попасть именно в ту аудиторию, которая, у которой болит то, что мы пытаемся решить им, и дать им как дополнительную ценность. Да-да-да, попасть в яблочко. Ну, во-первых, задать себе вопрос, вообще о чем этот продукт, и почему я его изначально создавала, опять-таки, какую боль я хотела закрыть, и чью боль, то есть кому это может быть актуально. Может быть, там, если рекламируется на мальчиков, там, 14 лет, то им вообще не нужны косметологические услуги, а вот женщина, там, не знаю, 25, им будет актуально, потому что у них есть вот такой вот запрос. И, во-первых, понять, что изначально заложено в продукте, да, то есть зачем он вообще, почему. Дальше, с кем вам интересно работать, может быть такое, что вам, например, ну, вы поняли, что неинтересно работать с женщиной 25 лет, а хотелось бы, там, не знаю, вот продавать что-то вот там юношам, и вы такие, так, может быть, что-то там с продуктом. Ну, и постоянный тоже тест, кто реагирует, кто как вообще триггерится. Да, давай мы сейчас попробуем об этом рассказать на примере твоего бизнеса, потому что у тебя есть очень четко обозначенная целевая аудитория, очень понятное позиционирование твоего продукта и концепция очень интересная. Расскажи, твоя аудитория – это кто? Ну, явно же это непонятно, что все женщины хотят быть красивыми. Вот, я не знаю, от 18 до, там, 90. Все хотят, но, скорее всего, у тебя аудитория более узкая. Какая? Да, самая ярко выраженная аудитория у нас сейчас – это женщины 23-35, которые придерживаются ценностей здоровья, осознанности, там, йога, медитация, здоровое питание, ну, в общем, те, кто уже как бы в теме вот такие вот прокаченные. И те, кто понимает, что это такая натуральная косметика, зачем она нужна? То есть почему важно на кожу мазать там не продукты нефтехимии, а там ценные природные компоненты? Это те, кому нам уже не нужно объяснять, они просто приходят, видят качество продукта и такие, ок, мы покупаем. Есть также другая целевая аудитория, которой мы рассказываем, что вот смотрите, есть вот такие составы косметики, а есть вот такие. И, конечно, более ценно пользоваться вот такими, потому что ваша кожа скажет вам спасибо. И это немножко другая аудитория, у них другие интересы, да, то есть, как правило, красота, бьюти, там, макияж и так далее. Но они уже вот смотрят как бы в нашу сторону, в сторону нейтральности. И мы можем бесконечно создавать количество целевых аудиторий, главное, с ними правильно работать. Ну, вот я хочу обратить внимание, кстати, что Анастасия, вот подобное, притягивается к подобному. Ну, то есть, то, что ты рассказала про свою аудиторию, это примерно, ну, плюс, минус, то же самое, что я увидела, да, в твоих социальных сетях и так далее. В связи с этим у меня вопрос. Уже мы переходим потихонечку к блоку про то, как устроены продажи у тебя в компании. Мне интересно вот что. Как только прошла реклама у блогера, реклама пошла у, там, в таргете, да, там, на каких-то внешних онлайн-площадках, куда люди идут дальше? Они все заключаются в твой личный бренд, или есть какая-то система продаж, которая работает без тебя? Да, есть аккаунт Instagram нашей косметики, куда мы аккумулируем аудиторию, также их триггерим заходить на сайт, там их подписываем на наши e-mail рассылки, в том числе это как такой запасной аэродром. Ну, то есть, путь клиента, в принципе, достаточно понятен, он не связан с моим личным брендом, хотя мы его тоже активно интегрируем туда. То есть, да, Instagram, и потом на сайте уже могут делать заказы. Ну, то есть, конечная точка все-таки это сайт? Да, там происходит продажа. Ну, либо любой другой сторонний сайт, где также можно найти нашу продукцию, это Marketplace или другие порталы, которые нас продают. Мы недавно в Самокат вышли. Прекрасно, вот это один из вопросов, которые я также хотела задать, потому что сейчас активно обсуждается тема, ну, точнее, она вышла в топ, она стала очень востребована, это продажи на Marketplace. Потому что кажется, что это такой бездонный канал продаж, где не нужно тратить совершенно деньги. Но никто не говорит о том, что там есть большой процент брака, потери на складах и дальше через запятую. Проблемы с логистикой, много отказов. Ну, то есть, довольно много подводных камней, о которых никто не говорит. И вот ребята, которые видят рекламу в интернете, вложи 3000 рублей и получи там миллиард евро в секунду, они на это ведутся. Вот расскажи о своем опыте продажи на Marketplace. Marketplace – это такой же бизнес, который системно и постепенно развивается. Нет такого, что я сейчас куплю товар, я сейчас его привезу на склад, и все, я заработаю. Нет, там тоже нужно продвигаться, там тоже нужно рассказывать о себе, там нужно грамотно оформлять карточки. Это большой процесс. И у нас был, на самом деле, интересный опыт. Все началось с того, что нам года полтора назад написала компания, они такие, ой, у вас такой классный продукт, давайте мы вас выведем на Marketplace. И мы такие, интересно. Мы приехали к ним на склад, это было где-то в Подмосковье. У них там куча товаров, все там прикольно, красиво. Такие, все хорошо, сотрудничаем, подписали договор. Они нас отгрузили, мы смотрим на наши карточки, понимаем, что как-то там все стрёмненько. Ну, типа, фотоконтент прям, ну, типа, некачественный, описание какие-то суперстранное, мы взяли бы хотя бы с сайта. Вот. Ну, мы им пишем, давайте исправлять. Они такие, да-да-да-да-да-да-да. И в итоге, как-то так мы и пропали. В итоге там была партия, ну, типа, на несколько десятков тысяч, и они нам так и не перевели эту сумму. Ну, мы и не стали в суд подавать, потому что, ну, как бы, мы бы больше сейчас запарились, время потратили. Но остается фактом, что вот мы с такого негативного опыта начали. Затем я уже такая думаю, ну, ладно, зачем мне эти маркетплейсы, будем так сами продавать. Потом я выиграла какой-то конкурс, где дали грант на выход на маркетплейсы. То есть дали просто компанию подрядчиков, которые нам помогли завести карточки товаров, сделать первую отгрузку и все рассказали. Мы начали работать. Доход тогда был, ну, прям вообще небольшой. Просто наши клиенты там заказывали, потому что иногда удобнее. Типа, ну, мы там тысяч десять делали в месяц. А потом как-то так получилось, что я искала менеджера опыта, который занимался бы партнерствами в нашей компании. И пришел молодой человек, который был очень заинтересован в маркетплейсах. Он такой, а что это они у вас так стрёмно работают? Давайте я буду их продвигать. И он начал, ну, их, собственно, ими заниматься, там все настраивать как надо. Хотя тоже у него нет как такого там обучения, опыта, просто вот он начал сам потихоньку разбираться. И сейчас мы активно начали туда вкладывать деньги, брать новых менеджеров, обучаться этому. Сейчас вот мы, кстати, в процессе прохождения обучения по автоматизации процессов там. И сейчас мы оттуда зарабатываем, ну, точнее, получаем выручку, два с половиной миллиона, что ли, у нас сейчас по плану стоит. Вот, ну, то есть, опять-таки, мы вкладывали туда свои силы, хотя у нас уже был продукт, да, как бы от Грузии получая. Но нет, мы там также усовершенствовали инфографику, там карточки товара, включали там внутреннюю рекламу, внешнюю рекламу, и вот постепенно выходим на органику. Там сейчас большая конкуренция, поэтому изначально заходя, нужно понимать, что, ну, как бы там тоже нужно быть вливание, и это не так просто. Вот, и для тех, кто сейчас смотрит нас в эфирах, если кто-то не понял, что это такое маркетплейсы, это, расскажи в двух словах. Да, это площадки, кстати, за которыми будущее, которые аккумулируют себе многих поставщиков, и разные товары, которые можно заказывать там, получать на следующий день в своем соседнем доме, в пункте выдачи, не платить за доставку, и еще там всякие акции, скидки. Ну, в общем, в Альберис Азон, я думаю, что все прекрасно знаете. Да, я вот как раз хотела назвать, но думаю, не знаю, можно ли в эфире, но окей. Вот, все поняли, о чем идет речь. На самом деле, действительно, многие думают о том, что там очень много трафика, но действительно там нужно очень много денег потратить, и там есть тоже свои риски. Вот, я правильно понимаю, если подвести итог того, что ты рассказала об этом, то это прям отдельный бизнес, который не имеет ничего общего с тем бизнесом, кроме продукта, с классическим бизнесом. Ну, по-моему, да, там немножко другие процессы. Конечно, они так или иначе синхронизируются, то есть люди, которые о нас узнают через Инстаграм, они могут заказывать на Marketplace, их так часто бывает. Но все же, если мы говорим про массовые продажи там, то я бы прям отдельно команду по-то собирала, но мы сейчас как раз-таки этим занимаемся, планируем еще товары выводить, и прям выстраивать, да, отдельные процессы. Да, потому что сейчас многие выходят на Marketplace, и скажи, вот давай перечислим подводные камни, на которые стоит обратить внимание молодым ребятам, которые собираются продвигать свой товар через Marketplace. Прям раз, два, три. Ну, во-первых, это условия по упаковке и маркировке товара, то есть это достаточно такой большой процесс, который нужно сначала самим понять, чтобы дальше это масштабировать, делегировать и так далее. Там есть некоторые нюансы, которые стоит изучать, стрихкодирование, отгрузки, все дела. Дальше это подводный камень, но это настройка непосредственно карточек, ключевые слова и так далее, описание, чтобы они были продающими, а не так, как там иногда бывает, типа, ну, по-разному бывает. Плюс подводный камень, ну, это фотоконтент, который тоже нужно уметь создавать, опять-таки понимая, кто будет покупать ваш товар и что для них важно. То есть здесь нет какого-то единого алгоритма, типа, напишите один, два, три и получите результат. Вы должны исследовать, кому там нужна ваша бутылка для воды и что вы при нее напишите. Подводный камень еще. Ну, это, наверное, рекламные какие-то инструменты, с которыми тоже стоит разбираться и которые могут казаться очевидными, но в них тоже стоит погрузиться, чтобы понять вообще, как это работает. Вот ты интересная вещь сказала про то, что нужно погрузиться в рекламные инструменты. Возник вопрос такой. А вот есть мнение о том, что желательно предпринимателю максимально все делегировать. Вот как ты думаешь, что можно делегировать и что допустимо делегировать, а что нужно делать самому и где нужно по-настоящему вникать? Все, что связано с креативом относительно вашего продукта, я бы рекомендовала оставить на себе. Максимально задавать себе вопрос, как я могу сейчас его усилить, исследовать, что говорят клиенты. И это прям такой must-have, чтобы никто не будет заинтересован в усилении вашего продукта так, как вы сами. Дальше, в принципе, можно делегировать все, но только сами понимаете вообще, что происходит и как вы можете это контролировать. Сначала вы встретите систему, на которой вы будете опираться и даже лежа на пляже заходить в табличку и смотреть, что вообще сейчас происходит. То есть, опять-таки, чекать цифры, результаты, эффективность команды и все прочее. То есть, подведу итог, да? Для начала нужно вникнуть самому в этот процесс, потому что если ты не понимаешь, как он устроен, то, скорее всего, ты не можешь его контролировать, правильно? Таким образом, шаг номер один – это вникнуть самому в процесс, понять, как он работает. Второе – это описать какие-то инструкции и рэперные точки работы для человека. И третье – это система контроля. То есть, это примерно, да? Классическая система. Да, подводя итог. Ну и, в общем-то, так как мы коснулись проблемы делегирования, давайте я задам вопрос про команду. Как ты набираешь людей в команду? Потому что такая маленькая, красивая, хрупкая девочка и такой большой бизнес. Расскажи, где у тебя люди, они у тебя рядом или они удаленно? Как устроена система управления ими? И для начала расскажи, как происходит подбор, на что ты обращаешь внимание при выборе кадров? Вообще, наша команда делится на две части – это производство и продажи, ну и маркетинг, соответственно. На производстве у меня есть управляющий, который как раз-таки нанимает людей. И, в принципе, мы всех отбираем по нашим ценностям, чтобы они были заинтересованы в нашем продукте и вообще понимали, что происходит. К счастью, пока небольшая команда, мы прям максимально тщательно отбираем, и таких людей много. Да, мы их собеседуем, смотрим на их опыт, смотрим на то, как они вообще смотрят на мир. Если мы где-то отслеживаем какие-то негативные установочки, я, например, недавно нанимала еще управляющего производства именно по автоматизации, и собеседовала женщину и прям отслеживала, что она такая, типа, ну вот в прошлой команде там, типа, все там сплетничали, вот это так стрёмно. Ну и, короче, как-то вот я почувствовала, что это не наше, и наше больше про такую, типа, скорость, открытое мышление, такое, типа, любопытство, интерес к жизни. И вот на такое опираемся. Что касается продаж и маркетинга, здесь удаленная команда чаще всего. Есть консультанты, которые у нас в шоурумах, но мы их тоже удаленно, на самом деле, с ними работаем. Там тоже смотрим на эти же показатели и на опыт, опять-таки, на готовность учиться, на вот какую-то открытость, скорость. Для нас очень важна ценность скорости, чтобы не согласовывать какие-то проекты, какие-то идеи, там, годами. Наша задача придумал, сделал, там, придумал, протестировал. И вот что-то такое. Нанимаем через Инстаграм, у нас приходят самые такие стойкие сотрудники, потому что они уже нас чувствуют, уже знают что-то про нас. Ну и Headhunter, там тоже много аудитории. А собеседование проводишь сама или это делает уже отдельный HR? На управляющих, вот последний поток был я сама, на менеджеров по продажам, на консультантов, на производство, это все управляющие делают. Управляющие это кто? Это директор или директор по маркетингу, директор по производству? Я их называю руководитель розницы, руководитель опыта, ну и руководитель производства. То есть это те люди, которые приходили с интересом в глазах и сначала пробовали сами опять-таки, а потом выросли и под себя начали собирать команду. Естественно, мы с ними это тоже обсуждаем, я иногда присматриваю записи их собеседований, но чаще всего доверяю. Просто очень интересно, ты говоришь, что они все выросли, да, внутри твоей компании, но очень часто классные продажники, у которых есть компетенции, допустим, продаж, у них совершенно нету компетенций управленческих. Вот как ты им помогаешь вырасти именно с точки зрения управленческих компетенций? Ну вот, кстати, например, руководителя розницы я брала с управленческими компетенциями, она руководила розничным магазином в торговом центре достаточно много лет. И я понимала, что, возможно, в продажах она не сильна, поэтому мы потом проходили вместе обучение по продажам, писали регламенты, как-то вместе это все проходили, и на самом деле всему можно научиться. Действительно, вот эта управленческая жилка, ее нужно чувствовать, это готовность коммуницировать с людьми, и делать это достаточно много. Вот, и это ключевое. Я поняла. То есть ты инвестируешь еще и в обучение дополнительно своих сотрудников? Да, просто я. И я так понимаю, что довольно-таки много. Очень здорово. Слушай, ну у меня вот такой вопрос еще есть личный. Дело в том, что я вот смотрела интервью и общалась лично с разными уже взрослыми, очень известными предпринимателями, людьми. Они часто рассказывают историю о том, что когда-то был момент, когда я был молодой, и я специально старался отрастить себе щетину, чтобы как-то стараться выглядеть постарше, надевал очки и дальше через запятую. Вот скажи, ты молодая, активная, красивая девчонка. Вот. Не мешает ли тебе, ну скорее всего, твои руководители старше тебе, не мешает ли тебе возраст? У меня наоборот иногда интересно, как отреагируют люди, которые новые, да, допустим, на собеседование приходят, что они, ну как они отреагируют, как я это отслежу. Нет. Мне кажется, я внутренне гораздо старше. Не, все может быть, да, но первое впечатление всегда у нас по внешности, поэтому я... А бывали какие-то интересные ситуации, когда, ну из опыта на собеседованиях или в жизни, где тебе это очень помогало или очень мешало? Ну, кстати, я не скажу, был опыт, когда при мне опубликовали какую-то статью, где-то на каком-то портале, и там было много хейта и серии, вот типа, чего она молодая, чего она вообще знает, как ей можно доверять, там, продукт у нее покупать. Вот, ну это такой единый случай, который запомнился. Так в целом сейчас такой мир, что мне кажется, вообще всем пофиг. Сколько кому лет, главное делать, и делать хорошо, и давать вот эту пользу миру? Вот, мне кажется, что вот этот ответ, он прозвучал примерно как лучшая мотивация, потому что реально, Анастасия, это великолепный кейс, как молодой человек может сделать бизнес просто сначала на коленки и взрастить это до большого производства с огромными годовыми оборотами. Слушай, ну, у нас есть еще немного времени, и у меня такой вопрос. Я вот, такой больше развлекательного характера, я читала о том, что на одном известном телеканале в программе, как называлась она? Секретный миллионер. Секретный миллионер. Тебе предложили инвестиции, довольно-таки большие, и ты отказалась. И расскажи, с чем связано, почему бы нет? Да, потому что если отработаны бизнес-процессы, то инвестиции могут очень быстро помочь бизнесу вырасти. Расскажи, почему отказалась? Это было на начальном этапе, кстати, до открытия ИП, и мы с инвестором, а он, кстати, очень классный, известный мужчина, который бизнес-ангел, то есть он наставник для тех, кто начинает, он находит классные идеи и их развивает. И сначала я загорелась, думаю, ой, как здорово, у меня же есть идея, сейчас мне кто-то поможет ее развивать. Я долго ходила с этим, и потом поняла, что вообще-то я сама хочу попробовать, я же придумала когда-то, тогда еще не было бизнес-процессов вообще, это был как раз тот этап, когда я сама что-то делала, продавала, и я поняла, что хочу попробовать сама дальше. Ну, собственно, там и пошло как раз-таки вот это вот типы П, я тогда из университета ушла, не рекомендую так делать, но если очень хочется, то можно. И ушла из университета, то есть вот девушка, которая бросила университет и переехала в Москву, да, ты же... Да, почти сразу, но там спустя несколько месяцев. А откуда ты расскажи? Я из Челябинской области, из Латоуста, училась в Челябинске, в Южноуральском университете, ну и потом переехала в Москву, я не знаю на самом деле, что мной триггерило, мне было интересно попробовать, и я приехала, и начался карантин, поэтому я сидела дома в Москве. Понятно, ну да, ну у тебя есть возможность сейчас все наверстать. Слушай, ну знаешь, такой вопрос, вот сейчас нас смотрят абсолютно разные ребята, которые, ну мы уже поговорили о том, с чего начать, и нужно найти свои сильные стороны, и любимое дело, и что-то, что по-настоящему зажигает, и вот допустим, это есть. Кто-то делает макияж, кто-то косметику, кто-то там шиномонтажем опять же занимается, и часто люди, которые умеют это делать неплохо, вот такие ремесленники, да, но у них нету навыка предпринимательского, и они вот так вот всю жизнь и остаются этими самыми ремесленниками. Как из этого ремесла перейти в бизнес? Вот какие шаги нужно сделать, чтобы это превратилось в систему, которая работает без тебя? Ну, во-первых, бизнес это не панацея, то есть не всем нужно заниматься бизнесом, я всегда об этом говорю. Есть сейчас такой тренд, что типа, а давайте все станем предпринимателями, но не всем это нужно. Если вам сейчас в кайф так работать ремесленником, то, пожалуйста, главное у себя спрашивать, что я хочу и каким я себя вижу там через год, через три, через пять. И вообще, если у вас реально есть желание становиться бизнесменом, повторюсь, не составит сложности найти необходимую информацию, найти необходимых людей, потому что, ну, как бы ваш мозг будет заточен под то, чтобы вот это создать в своей жизни. И да, наверное, обучаться, гуглить, смотреть, кто может поделиться своим опытом, идти к тем, кто уже прошел этот опыт к предпринимателям, задавать им вопросы, не знаю, приглашать на чашечку чая, сейчас куча консультаций, обучений, и просто задаваться вопросом, что я сейчас могу усилить, чтобы вырасти дальше. Ну, то есть какие процессы, опять-таки, делегировать, с чего начать. И постепенно, постепенно по точкам идти. Ну, классно. Я абсолютно вдохновлена сейчас тем, что рассказала Анастасия, потому что, конечно, тот человек, которого я увидела, когда она зашла в студию, и то, как ты раскрыла сейчас здесь, конечно, очень удивительно для меня. Мы сейчас будем потихонечку подходить к концу. Мне интересно вот что. Вот скажи, вот на сегодняшний день, сколько времени у тебя занимает твой бизнес? То есть вот сколько часов в неделю ты работаешь? Я недавно посчитала и поняла, что в день это 2-3 часа. Понятное дело, что я на связи, я могу, в принципе, если захочу ответить в 11 часов вечера или пораньше стать, еще чем-то позаниматься. Но это уже та точка, когда я выбираю, хочу ли я сейчас работать больше, или мне, в принципе, ок и так. Потому что процессы налажены, всегда есть что усовершенствовать, но база, вот этот фундамент есть, он работает. Вроде ответила на вопрос. Да, 2-3 часа в день. Я почему об этом спросила? Потому что я хочу показать тем людям, которые нас смотрят, что это возможно, возможно в 21 год иметь крупный бизнес, который не бизнес, который надо делать, а который по душе. Когда ты делаешь что-то, что тебя каждый день вдохновляет, что тебе хочется по-настоящему улучшать, где ты кайфуешь каждый день, при этом не тратишь свое время, остаешься в ресурсе и при этом много зарабатываешь, имеешь интересный круг общения. И все это реально получить с помощью организованного, грамотно выстроенного бизнеса, где есть отработанные четкие бизнес-процессы. Я очень рада вам за то, что вы посмотрели это интервью. Анастасия, может быть, что-то еще хочется сказать на прощание тем, кто нас смотрит? Да, я пожелаю всем больше рисковать, больше заявлять о себе, о своих продуктах, создавать, делать мир лучше. И да, спасибо, что смотрели, было очень приятно. Да, благодарим Анастасию, я со всеми прощаюсь. Классного вам продуктивного форума. И до встречи уже вне онлайна. Пока-пока. Опыт практиков. Практический разбор кейсов. Правильное бездумное масштабирование на примере двух кейсов. Взрывной рост и банкротство. Спикер Артур Мергоязов. Основатель компании «Безрутины». Предприниматель, технолог, консультант, эксперт, ментор. Разработал 8 технологий в сфере HR. Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Мергоязов Артур. И сегодня действительно будем разговаривать о том, как масштабировать компанию двумя способами. Первый способ масштабирования приводит к тому, что компанию разрывает в клочья просто. Компания остается с минусами, компания остается с долгами, компания остается без сотрудников, мертвая. И при этом еще и в минусе. То есть не просто банкрот, она еще и должна. Это первый будет кейс. Второй кейс я расскажу о том, как компания вырастает, оставляет себе новые прибыли, новые обороты, новых сотрудников, новые технологии и вообще успех. Успех на рынке. Прежде чем мы перейдем к непосредственно моему докладу, давайте познакомимся. К сожалению, я вас не вижу. И задать вам вопросы не могу. Кто из вас чем занимается? У кого из вас какие увлечения? Но я могу рассказать о себе, для того, чтобы вы понимали, как относиться к тем кейсам, которые я рассказываю. Насколько они близки к моей практике, насколько они близки к практике бизнеса. Потому что есть профессора, которые там успешным образом рассказывают про то, как космические корабли выраздят просторы галактики. А есть другой пул рассказчиков, которые, в общем, так или иначе делятся опытом. И я хочу, чтобы вы почувствовали эту грань, по крайней мере, меня почувствовали и как-то смогли это оценить. Итак, меня зовут Миргоязов Артур. Я предприниматель, действующий. У меня компания по подбору управленцев. С 2014 года работает компания. И за эти примерно 7 лет через мою компанию прошло около 130 тысяч руководителей. Вы представляете, сейчас представьте себе стадион, значит, там 5000 человек. А теперь эти 5000 человек умножьте на сколько? На 6,5. Вот 6,5 стадионов – это все руководители. Представили, да? Вот это стадионы, это все руководители. И они все прошли нашу оценку. Через мою компанию все. Все эти люди прошли. Я сам представил, мне страшно стало. Я еще так не представлял ни разу. Так вот, до этого бизнеса у меня была компания в сфере пожарной безопасности. Мы производили планы эвакуации, знаки пожарной безопасности и всякие вот эти противопожарные штуки. У меня было 5 филиалов по России. Ну, у меня и моего партнера. Мы вместе с партнером это делали. Ну, вот там Москва, Питер, Сибирь. Там Сибирь, Красноярск, Новосибирск. И центральный офис был в Уфе. У нас было производство и филиалы. То есть, так или иначе, с масштабированием я столкнулся не только как консультант, а про свой консультантский опыт я еще расскажу, но и как предприниматель непосредственно. И я ощутил все те вещи, о которых буду говорить, когда компанию разрывает, когда компания начинает минусить. Хотя вроде выросло, вроде обороты выросли, но почему-то что-то такое происходит, что компания почему-то в минусе. Хотя вроде масштаб, вроде деньги и все такое. Странно. Как это может быть? До этого, ну, вообще, чтобы вы понимали, первый мой опыт бизнеса в 12 лет произошел. Звучит? Ну, ладно. И по нормальному бизнесом я занялся на втором курсе университета. К четвертому курсу университета, на четвертом курсе я открыл второй бизнес. Ну, и вот, в общем, в принципе, так или иначе, мою историю вы понимаете. Сейчас, на данный момент, у меня компания по подбору управленцев без рутины. Помимо этого, я консультант. Я консультирую компании с оборотом годовым от 500 миллионов рублей. И в целом, в среднем, компании, которые я консультирую, увеличивают прибыль и выручку в один, в полтора, в два, в три, в пять раз и так далее. И это так сложилось, что это не зависит от масштаба компании. Есть компании, которые я консультировал там пять лет назад, там у них был совсем маленький оборот, полтора-два миллиона в месяц. Сейчас это совсем другой масштаб компании и всегда один и тот же результат. Всегда они приходят к выручку, они всегда вырастают, значительно вырастают. Из чего я делаю вывод, что, видимо, методы, которые я применяю, они более-менее универсальны. Они подходят к каждой из компаний в любой бизнес. Ну, крупный бизнес я еще не консультировал, но более-менее какие-то средние бизнесы, мелкие бизнесы, оно все, вот так оно и работает. Ну, я делаю такой вывод. На самом деле, моя внутренняя сущность – это технолог. То есть, я работая со своей компанией, я работая в консалтинге, делая что-либо, создавая любой продукт, я подхожу к нему как технолог. То есть, я вижу происходящее и вижу за происходящим технологию. То есть, тут просто технологию. Технология – это описание того, как это происходит. И через влияние на технологию, через создание технологии, я могу делать некие, ну, очень оптимальные вещи. Например, у меня мой бизнес по подбору руководителей – это очень высокоэкспертный бизнес, очень ремесленный бизнес. И большинство экспертов так и остается работать главными экспертами в своем бизнесе. Ну, как, там, Ашманов и партнеры, там есть вот компания в сфере интернет-маркетинга, есть еще там кто-то и партнеры. И вот этот кто-то, он такой главный эксперт, его там все любят, уважают, но он часть корабля, понимаете? Он неотъемлемая часть, то есть, он не совсем, ну, он не бизнесмен, то есть, он внутри находится. Мне же удалось построить, слава богу, удалось построить компанию, в которой я не главный эксперт. Экспертный бизнес, в котором я не эксперт. Я не участвую в работе этой компании. Ну, участвую, но не на уровне, там, каких-то глубоких компетенций, операционного управления я не участвую. Слава богу. Вот такие знания, такие вещи хранятся во мне. И из этой картины мира я вам сейчас буду рассказывать про масштабирование бизнеса. Давайте для начала поймем, что такое масштабирование бизнеса. Это крайне важный вопрос, потому что, ну, давайте поймем, что такое масштабирование бизнеса. Во-первых, это, когда что-то разгоняется. Во-первых, масштабирование, это увеличение скорости. Достаточно сильное такое, кратное увеличение скорости. А когда мы увеличиваем скорость, когда мы увеличиваем скорость, что происходит? Ну, например, колесо у автомобиля. Представьте колесо. Удвоилась, ну, скорость с 30 км в час стала 60 км в час. И если посмотреть законы физики, то тормозной путь автомобиля при удвоении скорости увеличивается квадратично. То есть, если на 30 км в час автомобиль останавливался за 10 метров, то когда он ездит 60 км в час, ему, его тормозной путь будет уже 100 метров. 120 км в час уже километр. То есть, тормозной путь увеличивается квадратично. Точно так же увеличивается нагрузка на колесо. Колесо крутится в два раза быстрее, а нагрузка, растягивающая, центробежная сила, увеличивается квадратично. В бизнесе то же самое. Если мы вдруг разгоняем бизнес в два раза, мы увеличиваем его в два раза. Нагрузка на сотрудников, нагрузка на слабые элементы. Представьте себе колесо. И представьте, что в диске, в колесном диске, есть трещинка, небольшая такая трещинка. И при нагрузке там тысячи килограмм, ну, условно, какие-то условные возьму сейчас цифры, при нагрузке тысячи килограмм она, ну, колесо выдерживает, все в порядке. А если мы увеличиваем квадратично, то эта маленькая трещинка превращается в огромную дыру и колесо просто разрывает. А так как машина едет уже на довольно высокой скорости, то, соответственно, машину сносит куда-то далеко. Масштабирование – это увеличение скорости, при котором нагрузка на элементы бизнеса увеличивается не вдвое, а в квадрате, геометрически. И поэтому многие бизнесы, после того, как масштабируются, после того, как они выросли, они сразу же погибают. Так было почти так. То есть почти по этому сценарию прошел и мой бизнес в сфере пожарной безопасности. Когда мы открыли филиалы в Сибири, когда у нас было в Москве, Питер, Сибирь, еще в Уфе все работало, все стало выходить из-под нашего контроля. Потому что были слабые элементы. Но о сильных и слабых элементах мы поговорим на конкретном кейсе, который я вам сейчас расскажу. Кейс номер один. В теме было заявлено, что будет два кейса, и вот они, эти кейсы. Итак, кейс номер один. Компания выросла, компания погибла. Как это произошло? Я не буду называть имен, естественно. Скажу лишь, что это был допандемийный период, и компания с пандемией эта смерть бизнеса никак не связана. Были тепличные, хорошие условия, все было в порядке. Компания занималась металлоконструкциями. Лестницы, перила, вот всякая такая штука для частных домов, ну и там, и больше. Компания делала в месяц 10 миллионов рублей. Ну, такой, некрупный бизнес, но, в принципе, нормальный уже, работает, все хорошо. Свое производство, ангар, расширились, молодцы, все классно. Я и эта компания, этих ребят я знаю давно, они приходят в безрутины, в мою компанию, говорят, «А наймите нам крутейшего коммерческого директора. Мы хотим удвоиться». Партия сказала, «Надо», колхоз сказал, «Есть». Безрутины взялись за дело и дали коммерческого директора звездного, классного, яркого, сильного, который действительно в первый месяц работы удваивает выручку компании. В первый месяц работы удвоена выручка. Хорошо. Четвертый месяц работы компания закрывается с долгами, с минусами, недовольством и судебными исками. Что же произошло? Что происходило последовательно? Давайте попробуем разобраться в этой ситуации и немножко станем детективами, которые расследуют дело. Начнем разматывать клубок, виток за витком и поймем, как происходило вот эти, что происходило эти четыре месяца. Сначала, ну и давайте начнем. Сначала у них было какое-то количество сотрудников, ну например, там 10 человек в офисе, которые переваривали объем заказов на 10 миллионов рублей. Помимо этого еще производство, есть, которое тоже переваривает объем заказов на 10 миллионов рублей. Выручка удваивается, они начинают принимать гораздо больше, в два раза больше контрактов, чем принимали раньше. И в каком-то, это все там первый, второй месяц, и в каком-то контракте они пропускают маленький, мелким шрифтом пунктик, где написано, что в случае просрочки они выплачивают значительный штраф. Пропустили, не заметили, пробежали и все дальше. Потом еще один такой контракт. И еще несколько таких контрактов они пропустили, где были какие-то неудобные условия. Они допустили ошибки при заключении договоров. Ну, просто потому, что в мыле. При этом выручка продолжает расти. То есть выручка уже выросла. Ключевые сотрудники, на которых все держится, не спят, не едят, вкалывают. И что? Начинают выгорать. Потихоньку, постепенно начинают выгорать. Что происходит дальше? А дальше прилетает первый штраф, который они не могут не выплатить. Ну, по-прежнему работает отдел продаж, уже почти выгорели основные сотрудники, которые работают, производство перестало справляться и оно начинает косячить. Оно не успевает сдавать в срок. И здесь приходит вторая беда. Сотрудники в офисе, которые не справлялись уже, они уже выгорели, уходит ключевой сотрудник. Выручка по-прежнему высокая, обороты по-прежнему высокие, обороты компании, обороты этой машины. Машина едет в два раза быстрее, чем может ехать. Уходит ключевой сотрудник, косяков становится еще в два раза больше, в три раза больше. На производстве тоже уходят ключевые сотрудники, несколько. Они начинают успевать еще меньше. Из-за штрафов и из-за перерасхода денег на производство у них заканчиваются деньги на маркетинг. Если раньше они могли покрывать новыми деньгами от заказчиков старые заказы, а у них же не было фондов, финансовых фондов, которые обеспечили бы производство всех заказов. Они просто текущими деньгами питали компания. Новые заказчики питают старые заказы, все в порядке. Вот это порочный круг, порочное колесо. И вот происходит что? Что заканчиваются деньги на маркетинг, потому что все это вложено в производство. Деньги на маркетинг закончились. И они больше не могут привлекать новые заказы. Они больше не могут привлекать новые заказы. Поток денег встал, уходит еще часть сотрудников, приходят еще иски, долги, им еще накидывают долги, потому что они не успевают. Производство тоже уходит часть людей еще раз, в очередной раз. И производство вообще встает, оно не может больше производить по-нормальному. Что мы имеем? Деньги на маркетинг нет, деньги на производство почти закончились, из офиса ушли основные сотрудники, с производства ушли основные сотрудники, компания встала, остались там буквально несколько человек, все понимают, что корабль тонет, у компании кончились деньги, ушли все сотрудники, компания погибла. С чего все началось? Все началось с того, что они захотели вырасти, они захотели разогнать свой автомобиль, который был не готов к такой скорости. Тормозной путь при удвоении скорости увеличивается квадратично. Они не учли этого. У них не было фондов, не было бизнес процессов, не было избытка менеджерского ресурса. Избыток менеджерского ресурса необходим. Менеджерский это не продажник, менеджер это управленец. И не было избытка управленческого ресурса, который позволял бы компании разрулить новые проблемы, новые задачи, новые вызовы, которые позволил бы переварить происходящее. Компания погибла. Второй кейс. Компания подготовилась, компания выросла. Разберем следующий кейс. приходит ко мне двое собственников, лидирующих в своей отрасли компании. Они уже абсолютный лидер в своей нише. К слову, это было два года назад. К слову, на сегодняшний день они перестали расти, потому что просто рынок кончился. То есть они весь свой рынок забрали. Ну, весь свой, тот, который могли забрать. они приходят ко мне и говорят, Артур, мы устали. Как это? Я устал, я мухожук. Ну, хотя вам, наверное, этот мем незнаком. Они говорят, мы устали, найми нам директора. Мы на него спихнем всю работу. Я задаю им несколько уточняющих вопросов и говорю, нет. вы не наймете себя директора ни через меня, ни каким-либо другим образом. Я говорю, почему? Я говорю, ну, потому что он не выживет просто, он умрет просто. Вот он умрет примерно на четвертые сутки, он будет биться в конвульсиях уже такой предсмертной конвульсии. Почему? Потому что в их компании отсутствуют фонды, отсутствует менеджерский состав, нормальный управленческий состав, отсутствует культура управления, отсутствует планирование, отсутствует система финансового и управленческого учета, отсутствуют нормальные отлаженные бизнес-процессы на нижнем и на верхнем уровнях, и много чего еще отсутствует. И директор в таких условиях, он не выживет, не выживет, в смысле-то, невозможно. И они говорят, ну, ладно, типа, мы тебе верим, типа, а делать-то что? Ну, типа, убедил, давай, что делать-то что? Говори, командуй, куда нам бежать? И с примерно того времени мы начали активную, интенсивную работу. Даже не активную, а именно интенсивную. Три месяца интенсивной работы над чем? Выстраивание управленческого учета. Зачастую финансисты, которые рассказывают про управленческий учет, они тянут одеяло на себя, они под управленческим учетом подразумевают финансовый учет. Они говорят, управленческий учет это про деньги, но я не согласен с этой позицией. Для меня, лично для меня, управленческий учет это учет показателей бизнеса разных. Это и цена заявки, это и цена продажи, это рентабельность капитала, тот же финансовый показатель. Итого управленческий учет по моей версии это три среды. Внешняя среда это все, что касается маркетинга, продаж, пиар, внешние коммуникации. Внутренняя среда это кпи, склад, логистика, производство, бухгалтерия, внутренняя производственная среда компании. И среда финансовая, не необходимая в управленческом учете, естественно. Финансовая среда это капитал, оборотные средства, выручка, прибыль, рентабельность, капитала, рентабельность бизнеса, рентабельность каждого сотрудника, рентабельность каждого часа, выручка на сотрудника и так далее. Там может быть миллион всяких разных показателей. Так вот, когда мы выстраиваем управленческий учет в трех средах, а мы его выстроили в этой компании, у нас на одной табличке за 30 секунд внимания в одну табличку, я вот смотрю в эту табличку 30 секунд, я все понимаю, что происходит в этом бизнесе, мне вообще все понятно, а если там есть еще маленькие эти спарклайны, такие графики, маленькие графики, как в Google Docs, можете потестировать функцию спарклайн, крутая штука, понятно еще и динамика, то есть мне понятна ситуация и понятна динамика, и я за 30 секунд внимания, ну в табличку я смотрю 30 секунд и понимаю, какую команду отдавать и кому задавать неудобные вопросы. Мы выстроили бизнес-процессы, бизнес-процесс это по сути создание продукта для сотрудника. Ну то есть продукт, например, секретаря это заполненные документы, качественно оформленные документы. Ну например, продукт логиста это совершенные доставки, вовремя совершенные доставки. И бизнес-процесс это такая диаграммка, которая объясняет нам, как мне, сотруднику, легко, с удовольствием и с кайфом сделать хороший продукт для компании, ну для внутреннего клиента, создать продукт. И когда бизнес-процессы созданы в компании, тогда сотрудникам становится работать легко. Ну, просто легко становится работать и все. И нагрузка, удвоение, утроение нагрузки, оно становится понятным, управляемым, ну управляемым, то есть мы легко можем варьировать ее. И напротив, когда бизнес-процессов нет, когда все в хаосе находится, каждый делает, как умеет сам, каждый хорек, сам себе агроном, тогда удвоение нагрузки приводит к тому, что нестабильность вырастает квадратично и потихоньку начинает разрывать компанию, человека, отдел, ну и так далее, страну, почему бы, да? Мы выстроили менеджерский состав, там не было практических руководителей, ну какие-то были, но это было хаотично, мы назначили старших в каждом отделе, мы назначили порядок обращения по вопросам, это не бюрократизация, это именно внедрение порядка, то есть нельзя было просто взять, как было раньше, и зайти к собственнику и сказать, о там, типа, вот у меня вопрос, ответь мне на вопрос, нет, мы назначили каждое утро планерки, в рамках которых задавались вопросы, и был такой порядок на планерке, если я могу одной-двумя репликами ответить на вопрос, я отвечаю на планерке, если вопрос выходит за две реплики, то мы назначаем совещание с этим сотрудником, там, получасовое, на какое-то время, назначаем заранее, и теперь стали не все сотрудники приходить к собственникам, а только старшие, и на планерках, а просто сотрудники через стар начали решать вопросы через старших, таким образом мы снизили нагрузку сверху компании, то есть мы верхнюю часть компании начали разгружать, появились руководители, появились процессы, появился учет, мы оптимизировали, некоторые процессы просто упразднили, например, был бизнес процесс, ну, как был, отсутствовал бизнес процесс, был просто некий порядок возврата товара, и каждый раз, когда кто-то возвращал товар, а это происходило несколько раз в день, ну, у них тысячи заказов, у меня преза пропала, у них тысячи заказов в день, и несколько заказов, несколько, в смысле, тысячи заказов в месяц, и возврат нескольких в день, это, ну, нормально, это не значит, что продукт плохой, это, ну, просто норма, и каждый раз он происходил как-то по-новому, то есть он вызывал некий, некое беспокойство каждый раз, куча внимания уходила туда. И этот процесс был зафиксирован, прописан в BPM-системе. BPM – это система описания бизнес-процессов, которая ведет нас автоматически. Мы просто нажимаем кнопку, он нам сам говорит, что дальше делать. Ну, некий визард. Не знаю, как еще объяснить. Ну, визард, короче. Этот процесс был настолько упрощен для сотрудников и для всех, так, что компании стало легче. В результате всех этих мероприятий разгрузился верхний уровень компании. Верхний уровень – это руководящий. А ведь развивает компанию именно руководящий состав. И тогда компания поехала на стратегическую сессию. Это такое мероприятие двухдневное, на котором руководители, топ-менеджеры компании, собственники, руководители, топ-менеджеры ставят себе цель по определенным критериям. Не просто по смарту, а по более глубоким, более важным критериям. Ставят цель. И под эту цель разрабатывают эффективную, зажигающую, реалистичную стратегию. И один из критериев хорошей стратегии, что она гарантированно ведет к реализации цели. Когда смотришь на хорошую стратегию, думаешь, это железобетонно, пуленепробиваемо приведет к цели. И эта компания ставит себе цель сделать x миллионов рублей в месяц на новом продукте к 31 декабря. Они делают 1,5х к 30 ноября. Почему так произошло? То есть они сделали в 1,5 раза больше, в 1,5 раза раньше. Это за несколько месяцев все происходило. За 2 месяца они удвоили выручку своей компании, при том, что выручка не миллион рублей. И даже не 10. И при этом оставили себе всю прибыль. Они оставили себе все. Им было работать так же легко. Ну, понятно, что нагрузка выросла в тот момент. Но по сравнению с тем состоянием, когда они только пришли ко мне в консалтинг, как им было тяжело. И даже выросшая вдвое нагрузка не могла сравниться с той загрузкой, которая была до формирования порядка внутри компании. В результате компания удвоилась. За следующий год компания в 1,5 раза увеличила рентабельность. То есть чистая прибыль выросла в 2,25 раза. Они сначала увеличили, ну, они удвоились, потом чуть-чуть сократилось. То есть они сделали скачок по выручке и немножко потом откатились. Но незначительно. И потом за следующий год они в 1,5 раза увеличили рентабельность. Потому что работали уже над порядком. Сокращали издержки, оптимизировали процессы, делали лучше склад и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас в их компании просто порядок. Да, я еще забыл сказать о том, что мы наняли туда директора. В рамках первых трех месяцев это было нереалистично. В рамках вторых трех месяцев, то есть второй квартал, в котором мы с ними работали, было уже просто доведение процессов до красоты. Ну, просто доведение. И там же был найм директора. И после найма директора они вместе с директором едут на страцессию, ставят себе классную, зажигающую, вкусную, здоровскую цель. И выстреливают. Выстреливают. Компания подготовилась. Компания выросла. Масштабирование. Есть всякие там аязы, бизнес-молодость была. И они в целом в среднем учат тому, что для того, чтобы компания выросла, нужно сделать много продаж. Вот сделай побольше продаж и будет тебе счастье. Но, как мы убедились на предыдущем кейсе, умножение продаж, просто бездумное умножение продаж ведет компанию к краху. Компания выросла, компания погибла. И есть противоположная позиция. Моя, как я предполагаю, как на моем опыте происходило это много раз. Много компаний шли именно по этому пути, по второму кейсу. Когда они полгода, 3, 4, 5, 6 месяцев готовились, выстраивали, вытачивали. Это тяжелая, нудная работа. Ее очень много. Она непростая. Она не зажигает. Она не дает возбуждения. Она не дает эндорфина. Это такая нудная, скучная работа. Бизнес-процессы пилить, сотрудников нанимать, собеседовать. Это, понимаете, это не зажигает. Но это ведет к тому, что в результате верхняя часть компании, руководители, топ-менеджеры освобождают свой ментальный ресурс. Внимание, которое вот в префронтальной калии, вот здесь префронтальная кора, у нее размер вот всего лишь такой размер, маленький. И толщина несколько миллиметров. Эта часть мозга отвечает за формирование решений, за выработку решений, за мышление. И если я за что-то отвечаю, если я отвечаю кому-то на вопрос, это все расходует ресурс префронтальной коры. И по сути, что я делаю в консалтинге, и что я рекомендую, и в чем мораль. Ну-ка, у нас что там следующий? Следует... Ну, в чем мораль? Как масштабироваться в результате? Ответ. Освобождать ресурс префронтальной коры головного мозга. Благодаря тому, что мы освободили менеджерский ресурс, мы освободили как раз-таки префронтальную кору. Она освободилась. Освободилась энергия для творчества. Освободилась энергия для стратегии. И они смогли сделать прыжок. Они смогли сделать рывок, потому что освободили префронтальную кору. Если мы уже загружены работой, если мы уже прямо сейчас там работаем пашем и попытаемся удвоить себе количество работы, мы просто не справимся и умрем. Так вот, ключевая мораль заключается в том, что настоящее масштабирование происходит из глубокой подготовки. И практика показывает, многократная практика показывает, что масштабирование происходит в результате подготовки, не в результате масштабирования. Если попытаться просто вырасти и все, просто сами по себе, типа давайте вот вырастим наш бизнес 10 раз. Чаще всего это не срабатывает. Бизнес начинает расти, но ему что-то не дает вырасти. Бизнес-процессы, менеджерский ресурс, отсутствие учета, излишние издержки и так далее, и так далее, и так далее. Равно как и наоборот, когда мы настолько оптимизируем свою компанию, что все, что нам остается, это заниматься ее развитием, типа, а нам просто нечего делать. Я вот в своем бизнесе по пожарной безопасности, у меня таймер, я вижу все. В своем бизнесе по пожарной безопасности у меня наступил тот момент, когда я приходил в компанию, приходил в офис и понимал, что ну мне нечего делать. Ну, в смысле, я не шучу, я прихожу, смотрю на людей, такой думаю, а что я пришел? Они на меня смотрят, думают, а что он пришел? Типа, все работает, все, что, иди, своими делами занимайся. И вот когда это произошло, я пошел, ну мне больше ничего не оставалось, как заняться развитием. И тогда я пошел создавать новую компанию, я создал компанию без рутины, которая на сегодняшний день, по моему мнению и по мнению большинства наших клиентов, является лучшей компанией на рынке подбора сотрудников. Мы работаем только на рынке подбора руководителей, но мы являемся лучшими, по мнению моему и наших клиентов. Ну, понимаете, люди же, вот вы когда держали, ну, я не знаю, кто-то из вас, если впервые помнит, когда вы впервые держали айфон после вот всех этих телефонов, вы взяли в руки айфон, и такие, ого, так можно было. Наши клиенты испытывают примерно это же. Благодаря чему это происходит? Ну, благодаря тому, что мы просто очень много внимания уделяем качеству. Мы просто очень много внимания уделяем процессам, учету, подготовке. И это, хочешь не хочешь, рано или поздно, приводит к тому, что кто-то подходит, жмет руку, говорит, спасибо, спасибо, классно вы все сделали. И это внутреннее его спасибо, оно идет не только в меня, и не только в каждого сотрудника моей компании, оно идет в мир. Реклама идет сама. Не нужно ничего рекламировать. Если вам нужно рекламировать ваш товар, ваш продукт, что не так с вашим продуктом? Итак, друзья, я не могу ответить на ваши вопросы, потому что у меня нет их перед глазами. Я надеюсь, что вам было интересно мое выступление. Я рассказываю только из практики. Я не умею рассказывать из книг какие-то истории, хотя я их там читал много, начиная там с Ницше, всяких там Фрейдов, заканчивая какими-то современными книжками. Только опыт, только практика, только хардкор, только реальный бизнес. По QR-коду мой инстаграм-аккаунт. Если вы подпишетесь на меня и напишите мне в личку, в директ, напишите слово «книга», я пришлю вам свою книгу, которая описывает эффективный, результативный найм продажников. Как нанять команду крутых продавцов, мотивировать, зажигать, прокачивать и создать крутой отдел продаж. Мою книгу рекомендует Игорь Ман. Она где-то там на ресурсах стоит 1000 рублей, вам я ее дам просто, если вы мне напишите слово «книга» в директ, если вы подпишетесь, конечно. Я вам пришлю ее, ну просто вот, потому что вы классные, я тоже классный. Друзья, благодарю вас за внимание. Я чувствую вашу энергию, мне было очень с вами кайфово. Желаю вам создать свой бизнес и масштабировать его так, чтобы он масштабировался действительно по-настоящему, чтобы он масштабировался твердо, максимально и сильно. Благодарю. Пока-пока. Трек-маркетинг. Мастер-класс с разбором кейсов, партизанский маркетинг и безбюджетное продвижение. Спикер Игорь Малинин, руководитель рекламного холдинга The Business Pill, обладатель премии Рунета 2019-2020 года. Номинация «Молодые лидеры Рунета». Всем добрый день, меня зовут Игорь Малинин, я руководитель рекламного холдинга The Business Pill. Благодарю вас за внимание, за то, что пришли к нам на конференцию. Сегодня я вам расскажу о такой интересной вещи, как безбюджетный маркетинг и партизанское продвижение. На самом деле, тренд не новый, партизанский маркетинг, я думаю, в теории маркетинга все прекрасно изучали, но тем не менее, мне удалось самому сформировать такой кейс по безбюджетному продвижению в СММ. И у меня был собственный проект, в котором я набрал 15 тысяч подписчиков безбюджета. На самом деле, кто-то может сказать, что это не так уж и много, но если говорить про то, что это хобби и на это потрачено 0 рублей, мне кажется, это довольно интересный кейс, на примере которого как раз я хочу вас вдохновить на то, как же можно бесплатно продвигаться. Я попрошу нашу техническую службу помочь с кликером, потому что хочу перелистнуть слайд. Да, благодарю. Итак, 15 тысяч подписчиков почти безбюджетно. Как же это получилось и как же это использовать? Начну с небольшой предыстории. В 2014 году я работал в пресс-службе экспедиции «Россия». Кто интересуется маркетингом и блогерами, наверняка о ней слышал. Это была своего рода рекордная экспедиция. Блогеры два месяца с запада на восток ехали через нашу страну и своим маршрутом писали слово «Россия» с помощью GPS-трекера. И в конце концов получился такой большой арт-объект. Вот вы его видите на экране. Понятно, что почерк здесь как будто у врачей. Простите за такую полупрофессиональную шутку. Но на самом деле это очень классная и выверенная карта, по которой блогеры ехали. И это в соответствии со всеми нашими дорогами такой маршрут получился. Так вот, ехали они ехали, но в чем была идея, в чем был инсайт. Я читал дневники участников экспедиции, и многие из них говорили, что мы сами знали, что за МКАДом есть жизнь, но оказывается, жизнь есть за Уралом. И вообще по всей России. И для меня это было так удивительно, что вроде как мы об этом и так знаем. Знаем о том, что у нас большая страна, но при этом даже профессиональные путешественники каждый раз открывали для себя Россию заново. И опять же, руководя СММ-отделом, руководя определенными людьми из пресс-службы, я стал замечать, что когда мы делаем какие-либо интернет-активности, то на них реагируют в основном, очень сильно реагируют, я бы так сказал, наиболее благодарно реагируют малые города. И я понял, что чем меньше город, тем больше активность, которая в нем возникает, когда ты про него пишешь, когда ты делаешь какие-то конкурсы, какие-то мероприятия. И для себя я понял, что в принципе, если я вроде как такой человек насмотренный, человек, который постоянно интересуется блогерами, журналистикой и маркетингом, если для меня это было открытие, то наверняка для многих людей это тоже будет довольно интересным фактом, то, что у нас оказывается большая страна на самом деле, не в теории, а на практике. И очень активная, и очень веселая. И я понял, что в медийной повестке вообще не хватает каких-то позитивных новостей. У нас в основном какие-то приходят все время сводки, кто кого убил, кто кого расчленил, а при этом каких-то вещей, а-ля там открылся арт-объект, или открылся какой-то новый музей, кто-то что-то сделал, таких новостей очень мало. Они в основном даются как финальные добивки к выпускам новостей, но на самом деле нет такого издания, которое бы писало только про конструктив. Я не буду говорить про позитив, потому что да, есть позитивные новости, но на самом деле есть новости не только позитивные, но и интересные, в основном про искусство. И таким образом у меня родилась концепция, которая называется «Из города в город». Я решил писать об этом в качестве своего хобби, я решил открыть блог. И как раз то, что я не мог тестировать на своих клиентах, которые по разным причинам отказывались, может быть, от каких-то механик, от каких-то конкурсов, я потом их проводил именно в своем блоге. И как раз о пяти различных креативных механиках я и хочу рассказать, которые где-то можно скопировать, где-то можно ими вдохновиться и подумать, как именно вы сможете их использовать для себя. Так вот, «Из города в город» я подумал для начала, как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Я очень долго размышлял и над неймингом, и над тем, где мне вообще писать про это все. Мне хотелось сделать из этого такую народную историю, чтобы не только я писал в качестве такого самоназванного журналиста. Мне хотелось, чтобы мне присылали люди какие-то новости, какие-то фотки, какие-то открытки со всего интернета. И поэтому я решил не делать сайт, потому что сайт – это односторонняя коммуникация. Я решил сделать так называемое кроссплатформенное издание в соцсетях. Почему я его так назвал? Потому что мне хотелось, чтобы это была именно социальная, народная, горизонтальная такая история и коммуникация, чтобы каждый человек понимал, что он причастен к тому, чтобы что-то сделать вместе с нами. И, соответственно, первый совет по поводу партизанского маркетинга, по поводу безбюджетного продвижения – это грамотно назовитесь, грамотно позиционируйтесь. Потому что, с одной стороны, это всего лишь паблик в соцсетях, паблик в ВКонтакте. Но если бы я говорил, что я админ паблика, мало кто со мной хотел бы общаться на равных. Поэтому я назвал все это дело кроссплатформенное издание, а себя назвал главным редактором кроссплатформенного издания. И таким образом это уже звучит определенным образом, и это мне позволяло аккредитовываться на мероприятия, говорить с другими СМИ. И им все равно, есть ли у тебя лицензия СМИ или нет. Им главное понимать, кто ты такой, и вот некие шаблоны мышления здесь я использовал именно для себя. Поэтому совет номер один – подумайте над своим позиционированием, подумайте над своим брендингом, неймингом и так далее. Собственно, что мне принесло это? Можете посмотреть на слайде. СМИ вообще раньше не очень любили цитировать различные соцсети, различные паблики, но так как я назвался именно изданием, то есть они меня принимали за своего, мне удалось постоянно мелькать в других средствах массовой информации и за счет этого как раз и привлекать определенную аудиторию. То есть при этом инфоповоды можно высасывать буквально из пальца. Главное на самом деле иметь в фокусе внимания, что вы хотите так или иначе генерировать информацию. То есть совет номер два – это умейте и нацельтесь на то, чтобы генерировать информацию из любых даже микроинформационных поводов. Например, я просто ехал на машине, и были те знаменитые ливни в Москве, и у меня видеорегистратор заснял потоп на одной улице. Я просто взял, не поленился, скачал этот файл, вывесил на YouTube, и, о боже, меня процитировал РЕН-ТВ, просто потому что они мониторят обстановку в городе, в стране, и они берут интересные новости и у себя публикуют. Соответственно, это ссылка на меня, просто на паблик ВКонтакте. И оттуда шли определенные переходы. То есть, например, тоже если говорить про скриншоты, я съездил в Киров, написал просто эссе о том, какой это город, меня процитировали другие СМИ. Сфотографировал столпотворение в метро на Менделеевской, пожалуйста. НТВ это ретвитнуло. Поэтому, что я могу здесь констатировать, то что, в принципе, сейчас, ну опять, зная даже журналистское ремесло, я понимаю, что сейчас у людей есть запрос на получение какой-то интересной информации. То есть, журналисты постоянно в поиске каких-то материалов, каких-то фактов, фотографий. И, в принципе, если вы этим занимаетесь, если у вас есть такое чутье, скажем так, информационное, то, в принципе, вы очень легко можете в любую повестку войти. Причем, для этого даже не обязательно иметь какой-то блок. Если вы просто осознанно полистаете новости, вы увидите, что различные бренды, различные спикеры тоже попадают в новостную повестку исключительно как раз за счет смекалочки. И, наверное, как раз третий совет из этого вытекает. Что я могу сказать? Ставьте себе амбициозные цели. Например, был такой фестиваль в Москве, арт-футбол. Это футбол для артистов и политиков. И я подумал, почему бы не поставить себе прикольную цель, чтобы мой паблик ВКонтакте взял интервью, например, у Аркадия Дворковича. Он на тот момент был капитаном нашей команды и заодно заместителем председателя правительства. И я думаю, что это, пожалуй, первый вообще кейс в мире, когда паблик ВКонтакте берет интервью у политика, ну, там, по крайней мере, с такой позиции. И я подумал, что мне для этого нужно. Я аккредитовался как раз за счет правильного позиционирования на этот фестиваль. И я постепенно шел к этой цели. То есть я получил аккредитацию обычную СМИ, потом я решил получить аккредитацию тележурналиста, потому что я заявился, что мы еще снимаем на телефон видео. То есть все это довольно-таки просто делается. Ну, есть, конечно, в этом дух авантюризма, но с другой стороны, если ты подкреплен какой-то своей аудиторией, да, если ты можешь дать определенные цифры, определенное понимание, что ты дашь конкретному фестивалю, да, то тебя с удовольствием аккредитуют. И что очень важно, если ты ставишь себе какую-то большую цель, то, идя к ней, ты выполняешь еще несколько каких-то микроцелей. То есть, например, благодаря тому, что я решил взять интервью у капитана команды, я, кроме того, сделал несколько классных репортажей, взял интервью у каких-то известных футболистов, за счет чего ко мне прибыла довольно значительная аудитория именно любителей спорта и массовых мероприятий. Соответственно, сам по себе кейс тоже интервью, он был довольно громкий, меня процитировал Спорт Экспресс, советский спорт, соответственно, тоже со ссылками, тоже я получил свою определенную аудиторию. То есть, к чему это я? Не к тому, что я такой молодец, а к тому, что за 0 рублей, в принципе, можно получить свою аудиторию, и даже так называемый PR-вэлью или медиавэлью. Это такое понятие, которым оперируют пиарщики. Сколько денег ты бы потратил, если бы заплатил средством массовой информации за то, чтобы также попасть на страницы этого издания. Здесь медиавэлью стремится, конечно, к довольно большой цифре. Что могу сказать в качестве четвертого совета? Помимо того, что вы можете генерировать инфоповоды из какой-то информационной повестки, вы также их можете придумывать сами. То есть, подключайте креатив, и чем интереснее будет ваша идея, тем больше у нее определенный потенциал вирусный. Вот мне в свое время удалось огромное количество аудитории охватить за счет креативной механики, это называется креативные указатели. Я как-то шел, ну я не знаю, там с работы или с учебы домой, и понял, что мне хочется прийти посмотреть сериальчик. А с другой стороны, я подумал, что вот же есть электричка, и я за полчаса могу также доехать до любого областного города и точно так же погулять. Там насытятся, возможно, каким-то большим количеством даже эмоций и впечатлений. И мне пришла идея в голову измерять расстояние не в километрах, а в каких-то бесполезных делах. И оттуда родилась идея прямо указателей. Например, вы видите на скриншоте, да, до Дмитрова 50 минут. Это как посмотреть сериальчик, только увидеть новый город. Мне кажется, альтернатива довольно интересная. То есть дома пролежать на диване, либо за то же самое время вообще получить нечто, по большому счету, путешествие. И что я сделал дальше? Я подумал, что идея прикольная. Конечно, у меня не было там денег на изготовление каких-то указателей, не было времени на то, чтобы это идти согласовывать. Я просто взял принтер и просто распечатал на принтере бумажку, ее сфотографировал на фоне станции Тимирязевска, откуда уходят электрички на Дмитров, и вывесил это в интернет. Это было супер... Это вызвало какой-то супер резонанс. И так как у меня уже была определенная аудитория любителей путешествий, меня читали некоторые люди из туристических центров различных городов. Они мне прямо заказали эти таблички. То есть, если слева вы видите так называемый прототип, скажем так, который в себестоимость 50 копеек, это лист бумаги, то Рязань, Иваново, Петрозаводск. Мне заказали именно такие таблички, причем и на уровне города Рязань. Это именно туристический информационный центр не распечатал, а произвел, по большому счету, эти таблички. И если говорить про Иваново, то там есть прямо конкретные ребята, которые занимаются внутренним туризмом, маршрутами, экскурсионами. И они прямо на маршрутах повесили мои таблички, которые указывали на различные архитектурные памятники, памятники архитектуры. Там очень много конструктивистской архитектуры, и как раз Иваново в том числе этим славится. Так вот, и помимо того, что вы просто произвели вот эти вот вещи, вам нужно еще определенный информационный шум вокруг этого обязательно поднять. Как правило, если, как раз отсылаю к началу своего выступления, если город небольшой, если это не Москва, то, как правило, внимание местных СМИ и блогеров вам в принципе обеспечено. То есть, если говорить про Иваново, то буквально как только там повесили таблички, мне через 5 минут позвонили из России 1, из России 2, из радио местного, и я давал очень много комментариев, хотя по сути, ну, может быть, слова обесценщика, но на мой взгляд, я ничего такого не сделал. Хотя это вот реально получился очень интересный и красивый инфоповод, поэтому как только у вас возникает какая-то интересная и креативная идея, обязательно ее реализуйте. Не думайте о том, что я перфекционист, и мне обязательно нужно что-то там идеально сделать. Нет, достаточно иногда простой идеи, иногда прототипа. И если вы обратите внимание на разные дизайнерские комьюнити, на дизайнерские паблики, то иногда достаточно всего лишь одного концепта, чтобы это завирусилось. Поэтому обязательно делайте, наверное, это главный совет, смекалочка плюс действие равно успех. И очень важно, что после того, как эта вещь завирусилась, я оценил, опять же, вот это вот media value или PR value, и через полгода написал, в принципе, статью, вот с тем, что я вам рассказываю, про вот эти таблички. По-моему, я ее опубликовал на T-Journal, и после этого я спровоцировал вторую волну интереса к этому проекту. То есть люди какие-то забыли, какие-то не знали, но они увидели статью о том, что вот это вот произошло, и снова и Russia Today на английском языке опубликовал это на весь мир, тоже, что вот есть такие вещи. Ну, для меня это на самом деле очень забавно, но это действительно так. Следующий совет, пятый, это, кто-то, наверное, узнал, это стикер ВКонтакте. Это, скажем так, безбюджетный маркетинг, он очень часто завязан на теории мелких дел и на лояльности аудитории. Что такое стикер ВКонтакте? Опять же, когда я только начинал развивать свой вот этот вот блок, назовем так, или издание, правильно сказать, если я уже заговорил про правильное позиционирование, то я предложил всем людям тоже присылать свои фотографии и какие-то новости, которые они знают из своих городов, потому что, в принципе, я мониторил то, что происходит в России, но, тем не менее, когда люди присылают это от первого лица, делают какие-то репортажи, это намного интереснее, намного ценнее. Так вот, ВКонтакте есть обычный функционал, предложить новость, и люди мне присылали туда фотографии. То есть ничего нового, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне хотелось как-то поблагодарить людей. На тот момент у меня тоже не были предусмотрены гонорары на то, чтобы платить людям, и я подумал, как я могу их отблагодарить. И тогда вот появились только вот эти вот наклейки ВКонтакте, по-моему, цена там 30 рублей была за одну наклейку. И я раз в день высылал своим авторам, что благодарю за то, что вы поделились с нами материалом для нашего издания «Из города в город». И это, поверьте, вызвало тоже такой ажиотаж и такую реакцию, которую ни один гонорар бы вообще не вызвал. То есть люди очень удивлялись, что их не просто опубликовали, как в других пабликах, даже с подписью, а что им уделили какое-то внимание. И с тех пор авторы, которые получили от меня буквально за 30 рублей вот один стикер, они… Мы дружим до сих пор, то есть уже многие годы они подписаны на меня в разных социальных сетях, и они являются постоянными авторами, генераторами контента и, можно сказать, адвокатами бренда, если говорить на маркетинговом языке. Поэтому никогда не недооценивайте какие-то маленькие вещи. Иногда человеческий контакт, он намного больше может вам принести, нежели какой-то вот гонорар. А как правило, гонорар каждый оценивает по-своему, и есть еще риск обидеть человека, хотя ты будешь думать, что ты ему выплатил вполне справедливо и сполна. Поэтому обязательно используйте функционал весь социальных сетей, он может вам принести намного больше, нежели какая-то 7-минутная выгода. И еще про шестой совет под звездочкой, хотя я анонсировал 5 советов, но у меня вот так один разделился на два. Это следите обязательно за популярными блогерами, за знаменитостями, и подумайте, как вы можете встроиться в их повестку, потому что это очень серьезный миф, что вам нужно платить деньги средствам массовой информации и тем же самым селебрити. У меня очень много друзей, мелких предпринимателей, малых предпринимателей, которые, например, что-то делают, например, какое-то платье. У меня знакомая отправила платье просто Ксении Собчак, и вообще безо всякого call to action, безо всяких денег. Ксения вывесила, отметила просто так, потому что ей понравилось, и, соответственно, это был очень такой тоже серьезный хайп. Что произошло у меня? Я слежу за Артемием Лебедевым довольно давно, еще со времен ЖЖ, и я увидел, что он публикует беспристрастно отзывы своих рекламодателей. То есть вот все, кто заказал рекламу, они все могут получить у него повторную публикацию, если они отправляют ему отзыв. Но при этом реклама стоила то ли 3, то ли 5 тысяч долларов на тот момент, и я не хотел их инвестировать, чтобы продвигать свой паблик ВКонтакте. Но это знание у меня закрепилось, как раз за счет того, что я за ним систематически следил. И что произошло дальше? Он в ЖЖ у себя открыл такой формат рекламный, как нанофантики. То есть в шапке его профиля появилось несколько маленьких баннеров, по-моему, 600 на 600 квадратиков, которые можно было за 600 рублей купить, тысяча показов за 600 рублей. И я подумал, что давай-ка попробую. Разместил там свой логотип, и за 600 рублей получил вот эти тысячи показов. Да, с этого там было несколько переходов, какое-то количество людей подписалось, но я подумал, что я же теперь формально рекламодатель Артемия Лебедева, и поэтому я могу ему дать отзыв на его рекламу, на его рекламный формат. И опять же я подумал, что это нужно сделать здесь и сейчас, не откладывать в долгий ящик. Почему? Потому что пока еще никто не опробовал полностью вот этот вот формат нанофантиков, и по идее я буду первым, а соответственно, если я буду первым, то я могу быть и единственным. И я под соусом того, что я пишу ему отзыв, написал огромное вообще полотно текста, не только про то, что я сделал у него в блоге, но и почему я это сделал. Я рассказал, что у нас издание про путешествия, что мы за Артемием Лебедевым давно следим, поэтому мы на основе анализа его целевой аудитории решили опубликоваться у него и так далее. То есть это было огромное количество текста, которое, собственно, шалость удалась, и Артемий его разместил за бесплатно. Фактически я получил у него вот такую огромную публикацию в его блоге просто про меня и про мой проект. И вот здесь было затрат 0 рублей вместо 5000 долларов, и при этом по ссылке уже перешло не 30 человек, как за 600 рублей, а именно большое количество народу. Прямо я не помню, там подписчиков 300-500 просто было за первый же час. И потом даже я делал некоторые опросы, откуда вы о нас узнали, и до сих пор люди, которые от Артемия Лебедева пришли, до сих пор они нас читают, потому что аудитория релевантная. Поэтому обязательно думайте, как вы можете организовать попадание, наверное, в повестку к каким-то селебрити, потому что, поверьте, сейчас люди общаются, они любят репостить упоминания себя, и обязательно отследите, к кому вы можете попасть, потому что здесь неважно даже вы коммерческий проект, не коммерческий, все это сейчас возможно. Я вам говорю официально, не просто потому, что я один раз это сделал, потому что я в маркетинге уже более 12 лет, и в интернет-маркетинге, соответственно, я знаю, о чем говорю. Поэтому обязательно действуйте. То есть мой главный призыв – это вот смекалочка плюс действие равно успех. Мне кажется, родилась такая изящная формула, собственно, которую я вам и дарю в какой-то мере. Не книга, конечно, как у предыдущего спикера, но тоже неплохо. Вот, благодарю вас за внимание. У меня есть инстаграм игорьмалинин.ру. Обязательно подпишитесь, напишите в личку, и я вам вышлю вот то, что я вам сегодня рассказывал. В том числе у меня есть в качестве оформленной статьи и несколько еще советов по безбюджетному продвижению, потому что сегодня, такой последний микросовет, сегодня все гонятся за подписчиками, давайте подписчиков, 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 а при этом у вас огромное количество аудитории и так сейчас сидит, которые вы можете отрабатывать. И буквально там одна сториз, одна-две сториз с правильной подачей, с правильной механикой вовлечения может вам помочь активировать тех людей, которые уже и так на вас подписаны. И вместо того, чтобы гнаться вот за этими цифрами, которые все равно бесконечны и эфемерны, на самом деле стоит поработать сначала с текущей аудиторией, а это как раз и есть безбюджетный и партизанский маркетинг, к которому я призываю в первую очередь. Поэтому используйте ресурс, в первую очередь тот, который у вас есть, а потом уже думайте о платных способах продвижения. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что провели с нами эти два дня на форуме «Бизнес-старт». Благодарим организаторов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках трека «Росмолодежь. Бизнес» за возможность получить опыт и знания бизнес-практиков из первых рук. Будем рады видеть ваши отметки в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Нас можно найти под ником «Росмолодежь. Бизнес». Вы увидите его сейчас на экране. Уверен, что для многих молодых людей этот форум станет отправной точкой в открытии и развитии собственного бизнеса. Благодарим вас за участие и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok